Он называл сводней также музыку, заставлявшую сидеть молча, мечтать вместе, заглядывать друг другу в глаза, пожимать друг другу руки. Он находил вполне справедливым, суровое отношение к искусствам Платона, Боссюэ и старого французского воспитания. Словом «жизнь», которую вели у Вердюренов, и которую он так часто называл настоящей жизнью, казалось ему теперь наихудшей из всех, а их кружок составленным из последних отбросов общества. Поистине, говорил он, это самая нижняя ступень социальной лестницы, девятый круг Дантова Ада. Нет никакого сомнения, что величественные стихи флорентийца относятся к Вердюренам. Когда начнешь думать обо всем этом, то приходишь к убеждению, что люди общества, как их не ругают, они все же стоят бесконечно выше этой банды хулиганов, обнаруживают глубокую мудрость, отказываясь водить знакомство с ними и даже пачкать свои пальцы прикосновением к ним. Какая прозорливость в этом Сен-Жерменского предместья! Он давно покинул аллеи Булонского леса и подходил уже к своему дому, но все еще опьяненный своим горем и неискренним возбуждением, которое все больше и больше подогревалось фальшивой интонацией и искусственной звучностью его голоса, продолжал громко ораторствовать в тишине ночи. У светских людей есть свои недостатки, и никто не знает их лучше, чем я. Но в конце концов, это все же люди, с которыми вещи известного рода невозможны. Та элегантная женщина, с которой я был знаком, далека от совершенства. Но в конце концов, она все же в глубине души является деликатной, лояльной в своем поведении. Так что ни при каких условиях не была бы способна на вероломство. Ее душевные качества вырыли бы пропасть между нею и такой Мегерой, как Вердюрен. Вердюрен, что за фамилия? О, можно сказать, что они совершенны, что они прекрасны в своем роде. Да, давно уже следовало прекратить общение с этими подонками, с этой мразью. Но, как добродетели, которые еще час тому назад он приписывал Вердюренам, даже если бы Вердюрены действительно обладали ими, но не оказывали содействия и не покровительствовали его любви, были недостаточны, чтобы вызвать у Свана горячее умиление их великодушием, умиление, источником которого, даже когда оно возбуждалось посредством других лиц, могла быть одна только Адетта? Так и порочность, будь она даже подлинной, которую он находил сейчас у Вердюренов, была бы бессильна, если бы они не пригласили Адетту с Форшвилем и без него дать воле его негодованию и заставить его клеймить их подонками и мразью. И, несомненно, голос Свана обнаружил больше искренности, чем сам он, поскольку голос этот соглашался произнести слова, полные отвращения к Вердюренам и их кружку, и радости по случаю разрыва с ними, только деланным риторическим тоном, как если бы они были выбраны им скорее для утоления его гнева, чем для точного выражения его мыслей. В самом деле, мысли эти, в то время как он негодовал и бронился, заняты были, вероятно, хотя он и не сознавал этого, совсем другим предметом, потому что, едва только придя домой и закрыв за собой дверь подъезда, он вдруг хлопнул себя по лбу и снова выбежал на улицу, воскликнув на этот раз своим естественным голосом. Мне кажется, я придумал способ добиться приглашения на завтрашний обед в Шату. Но способ этот оказался, вероятно, плохим, потому что Сван не получил приглашения. Доктор Катар, который по случаю поездки в провинцию на консилиум к одному серьезному больному, не видел Вердюренов несколько дней и не мог быть в Шату, сказал на другой день после этого обеда, садясь за стол. «Неужели мы не увидим сегодня Свана? Его действительно можно назвать личным другом». «Надеюсь, что нет», — воскликнула госпожа Вердюрен. «Сохрани нас от него, Бог. Он так убийственно скучен, глуп и невоспитан». При этих словах на лице Катары изобразилось крайнее изумление, соединенное с полной покорностью, как если бы он услышал истину, противоречившую всем его доселишним убеждениям, но обладавшую непререкаемой очевидностью. Испуганно уткнувшись носом в тарелку, он ограничился тем, что протянул «А-а-а», последовательно пройдя в отступательном движении, выполненном им в полном порядке по нисходящей гамме, все ноты, заключенные в диапазоне его голоса. С тех пор у Вердюренов не было больше речи о Сване. Таким образом, салон этот, соединивший с Ваной и Адетту, стал препятствием для их свиданий. Она не говорила ему больше, как в первые времена их любви, «Во всяком случае, мы увидимся завтра вечером, у Вердюренов ужин». «Но нам нельзя будет увидеться завтра вечером у Вердюренов ужин». Или же Вердюрены приглашали ее с собой в комическую оперу, посмотреть «Ночь Клеопатры». Исван читал тогда в глазах Адетты страх, как бы он не вздумал ее упрашивать не ходить туда. Еще недавно, когда выражение этого страха пробегало по лицу его любовницы, он не мог удержаться от того, чтобы не расцеловать ее. Теперь же оно приводило его в негодование. «Я вовсе не сержусь, однако», — уверял он себя, видя, как она рвется порыться в навозной куче этой ужасной музыки. «Я опечален, не за себя, конечно, но за нее. Опечален мыслью, что, прожив более шести месяцев в ежедневном общении со мной, она оказалась неспособной перевоспитать себя настолько, чтобы проникнуться отвращением к Виктору Массе. Или хотя бы настолько, чтобы понять, что есть вечера, когда женщина маломальски чуткая, должна уметь отказаться от удовольствия, если ее просят об этом. У нее должно было найтись столько такта, чтобы сказать «я не пойду», хотя бы из простой деликатности, если от этого ответа зависит окончательное мнение о ее душевных качествах. И убедив себя в том, будто он желает удержать Адетту в тот вечер подле себя, не пустив ее в комическую оперу, только для того, чтобы составить себе более благоприятное суждение о ее духовной ценности, Сван обратился и к ней с теми же доводами, обнаружив при этом такую же неискренность, как и в его обращении к самому себе, и даже, может быть, большую, ибо при этом он повиновался также желанию задеть ее самолюбие. «Клянусь тебе», — говорил он Адетте за несколько мгновений до того, как она должна была отправиться в театр, «что, обращаясь к тебе с просьбой не ходить туда, я от души желал бы, будь я эгоистом, услышать от тебя отказ. Так как сегодня вечером у меня тысячи дел, и я окажусь в весьма затруднительном положении, я буду недоволен, если, вопреки всякому ожиданию, ты мне ответишь, что не пойдешь в театр». «Но мои занятия, мои удовольствия — не все. Я должен думать и о тебе. Может наступить день, когда, увидя меня навсегда разлученным с тобой, ты вправе будешь упрекнуть меня за то, что в решительную минуту я тебя не предостерег. В минуту, когда я чувствую это, у меня готово сложиться о тебе одно из тех суровых суждений, с которыми любовь не в силах долго бороться. Видишь ли, ночь Клеопатры, какое название, не имеет в данном случае ровно никакого значения. Но мне важно знать, действительно ли ты принадлежишь к числу женщин, стоящих на самом низком уровне умственного развития и даже лишенных всякой прелести, к числу тех презренных созданий, которые не способны отказаться от удовольствия. В самом деле, если ты такая, то как возможно любить тебя? Ведь ты тогда даже не личность, не индивидуальность, пусть даже несовершенная, но, по крайней мере, способная совершенствоваться. Ты бесформенная вода, текущая в направлении любого склона, беспамятная и неспособная к простейшим умозаключениям рыба, которая во время своего пребывания в аквариуме сто раз в день толкается о стеклянные стенки, постоянно принимая их за воду. Понимаешь ли ты, что твой ответ, я не скажу, разумеется, немедленно убьет мою любовь к тебе, но он сделает тебя в моих глазах менее привлекательной, если я приду к убеждению, что у тебя нет личности, что ты занимаешь самую низкую ступень на лестнице живых существ и не способна подняться ни на вершок выше. Ясное дело, я предпочел бы не придавать этому никакого значения и попросил бы тебя отказаться от ночи Клеопатры, раз уж ты вынуждаешь меня пачкать губы этим гнусным названием, в надежде, что ты все же туда пойдешь. Но, решив серьезно отнестись к твоему поведению, решив вывести из твоего ответа такие важные следствия, я нашел более корректным предупредить тебя об этом. Во время этой речи Адетта стала обнаруживать признаки все растущего волнения и беспокойства. Не схватывая смысла рассуждений Свана, она понимала все же, что их можно отнести к разряду так называемых тират, сцен упреков или упрашивания, из которых давнишняя привычка к поведению мужчин позволяла ей, не придавая большого значения их словам, заключать, что они бы их не произнесли, если бы не были влюблены, и что с момента, когда они стали влюбленными, повиноваться им излишне, так как непослушание только усилит их любовь. Вот почему она выслушала бы Свана с самым невозмутимым спокойствием, если бы не видела, что время проходит, и что затянись этот разговор хоть немного, она, как это было замечено ею с нежной, упрямой и смущенной улыбкой, безусловно опоздает на увертюру. В других случаях он говорил ей, что вещью, которая скорее всякой другой способна будет погубить его любовь к ней, является ее нежелание отучиться от лжи. Даже просто с точки зрения кокетства, увещевал он ее, разве не можешь ты понять, насколько ты теряешь свою привлекательность, опускаясь до лжи? Сколько проступков могла бы ты искупить, откровенно сознавшись в них? Положительно, ты гораздо глупее и некультурнее, чем я предполагал. Но напрасно Сван приводил ей таким образом доводы в пользу несостоятельности лжи. Доводы эти могли бы опровергнуть некоторую логическую систему лжи. Но у Одетты такой системы не было. Она довольствовалась тем, что утаивала от Свана свои поступки во всех случаях, когда желала, чтобы Сван о них не знал. Таким образом, ложь была для нее уловкой, которой она прибегала в частных случаях. И единственным мотивом, определявшим, должна ли она солгать или же сказать правду, было тоже частное случайное обстоятельство. Именно, большая или меньшая вероятность того, что Сван обнаружит, сказала ли она неправду. В физическом отношении она переживала неблагоприятную пору, полнела. Скорбное выражение, составлявшее ее прелесть, изумленный и мечтательный взор, так характерный для нее прежде, казалось, исчезали вместе с ранней молодостью. Таким образом, она сделалась особенно дорогой Свану как раз в тот момент, когда он стал находить ее явно подурневший. Он подолгу смотрел на нее, стараясь вновь уловить прелесть, которую когда-то в ней подметил, однако старания его оставались безуспешными. Но он знал, что под этой новой оболочкой скрывается все та же адетта, все тоже непостоянное существо, неуловимое и лукавое, и этого знания Свану было достаточно, чтобы с прежней страстностью пытаться ее пленить. Затем он смотрел на ее фотографии, снятые два года тому назад, вспоминал, как она была хороша. И это немного утешало его в страданиях, претерпеваемых им из-за нее. Когда Вердюрены увозили ее с собой в Сен-Жермен, в Шату, в Милан, то в случае хорошей погоды они часто предлагали гостям переночевать там и возвратиться домой только на следующий день. Госпожа Вердюрен старалась успокоить пианиста, тетка которого оставалась в Париже. Она будет только рада отделаться от вас на один день. Да и с какой стати ей беспокоиться, ведь она знает, что вы с нами. К тому же ответственность за все я беру на себя. Но если ее увещания не увенчивались успехом, то господин Вердюрен отправлялся на телеграф или нанимал посыльного и спрашивал у верных, не хотят ли они дать знать о себе своим друзьям или родным. В таких случаях Адетта благодарила его и говорила, что ей некому посылать телеграмму, так как она раз навсегда заявила Свану, что переписка с ним на виду у всех будет ее компрометировать. Иногда она отлучалась таким образом на несколько дней, если Вердюрены увозили ее в дре взглянуть на гробницы Орлеанов или в Кампьен, полюбоваться по совету художника солнечными закатами в лесу и затем прокатиться до замка Пьерфон. Подумать только, она могла бы осмотреть действительно художественные памятники со мной, человеком, изучавшим архитектуру в течение десяти лет и постоянно осаждаемым просьбами людей с тонким вкусом сопровождать их в Баве или в Сен-Лу-де-Но. Между тем, как я так хотел бы поехать туда с нею наедине. И вместо этого она едет с невеждами, с грубыми скотами, восторгаться окаменевшими испражнениями Луи Филиппа и Виолелля Дюка. Мне кажется, что для этого не нужно быть эрудитом в искусстве, и что даже человек, не обладающий особенно тонким обонянием, не избрал бы для загородной поездки отхожие места и не стал бы наслаждаться благоуханием экскрементов. Но когда она уезжала в Дре или в Пьерфон, не позволяя ему, увы, появиться там в свою очередь как бы случайно, потому что это, как она говорила, произвело бы самое скверное впечатление. Он погружался в самый упоительный из всех романов, в железнодорожный указатель, дававший ему средства встретиться с нею там днем, вечером и даже сейчас утром. Средство больше, чем средство, позволение, право встретиться с нею. В самом деле, указатель, да и сами поезда предназначались ведь не для собак? Если публика оповещалась путем печатных объявлений, что в 8 часов утра в Пьерфон отправляется поезд, прибывающий туда в 10 часов, то значит поездка в Пьерфон поступок законный, для совершения которого позволение адетте излишне. К тому же поступок, который мог быть совершен не из желания встретиться с адеттой, а по соображениям совсем другого рода, совершают же его ежедневно лица, не имеющие никакого представления об адетте, и лиц этих такое количество, что ради них не убыточно пускать поезда. Итак, она не имеет никакого права помешать ему отправиться в Пьерфон, если он этого пожелает. И вот он как раз и чувствовал такое желание, и несомненно поехал бы туда, даже не будучи знакомым с адеттой. Давно уже хотелось ему составить себе более точное представление о реставрационных работах Виолеля Дюка. Вдобавок, стояла такая жаркая погода, положительно, он испытывал непреодолимое желание прогуляться по Компьенскому лесу. Ужасно неприятно, что она запретила ему появляться как раз в том месте, которое так манит его к себе сегодня. Сегодня. Если он поедет туда, не считаясь ее запрещением, он может увидеться с нею сегодня же. Но если, встретив в Пьерфоне кого-нибудь случайного знакомого, адетта радостно воскликнет «Как вы здесь?» и попросит его зайти к ней в отель, где она остановилась с вердюренами. Встретив там напротив его свана, она рассердится, будет жаловаться, что ее преследуют, будет меньше любить его, может быть, даже с гневом отвернется при виде его. «Значит, мне нельзя больше совершать загородные поездки», скажет она ему по возвращении, между тем, как на самом деле это он не вправе больше выезжать за город. Вдруг свана осенила мысль, ведь он может поехать в Кампьен и в Пьерфон, не создавая впечатления, будто целью этой поездки является встреча с адеттой. Если попросит одного своего друга, маркиза де Форестель, у которого невдалеке оттуда был замок, пригласить его к себе. Маркиз, которому он сообщил свой проект, утаив, однако, руководивший им соображение, был вне себя от радости. Ему крайне польстило то, что Сван согласился, наконец, впервые за пятнадцать лет, посетить его владение. И так как Сван, по его словам, не хотел остановиться у него, то господин де Форестель взял с него обещание, по крайней мере, совершать в течение нескольких дней совместные прогулки и экскурсии по окрестностям. Сван уже воображал себя там, в обществе господина де Форестель. Даже перед тем, как увидеть там адетту, даже если ему не удастся увидеть ее там, каким все же будет счастьем ступать на эту землю, где не зная в точности ее место пребывания в тот или другой момент, он повсюду будет чувствовать трепетную возможность внезапного ее появления. На дворе замка, ставшего прекрасным для него, потому что он решил посетить его ради нее. На любой улице города, казавшегося ему теперь романтичным, на каждой лесной дороге, розовевшей от глубоких и нежных закатов, бесчисленных попеременных убежищах, куда всюду одновременно укрывалось в неопределенной вездесущности своих надежд, его счастливое скитальческое сердце, распавшееся на множество частей. — Прежде всего, — скажет он господину де Форестель, — примем меры, чтобы не встретиться с Одеттой и с Вердюренами. Я сейчас узнал, что как раз сегодня они находятся в Пьерфоне. Довольно с меня того, что я вижу с ними в Париже. Едва ли стоило покидать город лишь для того, чтобы, ступив шаг, оказаться лицом к лицу с этими господами. И другу его будет непонятно, почему, приехав туда, он двадцать раз переменит планы, заглянет в рестораны всех компьенских отелей, не решаясь остановить свой выбор ни на одном из них, между тем, как в них не было и следа Вердюренов. И, производя такое впечатление, точно он ищет то, чего, по его словам, он всячески стремился избежать, да и действительно бежал бы, если бы их нашел, так как столкнись, Ван, с маленькой группой, он с преувеличенной торопливостью удалился бы, довольный тем, что заметил Адетту и что Адетта заметила его. И особенно тем, что он сделал бы при этом вид, будто нисколько ею не интересуется. Но нет, она сразу догадается, что лишь ради нее он приехал туда. И когда господин де Форестель заходил за ним и уже нужно было ехать на поезд, он говорил ему, увы, я не могу ехать сегодня в Пьерфон, сегодня там Адетта. И, несмотря ни на что, Сван был счастлив от сознания, что если ему, единственному из всех смертных, возбранялось ехать в этот день в Пьерфон, то значит он действительно был для Адетты человеком, отличным от всех других людей, ее любовником. И значит этот единственный его касавшийся запрет пользоваться всем принадлежащим правом свободного передвижения был лишь одной из форм его рабства, его любви, которая была ему так дорога. Положительно, лучше было не рисковать ссоры с ней, потерпеть, подождать ее возвращения. По целым дням сидел он, склонившись над картой Компьенского леса, как если бы это была карта страны любви. Окружал себя фотографиями Пьерфонского замка. Едва только занимался день ее возможного возвращения, как он снова раскрывал указатель, высчитывал, с каким поездом она должна приехать и какие поезда еще оставались в ее распоряжении, если она задержится. Он не отлучался из дому, боясь, как бы во время его отлучки не пришла телеграмма, не ложился на случай, если бы, приехав с последним поездом, Адетта вздумала в виде сюрприза посетить его среди ночи. Как раз в это мгновение у подъезда раздавался звонок. Ему казалось, что ей слишком долго не открывают, он хотел разбудить Швейцара, высовывался из окна, чтобы окликнуть Адетту, если это была она, потому что, несмотря на распоряжение, которое он раз десять отдавал, самолично спускаясь для этого вниз, ей способны были сказать, что его нет дома. Но звонивший оказывался всего лишь возвратившимся домой слугой. Он различал непрестанный шум проезжавших по улице экипажей, на которые раньше никогда не обращал внимания. Он слышал, каждый из этих экипажей еще и издали, слышал, как они приближались, проезжали, не останавливаясь, мимо его ворот, и везли куда-то дальше весть, не предназначавшуюся для него. Он ждал всю ночь совершенно напрасно, потому что Вердюрены вернулись раньше предположенного, и Адетта находилась в Париже уже с полудня. Ей не пришло в голову известить его об этом. Не зная, как убить время, она провела вечер одна в театре, давно уже пришла домой, легла в постель и мирно спала. Дело в том, что она вовсе даже не подумала о нем. И подобные минуты, когда она забывала даже о существовании Свана, приносили Адетте больше пользы, сильнее привязывали к ней Свана, чем все ее кокетство. Ибо Сван пребывал вследствие этого в том мучительном возбуждении, которое оказалось уже однажды достаточно могущественным, чтобы вывести наружу его любовь в ночь, когда он не застал Адетту у Вердюренов и искал ее по всему Парижу. И у него не было, как у меня в Камбре в моем детстве, счастливых дневных часов, во время которых забываются воскресающие по вечерам страдания. Днем Сван не видел Адетты, и по временам он говорил себе, что позволять такой хорошенькой женщине ходить одной по Парижу было столь же легкомысленно, как оставлять шкатулку с драгоценностями посреди улицы. И он разражался негодованием на всех прохожих, как если бы все они были ворами и грабителями. Но их коллективное бесформенное лицо ускользало от его воображения и не давало поэтому пищи для его ревности. Усилие представить это лицо утомляло мысль Свана, он проводил рукой по глазам и восклицал «Боже, помоги мне!» подобно людям, которые, стащив свои силы в бесплодных попытках разрешить проблему реальности внешнего мира или бессмертия души, находят успокоение для своего усталого мозга в иррациональном акте веры. Но мысль об отсутствующей неизменно примешивалась к самым заурядным действиям повседневной жизни Свана, к завтраку, к чтению получаемых писем, к прогулкам, к отходу ко сну, примешивалась в виде печали, овладевавшей им при совершении этих действий в одиночестве, подобно тем инициалам Филибера Красивого, которые Маргарита Австрийская в знак печали по нем, всюду переплела с собственными инициалами в построенной ею церкви в Бру. Иногда, не желая сидеть дома, он шел завтракать в один соседний ресторан, где когда-то любил бывать из-за хорошей кухни и куда теперь направлялся лишь в силу одного из тех мистических и нелепых соображений, которые принято называть романическими. Ресторан этот, он существует и сейчас, носил то же название, что и улица, на которой жила Адетта Ла-Пи-Рус. Иногда, после кратковременной поездки за город, проходило несколько дней, прежде чем она вспоминала о нем и давала ему знать о своем возвращении в Париж. И в таких случаях она говорила ему просто и непринужденно, не делая, как раньше попыток прикрыться из предосторожности на всякий случай маленьким кусочком истины, что она приехала только сию минуту с утренним поездом. Слова эти были ложью, по крайней мере, для Адетты. Они не вязались с действительностью, у них не было, как в том случае, если бы они являлись правдой точки опоры в воспоминании о ее прибытии на вокзал. Ей даже мешал наглядно представить себе то, о чем она говорила, противоречащий образ совсем других поступков, совершенных ею в момент, когда по ее словам она выходила из поезда. Но в уме Свана, напротив, слова эти, не встречая никакого препятствия, как бы отвердевали и приобретали нерушимость истины, столь несомненной, что если бы кто-нибудь из его друзей сказал ему, что он приехал с этим поездом и не видел Адетты, то Сван остался бы в убеждении, что его друг напутал и приехал в другой день или час, так как слова его не совпадали со словами Адетты. Слова последней показались бы ему лживыми только в том случае, если бы он уже заранее относился к ним с недоверием. Предварительное подозрение было необходимым условием зарождения в нем мысли о ее лживости. Оно было, впрочем, также условием достаточным. Тогда все, что говорила Адетта, казалось ему подозрительным. Она называла какое-нибудь имя. Ясно, что оно было именем одного из ее любовников. Если такое предположение отливалось в определенную форму, он целые недели предавался отчаянию. Однажды он даже вошел в сношение с осведомительным агентством с целью узнать адрес и род занятий неизвестного соперника, который не давал ему спокойно вздохнуть до тех пор, пока не уехал из Парижа и который, как выяснилось впоследствии, был дядей Адетты, умершим двадцать лет тому назад. Хотя обыкновенно она не позволяла ему встречаться с нею в публичных местах, боясь, как бы это не вызвало разговоров, все же случалось, что на каком-нибудь вечере, куда они оба были приглашены, у Форшвиля, у художника или на благотворительном балу в одном из министерств, он оказывался в одной комнате с нею. Он видел ее, но не решался остаться из страха рассердить ее, создав впечатление, будто он подсматривает за удовольствиями, которые она получала в обществе других, и которые, в то время, как он в одиночестве возвращался домой и ложился спать с той тоской, какую пришлось испытать мне самому несколько лет спустя, в те вечера, когда он приходил обедать к нам в Комбре, казались ему безграничными, потому что он не видел их конца. Один или два раза он изведал на таких вечерах те радости, которые можно было бы назвать, если бы они не начинались с бурного потрясения, приходящего на смену, внезапно прекратившейся тревоги, тихими радостями, потому что они состоят в успокоении ума. Как-то он на минутку показался на рауте у художника и собирался уже уходить. Он оставлял Тамадетту, превратившуюся в какую-то блестящую незнакомку, окруженную людьми, которым ее взгляды и ее веселье, не предназначавшиеся для него, казалось, говорили о каком-то огромном наслаждении, ожидавшем ее там или в другом месте, может быть на балу беспорядочных. Он содрогался при одной мысли, что она может пойти туда сегодня. И вызывавшему Свана еще более острый приступ ревности, чем даже физическая близость, потому что ему стоило большого труда представить его себе. он открывал уже дверь от Илье, как вдруг услышал обращенные к нему следующие слова, которые, отсекая от праздника этот так страшивший его конец, обращали его при ретроспективном на него взгляде в невинное развлечение, делали возвращение адетты еще мгновение тому назад, казавшиеся непостижимым и страшным, милым и до мелочей знакомым, так как она будет сидеть рядом с ним, в его экипаже, подобно кусочку его повседневной жизни, лишенная чрезмерного блеска и веселости, показывали, что это был только маскарадный костюм, в который она нарядилась на несколько мгновений для него, а вовсе не ради каких-то таинственных наслаждений, костюм, уже начавший утомлять ее, следующие слова, брошенные ему адеттой, когда он переступил уже порог, не можете ли вы подождать меня пять минут, я сейчас ухожу, поедемте вместе, вы меня проводите, правда, однажды Форшвиль пожелал, чтобы его отвезли домой в то же время, но когда подъехав к воротам дома адетты, он попросил у нее позволения войти, адетта ответила ему, указывая на свана, ах, все зависит от этого господина, спросите его, ну хорошо, войдите на минутку, если хотите, но ненадолго, потому что предупреждаю вас, он любит разговаривать со мной спокойно, и ему не очень нравится, если во время его посещений у меня кто-нибудь бывает, ах, если бы вы знали этого человека так, как я, не правда ли, май лав, никто, кроме меня, не знает вас как следует, Исван был, может быть, еще более тронут тем, что она обращалась к нему таким образом в присутствии Форшвиля, не только со словами нежности, предпочтения, но также с некоторыми критическими замечаниями, вроде «Я уверена, что вы не ответили еще вашим друзьям относительно обеда с ними в воскресенье». «Не ходите на него, если не желаете, но будьте во всяком случае вежливы, или вы бы, по крайней мере, оставили здесь ваш этюд о вермере, чтобы немножко поработать над ним завтра. Какой лентяй! О, я заставлю вас работать, увидите!» показывавшими, что адетта находится в курсе его светской жизни и его литературных работ, что они действительно живут общей жизнью. И, говоря так, она обращала к нему улыбку, в глубине которой он читал, что вся она принадлежит ему. И в такие минуты, в то время, как она делала им оранжат, вдруг, как это бывает с плохо прилаженным рефлектором, бросающим сначала кругом предмета на стену большие причудливые тени, которые затем пропадают, сливаясь в один четко очерченный силуэт, все страшные тревожные представления, слагавшиеся у него об адетте, истаивали, собираясь в пленительном теле, стоявшем перед глазами свана. Ему вдруг начинало казаться, что этот час, проведенный у адетты, при свете лампы, не являлся, может быть, часом искусственным, слаженным специально для него, с целью замаскировать ту страшную и сладостную вещь, о которой он беспрестанно думал, не будучи в состоянии отчетливо представить себе ее. Час подлинной жизни адетты, жизни адетты, когда его не было здесь, с театральной бутафорией и картонными фруктами, но был, пожалуй, в самом делешным часом адетты. Что и в том случае, если бы его здесь не было, она пододвинула бы Форшвилю то же самое кресло и налила бы ему не неведомое какое-то питье, но тот же самый оранжат, каким она угощала сейчас их обоих. Но мир, в котором обитала адетта, не был тем жутким и сверхъестественным миром, куда он неизменно помещал ее, сидя у себя дома, миром, существовавшим, может быть, только в его воображении, но реальным миром, не излучавшим никакой специфической печали, включавшим в свой состав вот этот стол, за который он может сейчас сесть и писать, и вот этот напиток, который ему позволено будет отведать, все эти предметы, созерцавшиеся им не только с огромным любопытством и удивлением, но и с благодарностью, ибо если, поглощая в себе его фантастические мечты, они освобождали его от наваждения, то сами они зато от этого обогащались, они являли собой осязательное воплощение его фантазии, и возбуждали интерес его ума, они приобретали рельефные очертания перед его глазами, и в то же время успокаивали его сердце, ах, если бы судьба позволила ему жить под одной кровлей с адеттой, и ее дом был также и его домом, если бы, спрашивая у лакея, что будет подано к завтраку, он услышал в ответ меню адетты, если бы в тех случаях, когда адетта пожелала бы прогуляться утром по авеню Булонского леса, он по обязанности примерного мужа должен был, хотя бы даже у него не было никакой охоты выходить из дому, провожать ее, нести ее пальто, когда ей станет жарко, а вечером после обеда, когда она пожелала бы остаться дома в домашнем платье, если бы он вынужден был находиться подле нее и делать то, о чем она его попросит. Как в этом случае преобразились бы все мелочи жизни Свана, казавшиеся ему обыкновенно столь унылыми, какую приобрели бы они напротив, составляя в то же самое время часть жизни адетты, подобно этой лампе, этому оранжаду, этому креслу, овеянным столькими мечтаниями, материализовавшим столько желаний, какую приобрели бы они, вплоть до интимных своих подробностей, преизбыточную сладость, таинственную плотность. И все же он склонен был предполагать, что столь желанный ему мир и покой окажутся малоблагоприятной атмосферой для его любви. Когда адетта перестанет быть для него существом всегда отсутствующим, страстно желанным, воображаемым, когда его к ней чувство не будет больше тем самым таинственным волнением, которое вызывало в нем фраза сонаты, но обратиться в прочную привязанность и признательность, когда между ними установятся нормальные отношения, которые положат конец его сумасшествию и его тоске, тогда акты повседневной жизни адетты вероятно покажутся ему малоинтересными сами по себе, как в него не раз уже закрадывалось подозрение, что они таковыми были, например, в день, когда он прочел через конверт ее письмо к Форшвилю. Исследуя свой недуг с научной объективностью, как если бы он привил его себе с целью изучить его природу, Сван приходил к убеждению, что когда он выздоровеет, поступки адетты станут ему безразличны. Но сейчас, пребывая в своем болезненном состоянии, он, по правде говоря, страшился такого выздоровления, как смерти, и оно в самом деле было бы смертью всего, чем он был в настоящее время. После таких спокойных вечеров подозрения Свана рассеивались. Он благословлял Адетту и на другой день рано утром посылал ей самые драгоценные подарки, потому что любезность, оказанная ему накануне, вызывала либо благодарность его, либо желание увидеть ее повторение, либо пароксизм любви, нуждавшийся в каком-нибудь выходе. Но в другие дни страдания его возобновлялись. Он воображал, будто любовница Форшвиля. И будто, когда оба они видели из Ландовер Дюренов в Булонском лесу накануне пикника в Шату, на который Свана не пригласили, как с выражением отчаяния на лице, замеченным даже его кучером, он тщетно упрашивал ее ехать домой вместе с ним, и затем ушел, одинокий раздавленный, Адетта, привлекая к нему внимание Форшвиля и говоря ему, взгляните, как он взбешен. Бросила на Форшвиля тот же блестящий, насмешливый, косвенный и лукавый взгляд, который он подметил у нее в день, когда Форшвиль выгнал Саньета из дома Вердюренов. В такие минуты Сван ненавидел ее. Какой же я однако осел, говорил он себе, я оплачиваю наслаждения, получаемые от нее другими. Ей все же следовало бы вести себя осторожнее и не слишком пересаливать, потому что я вовсе перестану делать ей подарки. Во всяком случае, откажемся покамест от дополнительных подношений. Подумать только, не далее, как вчера, когда она выразила желание побывать на театральном сезоне в Байорете, я имел глупость предложить ей нанять в окрестностях для нас двоих один из красивых замков короля Баварского. К счастью, она не очень обрадовалась. Она не сказала еще ни да, ни нет. Будем надеяться, что она откажется, праведный Боже. В течение двух недель слушать Вагнера с женщиной, которая смыслит вагнеровской музыке, как свинья в апельсинах, веселенькая перспектива. наказать ее и утолить таким образом свое нараставшее бешенство. Он дошел до того, что стал ожидать письма от нее, в котором она попросит денег на наем этого замка подле Байорета, предупреждая однако, что ему нельзя будет приехать туда, так как она пообещала Форшвилю и вердюрэном пригласить их. Ах, как хотелось ему, чтобы у нее хватило духу совершить эту наглость. С какой радостью отказал бы он ей, написал ей язвительный ответ, выражение которого он тщательно подбирал и произносил вслух, как если бы воображаемое письмо было действительно им получено. И вот это случилось недалее, как на следующий день. Она написала ему, что вердюрены и их друзья выразили желание посмотреть вагнеровские оперы и что если он будет так добр и пришлет ей денег, то она сможет наконец после того, как столько раз бывало у них в доме, свою очередь пригласить их к себе. О нем она не говорила ни слова. Само собой подразумевалось, что присутствие вердюренов в Байорете исключало его появление там. Итак, Сван получал возможность отправить ей этот страшный ответ, каждое слово которого он с такой тщательностью взвесил накануне, не смея надеяться, что он когда-нибудь ему пригодится. Увы, он ясно сознавал, что с деньгами, которые у нее были, или которые она легко могла бы достать, Адетта все же будет в состоянии нанять в Байорете помещение, раз она этого захочет. Адетта не способна отличить Баха от Клописона. Но ей придется вести более скромный образ жизни. Она лишена будет возможности, как в том случае, если бы он послал ей несколько тысячи франковых билетов, устраивать каждый вечер в занятом ею замке изысканные ужины, после которых ей, может быть, придет блажь, очень возможно, что до сих пор она никогда еще не помышляла об этом, упасть в объятие Форшвиля. И потом, во всяком случае, эта проклятая поездка будет совершена не за его сваносчет. Ах, если бы он мог помешать ей, если бы она вывихнула себе ногу накануне отъезда, если бы кучер экипажа, который повезет ее на вокзал, согласился хотя бы за самую большую плату завести ее в такое место, где она оставалась бы некоторое время в заключении, эта вероломная женщина с глазами искрящимися улыбкой сочувствия, обращенной к Форшвилю, каковой адетта стала для свана за последние сорок восемь но никогда она не сохраняла этого обличья надолго по прошествии нескольких дней искрящийся улыбкой лукавый взгляд терял свой блеск и свою двусмысленность образ ненавистной адетты говоривший Форшвилю как он взбешен начинал бледнеть и сглаживаться затем я его знаю. Той улыбкой, с которой она благодарила свана за какое-нибудь проявление его деликатности, так высоко ценившейся ею за какой-нибудь совет, испрошенный ей у него в одной из тех трудных минут, когда она доверяла только ему. Тогда он спрашивал у этой второй адетты, как мог он написать ей столь оскорбительное письмо, на которое до сих пор она, несомненно, не считала его способным, и которое должно было низвести его с высокого, исключительного положения, завоеванного им в ее глазах добротой, деликатностью. Он станет ей менее дорог, ибо именно за эти его качества, которых она не находила ни у Форшвиля, ни у других мужчин, она его любила. За эти качества адетта так часто была мила с ним, и хотя это милое ее отношение с Ван не ставил ни во что в минуту ревности, потому что оно не было знаком желания и являлось доказательством скорее привязанности, чем любви, однако он вновь начинал сознавать его важность по мере того, как само собой наступавшее успокоение его подозрений, часто ускоряемое чтением книг по искусству или беседой с другом, делало страсть его менее требовательной по части ответного чувства. Теперь, когда, окочнувшись в эту сторону, адетта естественно возвращалась в положение, из которого ревность Свана на мгновение ее вывела, когда она становилась под тем углом зрения, в котором он находил ее прелестной, Сван рисовал ее себе исполненной нежности, с выражением согласия во взгляде и такой красивой, что он не в силах был не протянуть к ней губы, как если бы она действительно находилась перед ним, и он мог ее поцеловать. И он чувствовал столько признательности к ней за этот чарующий и милый взгляд, словно она подарила его им в действительности, а не только в воображении, пожелавшим дать удовлетворение его желанию. Сколько неприятностей причинил он, должно быть, ей. Конечно, он находил веские основания для своей досады на нее, но они были бы недостаточны, чтобы вызвать в нем эту досаду, если бы он не любил ее так сильно. Разве не бывал он столь же серьезно обижен на других женщин, которым, тем не менее, он охотно оказал бы сегодня любую услугу, не чувствуя против них никакого раздражения, потому что не любил их больше. Если ему суждено будет когда-нибудь испытать то же равнодушие по отношению к Адетте, он поймет, что одна лишь его ревность заставляла его находить что-то жестокое, непростительное в этом желании, в сущности, таком естественном, порожденном несколько ребяческими чувствами, а также некоторой душевной деликатностью, иметь возможность, когда представлялся случай, отплатить Вердюренам за их гостеприимство, играть роль хозяйки дома. Он возвращался к этой точке зрения, противоположной точке зрения его любви и его ревности, и на которую он становился иногда в силу своего рода умственного беспристрастия, и чтобы принять во внимание различные возможности, откуда он пытался составить суждение об Адетте так, как если бы он не любил ее, как если бы она была для него женщиной, подобной всем прочим, как если бы жизнь Адетте не была в минуты, когда он не наблюдал ее какой-то иной, не ткалась тайком от него, не содержала в себе замыслов, направленных против него. Зачем предполагать, что она будет предаваться там с Форшвилем или с другими упоительным наслаждением, которых никогда не испытывала с ним и которая одна лишь его ревность сочинила с начала до конца? Если бы случилось, что Форшвиль подумал о нем в Байорете, то эти мысли могли бы быть только такими, какие они были у него в Париже. То есть Сван должен был представиться ему человеком, игравшим важную роль в жизни Адетты, человеком, которому он обязан будет уступить место, если они встретятся в ее доме. Если Форшвиль и Адетты восторжествуют, поехав туда вопреки его желанию, то никто иной, как он, Сван, окажется виновником их торжества. Благодаря своим тщетным попыткам помешать этой поездке, между тем, как если он одобрит ее проект, в пользу которого к тому же можно привести достаточно веские основания, то создастся впечатление, что она находится там по его совету. У нее будет чувство, что это он послал и устроил ее там, и за удовольствие, которое она получит, оказав гостеприимство людям, столько раз принимавшим ее у себя, она будет признательна ему, Свану. И если вместо того, чтобы отпускать ее таким образом, поссорившись с ней, не повидавшись с ней на прощание, он пошлет ей денег, поощрит ее к этой поездке и позаботится сделать ее приятной, то она примчится к нему радостная, признательная, и он насладится счастьем видеть ее, счастьем, которого он не испытывал уже почти целую неделю, и которое ничто не могло заменить ему. Ибо как только Сван мог представить ее себе без отвращения, он снова видел благосклонность в ее улыбке, и как только желание вырвать ее из общества воображаемого соперника переставало присоединяться ревностью к его любви, эта любовь вновь становилась по преимуществу смакованием ощущений, доставляемых ему присутствием адетты. Наслаждением, которое он получал, восхищаясь ею как зрелищем, исследуя как явление природы, зарождение ее взглядов, формирование ее улыбок, звучание интонации ее голоса. И это ни с чем не сравнимое наслаждение мало-помалу создало в нем потребность адетты, которую она одна способна была утолить своим присутствием или своими письмами. Потребность, почти столь же бескорыстную, почти столь же художественную, столь же ненормальную, как другая потребность, характерная для этого нового периода жизни Свана, когда сухость и скудость предшествующих лет сменилась своего рода духовной преизбыточностью. Причем он также мало знал, чему он обязан этим нежданным обогащением своей унылой жизни, как мало знает об этом лицо слабого здоровья, которое вдруг начинает крепнуть, полнеть и некоторое время кажется на пути к полному выздоровлению. Другая потребность, развивавшаяся в нем также вне всякой связи с видимыми материальными явлениями, потребность слушать музыку и учиться понимать ее. Таким образом, в силу химического процесса своей болезни, соткав ревность из элементов своей любви, Сван вновь начинал проникаться нежностью, жалостью к адетте. Она вновь становилась прежней адеттой, пленительной и милой. Он чувствовал угрызение совести за суровое обращение с ней. Он хотел, чтобы она пришла к нему, а предварительно хотел доставить ей какое-нибудь удовольствие, чтобы видеть, как признательность меняет ее лицо и моделирует ее улыбку. Вот почему адетта, уверенная в том, что он придет к ней через несколько дней, такой же нежной и покорной, как и раньше, и будет предлагать ей примириться, привыкла к этому и больше не боялась ему не понравиться, не боялась даже сердить его, и когда это было для нее удобно, отказывала ему в ласках, которыми он больше всего дорожил. Быть может, она не сознавала, насколько искренним бывал он с ней во время ссоры, когда говорил, что не пришлет ей денег и будет стараться причинить ей всякие неприятности. Быть может, не сознавала она также, насколько искренним бывал он, если не с ней, то по крайней мере с самим собой, в других случаях, когда в интересах прочности их связи, желая показать адетте, что он способен обойтись без нее, что разрыв между ними всегда возможен, решал не посещать ее в течение некоторого времени. Иногда проходило несколько дней, и она не причиняла ему никакой новой неприятности, и так как он знал, что в ближайшие свои визиты к ней он не получит особенно большого удовольствия, но гораздо вероятнее новое огорчение, и это огорчение положит конец состоянию покоя, в котором он пребывал, то писал ей, что очень занят и не сможет увидеть ее в назначенные дни. Тем временем письмо от нее, разошедшееся с его письмом, просило его как раз об отсрочке свидания. Он задавался вопросом, что под этим кроется, его подозрения, его терзания возобновлялись. В состоянии возбуждения, вновь овладевавшего им, он больше не способен был выполнять обязательства, принятые им прежде, в состоянии относительного спокойствия. Он мчался к ней и требовал разрешения видеть ее все последующие дни. И даже если она не писала ему первое, если она только отвечала ему, этого было достаточно, чтобы сделать для него невыносимым существование без нее. Ибо вопреки всем расчетам Свана, согласие Адетты в корне меняло его положение. Подобно всем обладателям какого-нибудь сокровища, Сван, желая узнать, что случится, если он перестанет на мгновение обладать им, устранял его из своего сознания, оставляя все прочее в прежнем состоянии. Однако выпадение одной какой-нибудь части из целого есть непростое выпадение, частичный пробел. Оно влечет за собой неспровержение всех прочих частей, приводит к новому состоянию, которое невозможно предвидеть на основании прежнего. Но в других случаях, когда Адетта собиралась уехать куда-нибудь из Парижа, бывало напротив, и так, что после пустяковой ссоры, для которой Сван придумывал искусственный предлог, он решался не писать ей и не встречаться с ней до ее возвращения, придавая таким образом обыкновенные разлуки, большая часть которой была неизбежной вследствие самого факта ее поездки, видимость и, ожидая от нее благотворных результатов, серьезной размолвки, которую она примет, может быть, за окончательную. Он только начинал эту разлуку немного раньше, чем полагалось. Сван уже представлял себе, как Адетта встревожилась, опечалилась, не увидя его, не получая от него писем, и этот образ, успокаивая его ревность, позволял ему легче примириться с мыслью не видеть ее. Конечно, временами, благодаря чрезмерной продолжительности трехнедельного срока добровольной разлуки, он каким-то уголком своего сознания, куда загнала ее его решимость, с удовольствием останавливался на мысли, как он вновь увидит Адетту по ее возвращении. Но он проявлял при этом так мало нетерпения, что начинал себя спрашивать, не удвоит ли ему по собственному почину продолжительность так легко дававшегося воздержания. Оно длилось, пока мест, всего только три дня. Срок гораздо более краткий, чем те сроки, что ему часто случалось проводить, не видя Адетты и не назначая заранее, как в настоящем случае, их продолжительности. И все же, глядишь, то легкая досада, то физическое недомогание, побуждая его рассматривать настоящий момент как момент исключительный, не подчинявшийся правилам, когда само благоразумие позволило бы воспользоваться благотворным действием наслаждения и дать отдых, пока не представится случай более разумного применения ее усилия, чрезмерно напряженной воли, отсрочивало приведение в действие его волевого аппарата, и тот переставал оказывать свое сдерживающее влияние. Или даже и того менее, достаточно было вспомнить, что он не спросил у Адетты, решила ли она уже относительно цвета, в какой хотела выкрасить свой экипаж. Или по поводу помещения своих денег, какие она желала приобрести акции, обыкновенные или привилегированные. Было очень хорошо показать ей, что он может обойтись без встречи с нею. Но если в результате его решения экипаж придется перекрашивать или акции не будут приносить дивиденда, хорошую услугу окажет он ей. И внезапно, подобно растянутой резинке, которую отпускают, или, подобно воздуху под колоколом воздушного насоса, когда открывают кран, мысль о свидании с ней одним прыжком возвращалась из отдаленного уголка, где она пребывала, в поле ясного сознания, становилась непосредственно осуществимой возможностью. Она возвращалась таким образом, не встречая дальнейшего сопротивления и к тому же настолько непреодолимое, что Свану стоило гораздо меньшего труда ожидать конца двухнедельного срока, в течение которого он должен был оставаться разлученным с адеттой, чем усидеть дома десять минут, нужных кучеру для того, чтобы заложить экипаж, который отвезет его к ней. Эти десять минут, когда приступы нетерпения то и дело чередовались в нем с приливами иступленной радости, с которой он тысячу раз возвращался, чтобы расточить ей весь запас своей нежности, к мысли о предстоящем свидании с адеттой. Так неожиданно, в момент, когда он считал ее совсем недосягаемой, снова оказывавшейся подле него в самом центре его сознания. Дело в том, что мысль эта не встречала больше препятствия в желании немедленно дать ей отпор. Его уже не было усвано с той минуты, как доказав себе, так по крайней мере он думал, что ему не стоит никакого труда дать этот отпор, он не видел больше ничего предосудительного в том, чтобы отложить на будущее время опыт разлуки, ибо был теперь уверен в своей способности осуществить его, когда угодно. Кроме того, мысль о свидании с адеттой возвращалась к нему в соблазнительном наряде новизны, наделенная вирулентностью, свойствами, стертыми было привычкой, но теперь почерпавшими новую силу в его воздержании. Не трехдневным, но двухнедельным, ибо продолжительность его должна измеряться наперед назначенным сроком его. И то, что до тех пор было бы заурядным удовольствием, которым без труда можно было бы пожертвовать, обращалось теперь в неожиданное счастье, которому мы бессильны противиться. И, наконец, мысль эта приукрашивалась неведением, в котором пребывал Сван относительно того, что адетта могла подумать, даже, может быть, сделать, не видя с его стороны ни малейших признаков жизни. Таким образом, предстоящая встреча была упоительным откровением какой-то почти незнакомой ему адетты. Но, подобно тому, как адетта считала, что отказ его в присылке денег был только притворством, так же точно она видела лишь пустой предлог в расспросах Свана насчет окраски ее экипажа или приобретения ценных бумаг. Ибо она не воспроизводила последовательных фаз его кризисов и, составляя себе представление о них, не делала никакой попытки понять их механизм, а принимала в расчет только то, что ей было известно наперед, их необходимое, неминуемое и всегда торжественное окончание. Представление неполное, но тем более глубокое, может быть, если судить о нем с точки зрения Свана, который, несомненно, нашел бы, что адетта не понимает его, вроде того, как морфинист или чахоточный, убежденные, что помехой к выздоровлению послужили первому какое-нибудь внешнее событие, приключившееся в момент, когда он уже готов был освободиться от своей застарелой привычки, второму, случайное недомогание в момент, когда он стал, наконец, поправляться, чувствует себя непонятыми врачом, не придающим такого большого значения этим мнимым случайностям, являющимся, по мнению врача, попросту маскарадным костюмом, в который облачились, чтобы снова стать ощутимыми для его пациентов, порог одного и болезнь другого, на самом деле, ни на секунду не перестававшие роковым образом тяготеть над ними в то время, как они тешили себя мечтами о нормальном образе жизни или о выздоровлении. И действительно, любовь Свана дошла до той точки, когда врач или в случае некоторых болезней самый смелый хирург спрашивают себя, разумно ли или даже вообще возможно ли освободить больного от его порока или избавить от его болезни. Конечно, у Свана не было непосредственного сознания размеров этой любви. Когда он пытался определить их, то любовь его казалось ему иногда уменьшенной, сведенной почти к нулю, так в иные дни к нему возвращались равнодушие и даже почти отвращение, которые внушали ему перед тем, как он полюбил Адетту, ее выразительные черты, ее блеклая кожа. «Положительно, я делаю большой шаг вперед, говорил он себе на другой день. Правду сказать, я не получил вчера почти никакого удовольствия, лежа с ней в кровати. Престранная вещь, я нашел ее почти безобразной». Он, несомненно, был искренен, но его любовь вышла далеко за пределы физического желания. Самая личность Адетты не занимала в ней больше значительного места. Когда взгляд его встречал на столе фотографию Адетты или когда она сама приходила к нему в гости, он с трудом отожествлял ее лицо, живое или же изображенное на престоле, с непрекращавшейся болезненной тревогой, обитавшей в нем. Он говорил себе почти с изумлением, «Это она!» «Как воскликнули бы мы, если бы нам показали оторванную от нас и вынесенную наружу нашу болезнь, в которой мы не нашли бы никакого сходства с нашими действительными страданиями». «Она», спрашивал он себя, желая понять, что это такое, «ибо тайны личности, твердят постоянно, есть нечто похожее на любовь и на смерть, скорее, чем на расплывчатые наши представления болезней, нечто такое, что мы должны исследовать очень глубоко из страха, как бы сущность ее не ускользнула от нас». И эта болезнь, каковой была любовь Свана, до такой степени разрослась, так тесно переплелась со всеми привычками Свана, со всеми его действиями, с его мыслями, с его здоровьем, с его сном, с его жизнью, даже с тем, чего он желал для себя после смерти, так всецело слилась с ним воедино, что ее нельзя было бы исторгнуть из него, не подвергнув почти полному разрушению всего его существа. Как говорят хирурги, любовь его не выдержала бы теперь операцией. Благодаря этой любви, Сван до такой степени отрешился от всех своих интересов, что, появляясь изредка в свете, он думал, что его аристократические знакомства, подобно элегантной оправе, которую Адетта, впрочем, не была способна оценить по достоинству, могут несколько повысить его собственную цену в глазах Адетты, и он был бы, пожалуй, прав, если бы они не опорочивались его злосчастной любовью, которая обесценивала для Адетты все, к чему он не прикасался. Ибо как будто объявляла все это менее важным, чем она сама. Испытывал там, одновременно с тоской находиться в местах и среди людей ей неизвестных, то чистое эстетическое наслаждение, которое он получил бы, читая роман или рассматривая картину, где изображены развлечения праздного класса, вроде того, как у себя дома он с таким же удовольствием наблюдал исправный ход домашнего хозяйства, элегантность своего гардероба и ливрей своих слуг. Хорошее помещение своих капиталов, с каким читал у Сен-Симона, одного из любимых своих авторов, описание механики повседневной версальской жизни. Меню госпожи де Монтенон или крайней скупости и широкого образа жизни Люли. В слабой степени, поскольку его отрешенность не была все же абсолютной, причиной этого нового наслаждения, которым упивался теперь Сван, была возможность погрузиться на мгновение в немногие часы своего существа, оставшиеся почти незатронутыми его любовью и его терзаниями. В этом отношении личность, которая наделяла его моя двоюродная бабушка, Сван-сын, отличная от его более индивидуальной личности Шарль Сван, была личностью, в которой он чувствовал себя теперь наиболее привольно. Однажды, по случаю дня рождения принцессы Пармской, а также потому, что эта дама часто могла косвенным образом быть полезной Адетте, предоставляя ей билеты на спектакли Гала и торжественные годовщины, он решил послать ей корзинку фруктов и, не зная хорошо, где и как приобрести их, поручил это дело одной кузине своей матери, которая, обрадовавшись возможности оказать ему услугу, написала ему, что фрукты были взяты ею не в одном месте, но виноград у кропота, чьей специальности он был, земляника у жоре, груши у шеве, державшего наилучшие сорта, и так далее, и что каждая ягода была мной тщательно осмотрена и обследована. И действительно, по благодарности принцессы он способен был составить представление об аромате земляники и нежности груш. Но особенно слова «каждая ягода была мной тщательно осмотрена и обследована» были целительным бальзамом, пролитым на его душевные раны, поскольку они уносили его сознание в область, которую он посещал редко, несмотря на то, что она принадлежала ему по праву, как наследнику богатой и почтенной буржуазной семьи, где из поколения в поколение передавались и всегда были к его услугам, стоило ему пожелать, знание хороших фирм и искусство умело сделать покупку. Действительно, он по большей части так основательно забывал о своем звании свана-сына, что, приобретая его вновь на мгновение, не мог ощущать сравнительно острого удовольствия, будучи крайне присыщен другими доступными ему удовольствиями. И хотя любезность буржуа, для которых он по-прежнему оставался сваном-сыном, была менее живой, чем любезность аристократии, но, впрочем, более лестной, так как у представителей буржуазии она неотделима от уважения. Все же письмо от какого-нибудь высочества, какие бы княжеские развлечения оно не предлагало ему, не способно было доставить ему такого удовольствия, как письмо, в котором его просили быть шафером или даже простым гостем на свадьбе в семье кого-нибудь из старых друзей его родителей, частью продолжавших поддерживать с ним близкие сношения, как, например, мой дедушка, пригласивший его год тому назад на свадьбу моей матери, частью же едва знакомых с ним, но все же считавших своей непременной обязанностью быть учтивым и с сыном, достойным наследником покойного господина Свана. Но вследствие старинной дружбы, связывавшей его со светскими людьми, они тоже в известной степени составляли часть его дома, его хозяйственного обихода, его семейной жизни. Мысленно обозревая своих фешенебельных друзей, он чувствовал себя окруженным такой же внешней поддержкой, таким же комфортом, как при обозрении земельных угодий, столового серебра и столового белья, перешедших к нему от родителей. И мысль, что в случае его внезапной болезни, которая прикует его к постели, коммердинер его инстинктивно побежит известить герцога Шартерского, принца Реймского, герцога Люксембургского и барона де Шарлюз, приносила ему тоже утешение, какое приносило нашей старой Франсуазе уверенность, что она будет похоронена в ее собственных тонких простынях, помеченных ее инициалами, ни разу не штопанных, или заштопанных так искусно, что эта штопка давала лишь более высокое представление о терпении и мастерстве Белошвейки. В саванне, от постоянных мыслей о котором, она получала чувство известного удовлетворения, если не своим благосостоянием, то, по крайней мере, своим достоинством. Но главным образом, так как во всех своих поступках и мыслях, имевших отношение к Адетти, сван постоянно находился под властью и руководством смутного чувства, что хотя он может и не менее дорог ей, но во всяком случае менее приятен, чем любой самый скучный из верных, завсегдатый в салоне вердюренов, мысленно переносясь в общество, где он был образцом человека изысканного, которого всячески старались залучить и при отсутствии которого все бывали опечалены, он вновь начинал верить в существование какой-то более счастливой жизни, начинал ощущать почти вкус к ней, как это случается с больным в течение месяцев, прикованным к постели и соблюдающим строгую диету, когда он находит в газете меню официального завтрака или объявление о морском рейсе вокруг Сицилии. Если он бывал принужден извиняться перед своими великосветскими друзьями за то, что их не посещает, то, разговаривая с Адеттой, он пытался напротив найти извинения своим посещением. Все же он ее посещал, спрашивая себя в конце месяца, достаточно ли будет, так как он, может быть, несколько злоупотребил ее терпением и бывал у нее слишком часто, послать ей четыре тысячи франков. И для каждого визита находил какой-нибудь предлог, поднесение подарка, сообщение ей сведений, которые она желала получить, встреча с господином де Шарлюз, направлявшимся к ней и потребовавшим, чтобы Сван его проводил, когда же предлога не было, он просил господина де Шарлюз поскорее пойти к ней и сказать, как бы вскользь, во время разговора, будто он, Шарлюз, вспомнил об одной неотложной вещи, которую должен передать Свану, и поэтому не будет ли она любезна послать за Сваном и попросить его немедленно приехать к ней. Но чаще всего Сван тщетно ожидал такого приглашения, и господин де Шарлюз сообщал ему вечером, что его уловка не привела к желательному результату. Таким образом, не говоря уже о том, что Адетта теперь часто уезжала из Парижа, она очень редко видела его, даже находясь в Париже. И если в те времена, когда она его любила, она говорила ему, «Я всегда свободна, и какое мне дело до того, что будут говорить обо мне другие», теперь, каждый раз, когда он хотел повидать ее, Адетта ссылалась на приличие или выдумывала, будто она занята. Когда он говорил о своем желании пойти на благотворительный праздник, на вернисаж, на премьеру, где должна была присутствовать Адетта, она заявляла, что он, видно, хочет выставить на показ их связь и обращается с ней, как с девкой. Дошло до того, что Свану стало грозить полное запрещение встречаться с нею в публичных местах. Чтобы избежать этой опасности, Сван, знавший, что Адетта знакома и очень дружна с моим двоюродным дядей Адольфом, другом которого был он сам, пришел однажды в его квартирку на улице Бельшас, попросить старика оказать влияние на Адетту. Разговаривая со Сваном о моем дяде, Адетта всегда напускала на себя поэтический вид и заявляла, «Ах, он нисколько не похож на тебя! Дружба его ко мне так прекрасна, так огромна, так возвышенна! Он не принадлежит к числу людей, которые так мало уважают меня, что готовы показываться со мною во всех публичных местах». Сван почувствовал по этому замешательство и не знал, каким тоном следует ему самому заговорить об Адетте с моим дядей. Он начал с априорного допущения превосходства Адетты, с аксиомы о ее сверхчеловеческой серафичности, заявления о недоказуемости ее добродетелей, понятие которых не может быть выведено из опыта. «Я хочу поговорить с вами о ней. Вы, дорогой Адольф, вы знаете, какая возвышенная женщина, какое восхитительное существо, какой ангел наша Адетта. Но вы знаете также, что такое парижская жизнь. Не все видят Адетту в том свете, в каком видим ее мы с вами. И вот находятся люди, считающие, будто я играю несколько смешную роль, поэтому она не позволяет встречаться с нею на улице в театре. Она относится к вам с таким доверием. Не могли бы вы сказать ей несколько слов в мою защиту, уверить ее, что она преувеличивает вред, который может причинить ей мой шапочный поклон на улице? Дядя посоветовал Свану некоторое время не видеться с Адеттой, сказав, что от этого она его лишь больше полюбит. Адетте же порекомендовал позволить Свану встречаться с ней всюду, где он пожелает. Через несколько дней Адетта сообщила Свану о только что испытанном разочаровании. Она открыла, что мой дядя ничем не отличается от всех вообще мужчин. Сейчас только он пытался овладеть ею силой. Она успокоила Свана, который в первую минуту хотел вызвать дядю на дуэль, но все же при встрече с ним Сван отказался подать ему руку. Сван тем более сожалел об этой ссоре с дядей Адольфом, что надеялся в одну из следующих встреч поговорить с ним вполне откровенно, сделать попытку пролить с его помощью свет на некоторые слухи относительно образа жизни, которые Адетта вела когда-то в Ницце. Дело в том, что мой дядя Адольф проводил там обыкновенно зиму, и у Свана возникло предположение, не там ли познакомился он с Адеттой. Несколько слов, вырвавшихся у одного из его знакомых в его присутствии по поводу человека, который был, по-видимому, любовником Адетты, крайне взволновали Свана. Но едва только он узнавал вещи, которые, до того, как они стали ему известны, повергли бы его в ужас, и он счел бы их совершенно невероятными, как эти вещи навсегда спаивались с его печалью, он принимал их и не способен был бы понять, каким образом они могли бы не существовать. Однако, каждая из таких вещей прибавляла неизгладимый штрих к мысленно нарисованному им портрету его любовницы. Однажды ему показалось даже, будто он способен усвоить мысль, что легкое поведение Адетты, в котором он никогда бы не заподозрил ее, известно очень многим, и что во времена, когда Адетта проводила в Бадене или в Ницце по нескольку месяцев, она стяжала себе широкую известность в качестве модной кокотки. Он пытался снова сблизиться с некоторыми прожигателями жизни, чтобы порасспросить их, но те были осведомлены о его знакомстве с Адеттой. К тому же он боялся снова заранить в них мысль о ней, навести их на ее след. Но если до сих пор ему ничто не могло бы показаться столь скучным и бесцветным, как подробности космополитической жизни Бадена или Ниццы, то теперь, получив сведение, что Адетта вела, может быть, когда-то веселую жизнь в этих модных курортах, причем для него навсегда отрезана была возможность узнать, объяснялось ли это только нуждой в деньгах, которые благодаря его щедрости она больше не испытывает, или же капризами темперамента, которые в любую минуту могли снова появиться в ней. Он наклонялся в бессильной, слепой и головокружительной тоске над бездонной пропастью, поглотившей первые годы септената, когда элегантное общество проводило зиму на английском бульваре в Ницце, а лето – под тенью баденских лип, и находил в этом времени мрачную, но великолепную глубину, ту глубину, какой мог бы наделить его поэт. Исван вложил бы в воссоздание мелких подробностей тогдашней повседневной хроники Средиземноморского побережья, если бы это могло помочь ему понять некоторые ускользавшие от него особенности улыбки или взглядов адетты, таких, однако, открытых и простых, больше страстности, чем любитель искусства, копающийся в флорентийских документах пятнадцатого века с целью глубже проникнуть в душу Примаверы, прекрасной Ванны или Венеры Боттичелли. Часто, не говоря ей ни слова, он задумчиво смотрел на нее. Тогда она замечала ему, какой у тебя грустный вид. Еще сравнительно недавно от убеждения, что она прекрасный человек, похожа на лучших женщин, каких ему случалось знать, Сван перешел к убеждению, что она всегда жила у кого-нибудь на содержании. Но иногда путем обратного процесса он снова переносился мыслью от адетты де Криси, особый, может быть, чересчур хорошо знакомый гулякам, волокитам, к этому лицу, выражение которого бывало иногда таким милым, к этой столь отзывчивой душе. Он спрашивал себя, экая в самом деле важность, что в Ницце всякий знал, кто такая адетта де Криси. Подобные репутации, даже если они действительно существуют, всегда основаны на суждениях других людей. Он думал, что эта легенда, хотя бы она была подлинной, являлась чем-то внешним по отношению к адетте, не коренилась в ней и подобно некой личности, неотделимой от нее и зловредной. Думал, что существо, которому, может быть, и случалось сбиваться с пути, является женщиной с добрыми глазами, с сердцем полным жалости ко всякому страданию, с послушным телом, которое он держал, которое он сжимал в своих объятиях и трогал пальцами, женщиной, которую он, может быть, завладеет когда-нибудь всецело, если ему удастся сделать себя необходимым ей. Она сидела подле него, часто усталая, с лицом, на мгновение терявшим выражение лихорадочной и радостной озабоченности неизвестными с Вану делами, причинявшими ему страдания. Она откидывала руками волосы, ее лоб, все ее лицо становилось, казалось, крупнее. Тогда вдруг какая-нибудь простая человеческая мысль, какое-нибудь доброе чувство, как они появляются у каждого из нас, когда в минуты покоя или сосредоточенности мы, бывая предоставлены самим себе, начинали струиться из ее глаз подобно золотому лучу. И тотчас все ее лицо освещалось, как серенький пейзаж с нависшими облаками, когда они вдруг рассеиваются и все кругом преображаются в момент солнечного заката. Жизнь, наполнявшую в такие минуты Адетту и даже будущее, которое она, казалось, мечтательно созерцала тогда, Сван мог бы разделить с ней. Нечистое возбуждение, казалось, вовсе не оставило в них осадка. Как нередки стали такие мгновения, они все же не проходили бесследно. При помощи воспоминания Сван связывал эти обрывки, упразднял промежутки, отливал как бы из золота добрую и умиротворенную Адетту, ради которой он пошел впоследствии, как читатель увидит во второй части этого произведения, на большие жертвы, каких другая Адетта никогда бы не добилась от него. Но как редки были эти мгновения, как мало видел он ее теперь. Даже что касается их вечерних свиданий, она лишь в самую последнюю минуту сообщала ему, может ли она его принять, так как считая, что Сван всегда будет свободен, она хотела сначала удостовериться, не собирается ли к ней кто-нибудь другой. Она говорила, будто ей необходимо подождать от получения одного крайне важного для нее ответа. И если даже после того, как Адетта позволяла Свану прийти к ней, какие-нибудь знакомые приглашали ее среди вечера поехать с ними в театр или в ресторан, она радостно соглашалась и начинала торопливо переодеваться. По мере того, как туалет Адетты подходил к концу, каждое совершаемое ею движение приближало Свана к моменту вынужденной разлуки с нею. К моменту, когда она умчится в неудержимом порыве и при виде того, как она, наконец, совсем готовая, в последний раз погружала в зеркало внимательные и блестящие от возбуждения взоры, слегка подмазывала губы, прикрепляла прядь волос на лбу и просила подать свое небесно-голубое шелковое манто с золотыми кисточками, Сван делался таким печальным, что Адетта не могла сдержать досадливого движения и говорила, «Вот как ты благодаришь меня за то, что я позволила тебе оставаться до самой последней минуты, а я-то думала, что ты ценишь мою любезность. Хорошо, будем знать в другой раз». Иногда, рискуя рассердить ее, он решал выведать, куда она пошла и мечтал даже о заключении соглашения с Форшвилем, который был способен, может быть, дать ему необходимые сведения. Впрочем, когда он знал, с кем она проводит вечер, то почти всегда мог бы отыскать среди своих знакомых кого-нибудь, кому, хотя бы косвенным образом, был известен человек, с которым она вышла, и от кого он легко мог бы получить то или другое нужное ему сведение. И посылая кому-нибудь из своих друзей письмо с просьбой попытаться пролить свет на то или другое обстоятельство, он чувствовал успокоение, так как переставал терзаться вопросами, на которые не было ответа, и возлагал на другого труд произвести разведку. Нужно сказать, впрочем, что Сван недалеко уходил вперед, получая просимые им сведения. Знание факта не всегда позволяет нам предотвратить его, но, по крайней мере, вещи, которые мы знаем, мы держим, если не в наших руках, то во всяком случае в нашем уме, где мы располагаем их как нам угодно, что дает нам иллюзию некоторой власти над ними. Он бывал очень рад, когда Адетта проводила время с господином де Шарлюз. Сван знал, что между господином де Шарлюз и Адеттой не может произойти ничего неприятного, что господин де Шарлюз бывал где-нибудь с ней лишь из дружбы к нему, и что он откровенно расскажет ему все, что она делала. Иногда она столь категорически объявляла Свану, что ей никак невозможно принять его в определенный день, и придавал, оказалось, такое значение своему выходу, что Сван положительно настаивал на том, чтобы господин де Шарлюз был свободен и мог провожать ее. На следующий день, не решаясь беспокоить господина де Шарлюз слишком обстоятельными расспросами, он принуждал его, делая вид, будто плохо понял его первые ответы, прибавлять к своему рассказу все новые и новые подробности, и после каждой из них испытывал все большее облегчение, ибо очень скоро выяснялось, что весь вечер Адетта провела в самых невинных развлечениях. Но каким же образом мой милый Мэмэ, я хорошенько не понимаю, ведь не прямо от нее вы отправились в музей Гревен. Вы сначала зашли в какое-нибудь другое место. Нет? Как это странно. Вы не можете себе представить, как вы смешите меня, милый Мэмэ. Что за странная идея пришла ей в голову пойти потом в шануар? Ведь это ее идея, конечно. Нет? Ваша? Ужасно курьезно. В конце концов, это неплохая идея. У нее должно быть было там много знакомых? Нет? Она ни с кем не разговаривала? Удивительно. Значит, вы оставались весь вечер совершенно одни. Я отсюда вижу, как вы сидели вдвоем рядышком. Вы очень милы, дорогой Мэмэ, я очень люблю вас. Сван испытывал облегчение. Для этого измученного человека, которому в разговоре со знакомыми, ничего не знавшими о его любви и не встречавшими поэтому внимания со стороны Свана, случалось слышать иногда фразы, вроде, например, такой «Вчера я видел госпожу Декресси, она была с каким-то незнакомым мне господином». Которые тотчас застывали в его сердце, отвердевали, как сталактиты, не трогались с места, ранили и разрывали сердце. Какими сладкими напротив были слова, она никого там не знала, она ни с кем не разговаривала. Как свободно циркулировали они в нем, какие они были текучие, воздушные, легко вдыхаемые. И все же спустя несколько мгновений он говорил себе, что Адетта должно быть находит его очень скучным, если она предпочла эти удовольствия его обществу. И хотя их ничтожность успокаивала его, она в то же время причиняла ему боль, словно измена. Даже когда он не мог узнать, куда она ходила, ему достаточно было бы, чтобы успокоить охватывавшую его в такие минуты тоску, от которой присутствие Адетты сладкое чувство находиться подле нее были единственным лекарством, лекарством, продолжительное употребление которого, подобно многим другим лекарствам, обостряла болезнь, но, по крайней мере, приносило минутное облегчение, ему достаточно было бы позволения Адетты оставаться у нее во время ее отсутствия, ожидать ее возвращения, в благодатном мире которого растопились бы часы, которые какое-то наваждение, какое-то колдовство заставляли его воображать непохожими на другие часы. Но она ему не позволяла, Сван возвращался домой. По дороге он принуждал себя строить различные планы, переставал думать об Адетте, ему удавалось даже раздеваясь настроить свои мысли на довольно веселый лад, с легким сердцем, исполненный намерение пойти завтра взглянуть на какое-нибудь любимое произведение искусства, ложился он в постель и гасил свет. Но едва только приготовляясь заснуть, переставал производить над собой усилия, которого он даже не сознавал, настолько оно стало для него привычным, как в то же мгновение ледяная дрожь пробегало по его телу и он разражался рыданиями. Он даже не пытался выяснить их причину, вытирал глаза и со смехом говорил себе «Вот так славно, я становлюсь неврастейником». Потом он уже не мог прогнать изнурительную мысль, что завтра ему снова придется разузнавать, чем была занята Адетта, пускаться на всевозможные уловки, чтобы добиться от нее свидания. Эта перспектива безостановочной, однообразной, безрезультатной деятельности была для него так мучительна, что однажды, заметив у себя на животе опухоль, он положительно обрадовался при мысли, что эта опухоль может быть смертельна, что ему не придется больше ни о чем заботиться, что отныне болезнь будет управлять им, обратит его в свою игрушку, пока не придет близкая уже смерть. И действительно, если в этот период ему часто случалось, не признаваясь себе в этом, желать смерти, то объяснялось это потребностью избавиться не столько от мучительности испытываемых страданий, сколько от монотонности производимых усилий. И все же ему хотелось дожить до того времени, когда он перестанет любить ее, когда ей незачем будет лгать ему, и он сможет наконец узнать, отдавалась ли она Форшвилю в день, когда он приходил к ней и ему не открыли. Впрочем, часто возникало у него подозрение, что она любит кого-то другого, и тогда он переставал задаваться вопросом о Форшвиле, вопрос этот делался для него почти безразличным, вроде того, как новые формы продолжающейся развиваться болезни, на мгновение словно освобождают нас от ее привычных форм. Бывали даже дни, когда он вовсе не мучился подозрениями, он считал себя выздоровевшим, но на следующее утро, просыпаясь, он чувствовал на том же месте ту же боль, ощущение которой как бы растворилось у него накануне в потоке инородных впечатлений. Но боль не тронулась с места, и даже именно острота этой боли была причиной пробуждения свана. Так как Адетта ни слова не говорила ему об этих столь важных вещах, отнимавших у нее столько времени каждый день, хотя он достаточно пожил, чтобы знать, что все они не что иное, как наслаждение, то он не способен был подолгу сосредоточивать свою мысль на них, представить их себе наглядно. Мозг его работал впустую. Тогда он проводил пальцем по своим усталым векам, словно протирая стекла очков и совершенно переставал думать. Все же из этой неведомой области время от времени всплывали и вновь представали ему кое-какие занятия Адетты, неопределенно связываемые ею с ее обязанностями по отношению к отдаленным родственникам или старым друзьям, которые, будучи единственными людьми, чаще всего являвшимися по ее словам помехой для ее свиданий с ним, составляли в глазах Свана как бы постоянную, неустранимую раму жизни Адетты. Тон, каким она говорила ему время от времени, в день, когда я пойду со своей подругой в ипподром, был настолько характерен, что если, чувствуя себя больным и подумав, может быть, Адетта будет настолько добра и придет ко мне, Сван вдруг вспоминал о том, что был как раз вспомянутый ею день, то он с грустью произносил, Ах, нет, совершенно бесполезно просить ее навестить меня, как это раньше мне не пришло в голову, ведь сегодня она собирается со своей подругой в ипподром. Ограничим круг своих желаний областью достижимого, незачем тратить попусту время на предложения неприемлемые, которые наперед, можно сказать, будут отвергнуты. И эта выпадавшая на долю Адетта обязанность идти в ипподром, перед которой Сван безропотно склонялся, казалась ему непреложной не только сама по себе. Присущий ей характер необходимости сообщал как бы позволительность и законность всему, что находилось в близком или отдаленном отношении к ней. Если какой-нибудь прохожий отвешивал Адетте на улице поклон, пробуждавший ревностью Свана, и в ответ на его расспросы она ссылалась на связь, существовавшую между незнакомцем и одной из двух или трех своих великих обязанностей, говорила ему, например, это господин, сидевший в ложе моей подруги, с которой я хожу в ипподром. То такое объяснение успокаивало подозрение Свана, находившего как нельзя более естественным, что подруга Адетте приглашает встречавшегося с Адеттой, хотя бы это была маникюрша или продавщица из магазина. Он готов был пойти для них на большие расходы, чем для королев. Разве они не снабдили бы его, раскрыв ему то, что они знали о жизни Адетты, единственно радикальным средством, способным подействовать успокоительно на его страдания? С какой радостью проводил бы он целые дни у кого-нибудь из этих маленьких людей, с которыми Адетта поддерживала сношение либо по практическим соображениям, либо в силу подлинно присущей ей простоты? Как охотно он навсегда бы переселился в пятый этаж какого-нибудь грязного, но вожделенного дома, куда Адетта никогда не брала его с собой, и где, живи он там с какой-нибудь удалившийся отдел белошвейкой, за любовника который он охотно выдавал бы себя, Адетта его навещала бы почти ежедневно. В этих почти пролетарских кварталах, какой скромный, унизительный даже, но сладостный, но насыщенный покоем и счастьем образ жизни, согласился бы он вести неопределенное время. Иногда случалось так же, что, встретив Свана, Адетта замечала подходившего к нему незнакомого с Вану человека, и тогда он мог различить на лице ее ту печаль, какая была на нем в день, когда его не впустили к Адетте, так как она принимала Форшвиля. Но это бывало редко, ибо теперь в дни, когда, несмотря на все свои дела и боязнь, как бы о ней не стали дурно говорить, она соглашалась дать свидание с Вану, господствовавшим в ней тоном резкий контраст, может быть бессознательный реванш, заволнение и робость, или естественная реакция на эти чувства, которые в первое время их знакомства она испытывала в его присутствии и даже вдали от него. То время, когда первыми словами ее письма к нему были «Дорогой друг, рука моя так дрожит, что я едва в состоянии писать». Так, по крайней мере, казалось ей, и в некоторой степени волнение это было, вероятно, искренним, потому что в противном случае ей нечего было бы преувеличивать. Сван ей тогда нравился. Наша рука дрожит только в тех случаях, когда мы боимся за себя или за тех, кого мы любим. Когда наше счастье не зависит больше от них, какое спокойствие, какую непринужденность, какую смелость чувствуем мы, находясь подли них. Разговаривая со Сваном, обращаясь к нему в письмах, она не употребляла больше тех слов, при помощи которых пыталась создать себе иллюзию, будто он принадлежит ей, не пользовалась то и дело местоимением «мой». «Вы мое сокровище, это аромат нашей дружбы, я свято храню его». Не говорила о будущем, о самой смерти, как о вещи, как о событии общем для них обоих. В те времена, чтобы он не говорил ей, она отвечала с восхищением «О, вы никогда не будете похожи на всех». С любовью глядя на его продолговатую, немного пляшивую голову, о которой люди, знавшие успех свана у женщин, говорили «Нельзя сказать, конечно, что он безукоризненно красив, но он шикарен, этот опломб, этот монокль, эта улыбка». И больше может быть любопытствуя узнать, что он за человек, чем желая стать его любовницей, Адетта вздыхала «Если бы я могла разгадать, что таится в этой голове». Теперь же на всякое слово свана она отвечала иногда раздраженным, иногда с нисходительным тоном. «Ах, никогда ты не будешь такой, как все». Смотря теперь на его голову, которая лишь немного постарела от забот, но о которой все теперь думали в силу бессознательного умозаключения, позволяющего открыть замысел музыкальной пьесы по прочтению ее программы или фамильное сходство ребенка при знакомстве с его родными, нельзя сказать, конечно, что он безобразен, но он смешон. Этот опломб, этот монокль, эта улыбка. Рисуя предвзятым воображением невещественную грань, отделявшую расстоянием в несколько месяцев голову счастливого любовника от головы рогоносца. Она говорила, «Ах, если бы я могла изменить тебя, вложить рассудительность в эту голову!» Всегда готовый верить в осуществимость своих чаяний, Сван в случаях, когда обращение с ним Адетте оставляло место для сомнения, с жадностью набрасывался на эти слова. «Ты можешь, стоит тебе только захотеть», говорил он ей. «И он старался убедить ее, что внести мир в его душу, руководить им, побуждать его к работе, является благородной задачей, которой так жаждали посвятить свои силы столько знакомых ему женщин, хотя истинно ради следует заметить, что всякая попытка со стороны этих женщин отдаться исполнению столь благородной задачи, показалось бы Свану бесцеремонным и несносным посягательством на его свободу. «Если бы она не любила меня немножко, говорил он себе, то не выразила бы желание переделать меня. Чтобы переделать меня, ей придется чаще встречаться со мной». Таким образом, в этом ее упреке, обращенном к нему, он находил доказательства ее интереса, ее любви, может быть. И действительно, она уделяла ему теперь так мало этой любви, что в качестве ее проявлений он принужден был рассматривать запреты адетты делать то-то и то-то. Однажды она заявила ему, что ей не нравится его кучер, который по ее мнению возбуждал Свана против нее и во всяком случае не выказывал той исполнительности и почтения по отношению к приказаниям Свана, как она желала бы. Она чувствовала, что Сван жаждет услышать ее слово «Не бери его, когда приезжаешь ко мне, как жаждал бы получить ее поцелуй». Поэтому, будучи раз в хорошем настроении, она это сказала. Он был растроган. Вечером, разговаривая с господином де Шарлюз, беседа с которым была ему особенно приятна, потому что он мог говорить об Адетти открыто. А теперь самые незначительные замечания Свана, даже в разговоре с лицами, которые ее совсем не знали, всегда так или иначе относились к ней. Сван сказал «Мне кажется, что она все же любит меня. Она так мила со мной. То, что я делаю, ей далеко не безразлично». И если направляясь к ней, Сван приглашал подвезти в своем экипаже кого-нибудь из друзей, ему было по пути и слышал удивленный вопрос спутника «Как, на козлах у тебя не Лорендан?» С какой меланхолической радостью он отвечал ему? «Как, на козлах у тебя не Лоридан?» С какой меланхолической радостью он отвечал ему? «Конечно нет. Должен тебе сказать, что я не могу брать Лоридана, когда езжу на улицу Лаперус. Адет-то не любит, чтобы я брал Лоридана. Она находит его неподходящим для меня. Что поделаешь, женщины всегда женщины. Я знаю, что она пришла бы в ярость, увидев его. Да-да, стоит мне только взять Реми, она мне закатит такую сцену». Эта новая манера, равнодушие, небрежность, раздражительность, усвоенная теперь Адеттой в обращении со Сваном, конечно, причиняла ему страдания. Но он не сознавал их теперь, так как охлаждение Адетты к нему совершилось постепенно, день за днем, то он мог бы измерить глубину наступившей перемены только путем наглядного сопоставления того, чем стала она сегодня, с тем, чем она была сначала. Между тем, эта перемена была его глубокой, его тайной раной, причинявшей ему боли днем и ночью, и каждый раз, когда Сван чувствовал, что мысли его слишком близко подходят к ней, он поспешно направлял их в другую сторону, из страха, как бы они не разбередили ее. Он часто неопределенно говорил себе, «Было время, когда Адетта любила меня больше», но никогда не рисовал себе наглядно картину этого времени. Подобно тому, как в его кабинете стоял комод, который он всячески старался не помещать в поле своего зрения, который он оставлял далеко в стороне, входя в кабинет и покидая его, потому что в одном из ящиков этого комода были заперты хризантемы, подаренные ему Адеттой в один из первых вечеров, когда он отвез ее домой в своем экипаже, и письма, где она говорила ему, «Почему не забыли вы также свое сердце? Я ни за что не позволила бы вам взять его обратно. И в любой час дня и ночи, когда вы захотите видеть меня, дайте мне знать и располагайте мной как вам угодно». Так же точно и в сердце его было место, которому он никогда не позволял приближаться своим мыслям, заставлял их, когда бывало нужно, обходить это место окольным путем каких-нибудь длинных рассуждений, так, чтобы они по возможности не задели его, место, в котором жило воспоминание о счастливых днях. Все же эти столь тщательные меры предосторожности полетели прахом на одном великосветском собрании. Это случилось у маркизы де Сенте Верт на последнем из данных ею в том сезоне музыкальных вечеров, куда она пригласила артистов, впоследствии выступавших в ее благотворительных концертах. К Свану, который все хотел побывать на предшествовавших вечерах маркизы, да никак не мог собраться, зашел, в то время как он переодевался, чтобы идти на этот вечер, барон де Шарлюз, предложивший ему отправиться к маркизе вместе, если в его обществе Свану будет не так скучно, если он будет чувствовать себя не так одиноко. Но Сван ответил, вы не можете себе представить, какое удовольствие я бы получил в вашем обществе, но еще больше удовольствия вы доставите мне, если пойдете сейчас к Адетте. Вы знаете, какое превосходное влияние вы на нее оказываете. Я думаю, что сегодня она никуда не собирается, разве только к Портнихе, и, наверное, будет очень польщена, если вы согласитесь ее проводить. Во всяком случае, сейчас вы застанете ее дома. Постарайтесь ее развлечь и убедить быть рассудительной. Если можно, устройте что-нибудь на завтра, что-нибудь такое, что доставило бы ей удовольствие, и в чем мы могли бы принять участие все трое. Постарайтесь также порасспросить ее относительно наступающего лета. Может быть, у нее есть какие-нибудь желания, она хочет, скажем, прокатиться в яхте, и тогда мы совершили бы эту прогулку втроем или что-нибудь другое в этом роде. Сегодня вечером вряд ли мне придется ее увидеть. Все же, если бы вам удалось внушить ей такое желание, вам стоит только послать мне несколько строчек до 12 госпоже де Сентеверт, после 12 сюда. Благодарю вас за все, что вы делаете для меня, вы знаете, как я вас люблю. Барон обещал Свану сделать желательный для него визит, проводив его предварительно до подъезда особняка Сентеверт, куда Сван подкатил успокоенной мыслью, что господин де Шарлюз проведет вечер на улице Ла-Перус. Но в состоянии меланхолического равнодушия к окружающему, поскольку оно не касалось адетты и в частности к обстановке и этикету барского особняка, в состоянии, сообщавшем этим вещам особую прелесть, которую приобретает всякая вещь, переставая быть целью наших желаний и открывая нам подлинное свое лицо. Сойдя с экипажа на первом плане пышной декорации домашней жизни хозяев, выставляемой на показ гостям в дни парадных приемов, когда вкладывается столько заботливости в выдержанность костюмов и обстановки, Сван с удовольствием увидел наследников бальзаковских тигров, грумов, обыкновенно сопровождающих своих барынь во время прогулок, дежуривших в цилиндрах и ботфортах у подъезда или перед конюшнями, словно садовники, расставленные у входа в барские цветники. Всегда присущая Свану склонность искать сходство между живыми существами и музейными портретами по-прежнему живо ощущалась им, но приобрела еще больше размах и широту. Вся светская жизнь в целом теперь, когда он отошел от нее, представлялась ему рядом музейных картин. В вестибюле, куда когда-то, в то время, как он был светским человеком, он входил в пальто, чтобы выйти оттуда во фраке, не замечая, однако, окружающего, так как мысль его в течение нескольких мгновений пребывания там либо оставалась еще на празднике, который он только что покинул, либо перенеслась уже на праздник, на который он направлялся, впервые обратил он внимание на потревоженную неожиданным приездом запоздалого гостя великолепную, рассыпавшуюся по углам праздную свору огромных выездных лакеев, дремавших там и сям на скамейках и сундуках. При его появлении все они, подняв кверху свои остроконечные благородные профили борзых, встали и кружком столпились вокруг него. Один из них, особенно свирепый с виду и не лишенный сходства с палачом на некоторых картинах возрождения, изображающих пытки или казнь, подошел к свану с неумолимым выражением лица, чтобы принять его пальто и шляпу. Но суровость его стального взгляда уравновешивалась мягкостью его нитяных перчаток, так что, подходя к свану, он свидетельствовал, казалось, полнейшее презрение к его личности и величайшее внимание к его шляпе. Он взял ее с заботливостью, которой точность его движений сообщала нечто педантичное и бережностью, которую его огромная физическая сила делала почти трогательной. Затем он передал шляпу одному из своих подручных, новенькому и робкому, от ужаса метавшему во все стороны яростные взгляды и выказывавшему то возбуждение, каким бывает охвачен дикий зверь в первые часы своего пленения. В нескольких шагах стоял в мечтательной позе статный детина, неподвижный, скульптурный, ненужный, как тот чисто декоративный воин, которого можно видеть на изображающих крайнее смятение картинах Монтаньи. Опершись на щит, воин этот мечтает о чем-то, между тем, как рядом идет горячая схватка, кровавая сеча. Оторванный от группы своих товарищей, теснившихся вокруг свана, одинокий лакей решил, казалось, остаться столь же безучастным к этой сцене, на которую он рассеянно взирал своими жестокими зелеными глазами, как если бы он видел избиение младенцев или мучения святого Иакова. Он, казалось, принадлежал к исчезнувшей расе, а может быть и вовсе нигде не существовавшей, кроме запрестольного образа в Сан-Зино и фресок в капелле Эремитани, где Сван познакомился с нею и где она и до сих пор о чем-то грезит. Происшедший от оплодотворения античной статуи каким-нибудь подуанским натурщиком Монтеньи или саксонцем Альбрехта Дюрера. И его рыжие локоны, завитые природой, но умощенные бриллиантином, рассыпались широкими прядями, как мы видим это на греческой скульптуре, которую усердно изучал монтуанский художник и которая, хотя в ее произведениях изображен только человек, умеет все же извлечь из простых человеческих форм богатства столь разнообразные и как бы заимствованные из всей живой природы, что какая-нибудь шевелюра своей волнистой лоснящейся поверхностью и похожими на птичьи клювы прядями или пышным тройным венцом наложенных одна на другую коз напоминают сразу и пучок водорослей и голубиный выводок и венок из гиацинтов и кольца змеи. Другие лакеи столь же исполинского роста стояли на ступеньках монументальной лестницы, которая благодаря их декоративным фигурам и мраморной неподвижности достойна была подобно лестнице дворца дожей носить название лестницы гигантов и на которую Сван вступал теперь опечаленной мыслью, что Адетта никогда не поднималась по ней. Ах, с какой бы радостью карабкался бы он напротив по темной зловонной и головоломной лестнице бывшей портнихи. Как бы он был счастлив платить дороже, чем за еженедельный абонемент ложи на авансцене оперы, за право проводить в ее квартирке на пятом этаже те вечера, когда Адетта бывала у нее и даже другие дни, чтобы иметь возможность говорить об Адетте, жить с людьми, которых она обыкновенно видела, когда его не было там и которые по этой причине казалось таили в себе какую-то более реальную, более недоступную и более таинственную частицу жизни его любовницы, чем все то, что было ему известно о ней. Между тем, как на загаженной желанной лестнице прежней портнихи, так как в доме не было другой черной лестницы, по вечерам можно было видеть перед каждой дверью на соломенном половике пустой и грязный бидон для молока, приготовленный для молочника, который зайдет сюда утром, на великолепной и презренной лестнице, по которой Сван поднимался в этот момент, по обеим ее сторонам, на различных высотах, перед каждым углублением, образуемым в стене окном швейцарской или дверью в жилые комнаты, в качестве представителей домовой челяди, действиями, которые они руководили, и свидетельствуя от ее лица почтение гостям, привратник, дворецкий, буфетчик, почтенные люди, которые пользовались в остальные дни недели известной независимостью в своих владениях, обедали у себя как мелкие лавочники и могли перейти завтра на службу к модному врачу или богатому промышленнику, внимательно следя за точным выполнением инструкций, данных им перед тем, как они обличены были в блестящую ливрею, которую они надевали лишь изредка, и в которой чувствовали себя несколько стеснительно, стояли каждый в аркаде своей двери, словно святые в нишах, и помпезная роскошь их наряда умерялась простонародным добродушием их лиц. И огромный швейцар, одетый как церковный педаль, ударял булавой о каменные плиты при появлении каждого нового гостя. Поднявшись по лестнице на самый верх в сопровождении лакея со спитым лицом и жидкой косицей собранных на затылке волос, как у причетника Гоии или стряпчиво в пьесах из старой французской жизни, Сван прошел мимо конторки, сидевшими за ней перед большими книгами, подобно нотариусам лакеями, которые при его приближении встали и записали его фамилию. Он пересек затем маленький вестибюль, который подобно комнатам, убранным хозяевами дома так, чтобы служить обрамлением для одного единственного художественного произведения, по имени которого они и называются, и умышленно оставляемым пустыми и не заполненными ничем другим, когда Сван вошел в него, явил ему, словно редкостную какую-нибудь статую Бенвенута Челлини, изображающую воина, стоящего на сторожевом посту, молодого лакея, со слегка наклоненным вперед корпусом, вздымавшего над красным нагрудником еще более красное лицо, откуда источались потоки пламени, робости и рвения. Лакей этот, вперив в обессоновские шпалеры, прикрывавшие вход в салон, откуда наносили звуки музыки яростный, бдительный, обезумевший взор, с невозмутимостью и бесстрашием солдата или с незнающей сомнений верой, словно аллегория тревоги, воплощения расторопности, напоминания надвигающегося грозного часа, подстерегал, казалось, ангел или вахтенный, с дозорной башни замка или с колокольни готического собора, появление неприятеля или наступления страшного суда. Теперь Свану осталось только войти в концертный зал, двери которого были распахнуты перед ним коммердинером с цепью, отвесившим Свану низкий поклон, как если бы он вручал ему ключи завоеванного города. но Сван думал о доме, в котором он мог бы находиться в этот самый момент, если бы Адетта дала ему позволение, и воспоминания о мельком замеченном пустом бидоне для молока на соломенном половике сжало ему сердце. Сван очень быстро вновь сознал степень мужского безобразия, когда по ту сторону абессоновской шпалеры зрелище слуг сменилось зрелищем находившихся в зале гостей. Но даже это безобразие мужских лиц, в большинстве так хорошо ему знакомых, казалось ему новым с тех пор, как черты их, перестав быть для него знаками, практически полезными для опознания того или другого из них, до настоящего времени представлявшего просто известное количество удовольствий, которых следовало добиваться, неприятностей, которых нужно было избегать, внимания, которое необходимо было оказать, расположились в чисто эстетическом порядке, как совокупность определенных линий и поверхностей. И вот у этих людей, которыми Сван оказался окруженным со всех сторон, даже монокли, которые многие из них носили, и которые в прежнее время самое большее позволили бы Свану сказать, что такой-то носит монокль, даже монокли, перестав служить теперь обозначением определенной привычки, одинаковой у всех, поразили его своей индивидуальной особенностью у каждого. Может быть, от того, что он смотрел теперь на генерала де Фробервиль и на маркизе де Бриоте, разговаривавших друг с другом у входа в зал, только как на две человеческие фигуры, изображенные на картине, тогда как долгое время они были для него полезными друзьями, давшими ему рекомендацию для вступления в число членов жакей-клуба и секундантами на его дуэлях, монокль генерала на его вульгарном, покрытом шрамами и торжественном лице, вонзавшийся ему, как осколок гранаты, прямо в лоб, ослеплявший его и делавший одноглазым, словно циклопа, показался Свану уродливой раной, которой, может быть, следовало гордиться, но которую неприлично было выставлять на показ? Между тем, как к моноклю господина де Бриоте, который тот надевал для большего парада, вместе с перчатками Грис-Перле, складным цилиндром и белым галстуком, взамен домашних очков, как это делал сам Сван, когда шел на вечер, приклеен был наоборот на его стороне, подобно естественно научному препарату под микроскопом, бесконечно маленький зрачок, светившийся любезностью и непрестанно улыбавшейся высоте потолков, красоте праздника, интересной программе и превосходному качеству прохладительных. «Ура, вы здесь? Целую вечность вас нигде не было видно», обратился к Свану генерал. Затем, заметив его осунувшееся лицо и заключив, что, может быть, тяжелая болезнь держала его вдали от общества, прибавил, «Знаете, вы хорошо выглядите». В то время как господин Дебриоте обращался с вопросом, «Дорогой мой, неужели и вы здесь? Что могло привлечь вас сюда?» К одному светскому романисту, который только что вставил себе в глаз монокль, единственное свое орудие психологических исследований и беспощадного анализа, и, грассируя, ответил ему с видом значительным и таинственным, «Набьюдаю». Монокль Маркиза де Форестель был миниатюрный, без оправы и, заставляя щуриться в непрестанных и мучительных усилиях глаз, куда он врастал как излишний хрящ, присутствие которого там необъяснимо, а вещество редкостно, сообщал лицу Маркиза меланхолически тонкое выражение и внушал женщинам представление, что он способен сильно страдать от любви. Но монокль господина де Сен-Канде, окруженный как Сатурн огромным кольцом, был центром тяжести его лица, все части которого каждую минуту располагались в соответствии с ним, а трепещущий красный нос и саркастические толстые губы старались при помощи своих гримас быть на уровне беглого огня остроумия, которым сверкал стеклянный диск, с удовольствием видевший, что его предпочитают самым прекрасным глазам в мире шикарные и развратные молодые женщины, которых он заставлял мечтать о извращенных наслаждениях и утонченном сладострастии. А находившийся позади него господин де Паланси, который со своей огромной головой карпа и круглыми выпученными глазами медленно лавировал посреди течения, собравшийся на праздник толпы, то и дело разжимая свои массивные челюсти, как бы в поисках нужного ему направления, производил такое впечатление, точно он переносит с собой лишь случайный и, может быть, чисто символический кусок стеклянной стенки своего аквариума. Часть, долженствующая играть роль целого и напомнившую Свану, большому поклоннику подуанских добродетелей и пороков Джотто, фигуру несправедливости, рядом с которой густолиственная ветка вызывает представление о лесах, где укрыта ее берлога. По настоянию госпожи де Сент-Эверт и желая послушать арию из Орфея, исполнявшуюся на флейте, Сван прошел вперед и занял место в углу, где, к несчастью, все поле его зрения было заполнено двумя перезрелыми дамами, сидевшими одна подле другой, маркизы де Камбремер и викантессы де Франктон, которые, будучи родственницами, проводили время на вечерах, держа в руках сумки и сопровождаемые дочерьми в поисках друг за другом, словно на вокзале, и успокаивались лишь после того, когда им удавалось найти и удержать за собой, положив веера или носовые платки, два смежных стула. Госпожа де Камбремер, имевшая весьма мало знакомых, была очень счастлива найти себе спутницу. Что же касается госпожи де Франктон, которая, напротив, все свое время проводила в обществе, то та считала признаком утонченной элегантности и оригинальности показывать всем своим фешенебельным знакомым, что она предпочитает им какую-то безвестную провинциальную даму, на том основании, что ее связывали с ней общие воспоминания детства. Исполненный меланхолической иронией, Сван наблюдал за тем, как они слушают интермеццо для рояля, святой Франциск, проповедующий птицам листа, исполнявшийся вслед за арией для флейты, и следят за головокружительной игрой виртуоза. Госпожа де Франктон с беспокойством, выпучив от страха глаза, как если бы клавиши, по которым с таким проворством бегали пальцы пианиста, были рядом трапеции, откуда он мог свалиться с высоты 80 метров. И по временам, бросая на свою соседку изумленный и недоверчивый взгляд, обозначавший «Это непостижимо, я никак не могла предположить, чтобы человек способен был делать это». Госпожа де Камбремер с видом женщины, получившей солидное музыкальное образование, отбивая такт головой, обращенный в маятник метронома, амплитуды и частота колебаний которого от одного плеча к другому, сопровождаемых тем взглядом человека, отчаявшегося в своих силах и отдавшегося на волю судьбы, какой вызывают у нас жестокие страдания, с которыми мы не можем и не пытаемся больше справиться, как бы говоря, ничего не могу поделать, настолько возросли, что то и дело она зацепляла бриллиантовыми серьгами за кружева на плечах своего платья и вынуждена была поправлять гроздь черного винограда, прикрепленную к ее волосам, что не оказывало, впрочем, никакого влияния на непрерывно возраставшую скорость движения ее головы. По другую сторону госпожи де Франктон, но немного впереди ее, сидела маркиза де Галардон, поглощенная излюбленной своей мыслью о родстве с германтами, окружавшим ее в глазах общества и в ее собственных ореолам знатности, но наполнявшим ее также некоторым стыдом, так как самые блестящие представители этого рода держались несколько в стороне от нее, от того ли, что она была особо скучная, от того ли, что она была злобная, от того ли, что принадлежала к младшей ветви рода, а может быть и вовсе без всякой причины. Когда она находилась подле лица незнакомого, как в настоящую минуту подле госпожи де Франктон, то страдала от того, что ее мысль о родстве с германтами не могла изливаться наружу в форме видимых букв, вроде тех, что на мозаиках византийских церквей, помещенные одна под другой, пишут вертикальной колонной, рядом с изображением какого-нибудь святого, слова, которые он должен произносить. Она размышляла в этот момент о том, что ни разу не получила ни приглашения, ни визита от своей молоденькой кузины принцессы де Лом за все шесть лет, что та была замужем. Эта мысль наполняла ее гневом, но также гордостью, ибо лицам, удивлявшимся, почему ее никогда не видно у госпожи де Лом, она настолько привыкла объяснять свое воздержание от посещения этого салона риском встречи с принцессой Матильдой, чего никогда бы не простила ей ее ультралигемистическая семья, что в заключении сама стала верить, будто это и была действительная причина, в силу которой она не бывала у своей юной кузины. Правда, она вспоминала, что несколько раз спрашивала госпожу де Лом, как бы им встретиться, но вспоминала весьма неотчетливо и к тому же более чем достаточно нейтрализовала это несколько унизительное воспоминание ворчанием. В конце концов, не мне же в самом деле совершать первый шаг, я на 20 лет старше ее. Подкрепленная в своем убеждении этими произнесенными про себя словами, она гордо откидывала назад плечи, так что они отделялись от ее бюста и лежавшая на них почти горизонтально голова напоминала приставную голову фазана, которого подают на стол во всем его пышном оперении. Нельзя сказать, чтобы это сходство с фазаном объяснялось у нее природными данными, так как особо она была малорослая, мужеподобная и коренастая. Но постоянно получаемые ею обиды и постоянные неудачи выпрямили ее, уподобив тем деревьям, что выросши в неудобном положении на самом краю пропасти, для сохранения равновесия, принуждены бывают откинуться назад. Обязанная для утешения в своем неполном равенстве с остальными германтами беспрестанно уверять себя, будто она мало видится с ними вследствие непреклонности своих принципов и своей гордости, маркиза де Галардон в конце концов настолько прониклась этим убеждением, что оно изменило самую ее внешность и сообщило ей своего рода представительность, являвшуюся в глазах буржуазии признаком породы и зажигавшую иногда мимолетным желанием присыщенный взгляд старых клубных завсегдатаев. Если бы кто вздумал подвергнуть разговор госпожи де Галардон тому анализу, который, отмечая большую или меньшую частоту повторения каждого термина, позволяет найти ключ шифрованного языка, то такой исследователь сразу заметил бы, что ни одно выражение, даже из числа самых употребительных, не попадается в нем так часто, как выражение «у моих кузенов-германтов», «у моей тетки-герцогини германской». Здоровье Эльзеара герцога германского «бенуар моей кузины-герцогини германской». Когда ей называли какую-нибудь знаменитость, она отвечала, что, не будучи знакома с нею лично, сотню раз встречала ее у своей тетки-герцогини германской, но отвечала тоном столь ледяным и голосом столь глухим, что собеседнику ее сразу становилось ясно, в какой степени ее знаменитостью, обусловлено теми самыми упорными и неискоренимыми принципами, в силу которых плечи ее были откинуты назад, как если бы эти принципы были станком, на котором заставляют нас растягиваться преподаватели гимнастики с целью развития нашей грудной клетки. Между тем, принцесса Делом, которой не ожидали у госпожи де Сент-Эверт, как раз в эту минуту появилась в зале. Желая показать, что в салоне, куда она заглядывала лишь в виде снисхождения, ей вовсе чуждо стремление дать почувствовать превосходство своего ранга, она поджимала плечи даже в тех местах, где вовсе не было толпы, сквозь которую ей приходилось бы продираться, и никому не нужно было давать дорогу. Она нарочно становилась в сторонке с таким видом, точно там и было ее настоящее место, как король, который становится в очередь у театральной кассы в тех случаях, когда власти не предупреждены о его приходе. И ограничивая поле своего зрения, чтобы не создалось впечатление, будто она афиширует свое присутствие и требует оказания ей внимания, разглядыванием рисунка на ковре или на собственной юбке, она не садилась и заняла место, которое показалось ей самым скромным. И откуда она уверена была, восхищенное восклицание госпожи де Сент-Эверт вскоре извлечет ее, как только ее присутствие будет замечено маркизой, рядом с госпожой де Камбремер, с которой она не была знакома. Она внимательно наблюдала телодвижения и мимику своей соседки меломанки, но не подражала ей. Нельзя сказать, чтобы согласившись провести пять минут в салоне Сент-Эверт, принцесса де Лом не желала, так как акт вежливости, совершаемый ею по отношению к хозяйке дома, был бы от этого оценен вдвойне, показать себя наивозможно более любезной. Но она питала природное отвращение к тому, что называла преувеличениями и всегда стремилась показать, что она не должна отдаваться во власть эмоций, которые не вязались с тоном кружка, где она вращалась, но проявление которых у других всегда производило на нее известное впечатление. в силу того духа подражания, родственного робости, какой рождается у наиболее самоуверенных людей, когда они попадают в новую среду, хотя бы низшую. Она начала спрашивать себя, не является ли эта жестикуляция необходимым следствием исполнявшейся музыкальной пьесы, которая была, может быть, в корне отличной от всей слышанной ею до сих пор музыки, и не служит ли воздержание от этой жестикуляции свидетельством непонимания музыки и актом невежливости по отношению к хозяйке дома. В результате она решила пойти на компромисс и стала попеременно выражать эти противоречащие друг другу чувства, то просто поправляя сползающие наплечники своего платья или укрепляя в белокурах своих волосах, усыпанных бриллиантами, шарики из коралла или розовой эмали, создававшие ей простую и прелестную прическу и с холодным любопытством наблюдая при этом свою пылкую соседку, то отбивая веером в течение нескольких мгновений такт, но чтобы подчеркнуть свою независимость, такт, не совпадавший с тактом пианиста. Когда пианист закончил пьесу Листа и начал прелюд Шопена, госпожа де Камбремер взглянула на госпожу де Франкто с умильной улыбкой, выражавшей удовлетворение компетентного судьи и намекавшей на интимные воспоминания. Еще в юности научилась она ласкать эти длинные, извилистые, как лебединая шея, фразы Шопена, такие свободные, такие гибкие, такие осязаемые, сразу же начинающие искать себе место где-то в стороне и совсем вдали от своего исходного направления, совсем вдали от пункта, которого, как можно было надеяться, они в заключении достигнут, и забавлявшиеся этими прихотливыми блужданиями лишь для того, чтобы вернуться назад и с большей уверенностью, сделав поворот более рассчитанный, с большей четкостью, как удар по хрустальному бокалу, который зазвенит так резко, что вы готовы вскрикнуть, поразить вас в самое сердце. Живя в провинции, в семье, имевшей мало знакомых, редко получая приглашение на балы, она упивалась в одиночестве старой помещичьей усадьбы музыкой Шопена, то замедляя, то бешено ускоряя темп танца всех этих воображаемых пар, сплетая их в венок как цветы, покидая на мгновение бал, чтобы послушать шелест ветра в елях на берегу озера, и замечая вдруг появление тонкого юноши, гораздо меньше похожего на все, о чем она когда-либо грезила, чем самый романтичный земной любовник, тонкого юноши с немного певучим, странным и фальшивым голосом в белых перчатках. Но сейчас старомодная красота этой музыки как будто вновь приобретала свежесть. Утратив в течение нескольких последних лет уважения знатоков, она утратила также свои достоинства и свою прелесть, и даже люди с дурным вкусом стали получать от нее весьма умеренное удовольствие, в котором они неохотно признавались. Госпожа де Камбремер украдкой осмотрелась кругом. Она знала, что ее молоденькая невестка, с большим почтением относившаяся к своей новой семье, исключая образование, в котором эрудиция ее простиралась до знания гармонии и греческого языка, презирает Шопена и чувствует себя больной, когда слышит его музыку. Но, убедившись, что она находится вне поля зрения этой вагнерианки, сидевшей несколько поодаль в группе своих сверстниц, госпожа де Камбремер отдалась во власть сладких впечатлений. Принцесса де Лом тоже ощущала их. Не будучи от природы музыкальной, она брала 15 лет тому назад уроки у одной преподавательницы музыки из Сен-Жерменского предместья. Женщина очень одаренной, впавшей на старости в нищету и в возрасте семидесяти лет снова начавшей давать уроки дочерям и внучкам своих прежних учениц. «Эта дама давно умерла, но ее манера, ее красивый тон оживали иногда под пальцами ее учениц, даже тех, которые в остальных отношениях были совершенной посредственностью, забросили музыку и почти никогда не открывали рояля. Таким образом, госпожа де Лом могла покачивать головой, вполне сознательно совершая это движение и правильно оценивая манеру, в которой пианист играл этот прелюд, известный ей наизусть. Конец начатой фразы сам собой зазвучал на ее устах и она прошептала «Это всегда прелестно», протянув букву «С», что было признаком утонченности и звук этот так романтически пощекотал ее губы, словно лепестки красивого цветка, что она инстинктивно сообщила соответственное выражение своим глазам, на мгновение засветив их сентиментальным и томным взглядом. Тем временем госпожа де Галардон рассуждала сама с собой о том, как досадно, что ей так редко представляется случай встречаться с принцессой дылом, ибо она решила проучить ее, не ответив на ее поклон. Она не знала, что ее кузина находится рядом, движение головы госпожи де Франкто открыло принцессу ее взором. Она тотчас же сорвалась с места и устремилась к ней, расталкивая всех находившихся на пути. Но, решив хранить надменный ледяной вид, долженствовавший напоминать всем, что она не хочет водить знакомство с особой, у которой всегда можно оказаться лицом к лицу с принцессой Матильдой и по отношению к которой она не обязана была делать первый шаг, ибо не была ее сверстницей, маркиза де Галардон пожелала все же смягчить это впечатление надменности и сдержанности каким-нибудь незначительным замечанием, которое оправдало бы ее выступление и принудило бы принцессу вступить с ней в разговор. Вот почему добравшись до своей кузины госпожа де Галардон с суровым выражением лица протянув руку точно по принуждению сказала ей «Как себя чувствует твой муж? таким озабоченным тоном, как если бы принц был тяжело болен». Принцесса, разразившись смехом, который был у нее особенный и имел двоякое назначение показывать окружающим, что она над кем-то потешается и в то же время делать ее более красивой, поскольку черты ее лица собирались при этом вокруг оживленного рта и блестящего взгляда, отвечала «Как нельзя лучше» и снова засмеялась. Тогда, резко выпрямившись и приняв еще более холодный вид, как если бы она продолжала беспокоиться о состоянии здоровья принца, госпожа де Галардон сказала кузине «Ариана!» При этом слове госпожа де Лом с удивленным и насмешливым видом взглянула на невидимого третьего собеседника, которого она, казалось, призывала в свидетели того, что никогда не давала госпоже де Галардон право называть ее по имени. «Чтобы ты на минутку заглянула ко мне завтра вечером послушать квинтет с кларнетом Моцарта. Мне любопытно услышать твое мнение». Казалось, что она не столько обращается с приглашением, сколько просит об услуге и желает узнать мнение принцессы о квинтете Моцарта, совершенно так же, как если бы речь шла о блюде со стряпанным новой кухаркой, о талантах которой ей было бы крайне ценно услышать мнение тонкого гастронома. «Но я хорошо знаю этот квинтет и могу сказать тебе уже сейчас, что он мне нравится. Ты знаешь, мой муж не совсем здоров, у него печень, он был бы очень рад тебя увидеть», продолжала госпожа де Галардон, обращая теперь появление принцессы на своем вечере в акт любви к ближнему. Принцесса не любила говорить знакомым, что она не хочет ходить к ним в гости. Каждый день она выражала в письмах свое сожаление, что ей не удалось побывать вследствие неожиданного визита свекрови, вследствие приглашения зятя, вследствие спектакля в опере, вследствие поездки за город, на вечере, куда она вовсе не собиралась пойти. Она доставляла таким образом многим людям удовольствие думать, будто находятся в самых близких отношениях с ними. Охотно пришла бы к ним, не помешая ей какие-нибудь скучные обязанности принцессы, которые им весьма лестно было видеть в качестве соперников их вечера. Кроме того, принадлежа к кружку германтов, где удержалось кое-что от живого остроумия, очищенного от общих мест и условных чувств, которая восходит к мериме и последнее свое выражение нашло в комедиях Милака и Галеви, она применяла его формулы даже к своим общественным отношениям, подчиняла им все вплоть до характера своей учтивости, всегда старалась быть положительной, точной, близкой к неприглядной истине. Она не тратила много слов, чтобы выразить хозяйке дома свое горячее желание побывать на ее вечере, а находила более любезным перечислять ей несколько мелких обстоятельств, от которых будет зависеть, сможет ли она посетить этот вечер или же нет. «Послушай, вот что я тебе скажу», ответила она госпоже де Галардон, «завтра вечером я должна пойти к одной своей приятельнице, которая уже целую вечность пристает ко мне назначить точно день моего визита. Если она пригласит нас потом в театр, то при всем моем желании мне не удастся заглянуть к тебе. Но если мы останемся у нее, то так как мне известно, что кроме нас у нее никого больше не будет, я постараюсь удрать». «Скажи, видала ты своего друга господина Свана?» «Нет, прелесть моя, Шарль, я и не знала, что он здесь, где он?» «Постараюсь привлечь к себе его внимание». «Забавно, что он ходит даже к мамаши Сент-Эверт?» продолжала госпожа де Галардон. «О, я знаю, что он человек очень умный», прибавила она, подразумевая под этим большой интриган. «Но это все равно, вообразить только еврей в качестве завсегдатая сестры и невестки двух архиепископов». «К стыду своему признаюсь, что я нисколько не шокирована», ответила принцесса Делом. «Я знаю, что он крещеный и что его отец и даже дед были крещеными. Но говорят, что крещеные евреи еще ревностнее преданы своей религии, чем остальные, что это одно только притворство. Как по-твоему, правда это?» «Я совершенно не осведомлена в этом вопросе». Пианист, который должен был сыграть две вещи Шопена, закончив прелюд, тотчас же перешел к Полонезу. Но после того, как госпожа де Галардон сообщила своей кузине о присутствии Свана, госпожа де Лом не уделила бы ни малейшего внимания самому Шопену, если бы он вдруг воскрес и стал играть все свои произведения подряд. Она принадлежала к той половине человечества, у которой ненасытное любопытство, существующее у другой половины к людям ей незнакомым, замещено неослабным вниманием к людям ей известным. Я бы очень хотел сказать, как это можно сказать относительно многих обитательниц Сен-Жерменского предмистья, присутствие в комнате, где она находилась какого-нибудь члена ее кружка, даже если ей нечего было сказать ему, целиком поглощало все ее внимание, так что она уже ничего больше не видела и не слышала. Начиная с этого момента, в надежде привлечь к себе взгляд Свана, принцесса, подобно прирученной белой мыши, которая протягивает кусочек сахару и затем снова убирают его, только и делала, что оповорачивала свое лицо, наполненная тысячей знаков соучастия, лишенных всякой связи с чувствами, которыми проникнут полонез Шопена, в направлении, где стоял Сван, и если последний менял место, соответственно перемещала свою магнетическую улыбку. «Ариана, не сердись на меня», продолжала госпожа де Галардон, которая не в силах была удержаться и жертвовала светским честолюбием и надеждой ослепить однажды весь Париж ради темного и затаенного непосредственного удовольствия сказать какую-нибудь неприятность. «Есть лица, утверждающие, будто этот господин Сван, субъект, которого невозможно принимать у себя в доме, правда ли это?» «Но ведь ты хорошо должна знать, что это правда», отвечала принцесса «Делом, ведь ты двадцать раз приглашала его и он ни разу к тебе не пришел». И уколов таким образом кузину, она снова залилась смехом, который привел в негодование лиц, слушавших музыку, но привлек внимание госпожи де Сент-Эверт, из вежливости сидевшей подле рояля и лишь теперь заметившей принцессу. Госпожа де Сент-Эверт в тем большей степени была восхищена присутствием госпожи де Лом, что думала, будто та находится еще в Германте, ухаживая там за больным свекром. «Как, принцесса, вы здесь?» «Да, я забралась в уголок и слушала прекрасные вещи». «Неужели вы здесь уже давно?» «Да, очень давно, но время пролетело так быстро. Оно казалось мне долгим лишь, когда я думала, что нахожусь вдали от вас». Госпожа де Сент-Эверт предложила принцессе свое кресло, но та ответила «Нет, нет, ни за что, зачем? Мне всюду хорошо». И намеренно остановив свой выбор, чтобы показать всем простоту великосветской дамы на низеньком стуле без спинки, заявила «Вот этот пуф все, что мне нужно. На нем мне придется держаться прямо. Боже мой, я все время произвожу шум. Все, наверное, бронят меня, на чем свет». Тем временем пианист удвоил скорость, и музыкальная эмоция меломанов достигла апогея. Лакей обносил гостей прохладительными, звеня ложечками, а госпожа де Сент-Эверт, как это повторялось каждую неделю, делала ему знаки удалиться, которых он никогда не замечал. Одна из присутствующих, новобрачная, которые внушили, что молодая женщина никогда не должна иметь скучающего вида, насильственно улыбалась и искала глазами хозяйку дома, чтобы взглядом засвидетельствовать свою признательность за то, что та подумала о ней, устраивая такой роскошный праздник. Все же, хотя и не с таким ужасом, как госпожа де Франкто, и она не без тревоги следила за игрой пианиста, но предметом этой тревоги был не сам пианист, а рояль, так как свеча, стоявшая на нем и сотрясавшаяся при каждом фортиссимо, грозила, если не поджечь бумажный абажур, то во всяком случае закапать стеарином палисандровое дерево. В заключении она не выдержала и, взбежав по двум ступенькам на эстраду, где стоял рояль, бросила снять розетку со свечи. Но едва только она протянула руку, как прозвучал последний аккорд, и пианист встал. Тем не менее, смелая инициатива, проявленная этой молодой женщиной, и последовавшее замешательство пианиста и ее собственное, произвели, в общем, благоприятное впечатление. «Вы видели, принцесса, что сделала сейчас эта особа?» спросил генерал де Фробервиль, подошедший поздороваться к госпоже де Лом, когда госпожа де Сент-Эверт на минутку покинула ее. «Странно, не правда ли? Это одна из исполнительниц?» «Нет, это госпожа де Камбремер младшая», небрежно ответила принцесса и затем продолжала оживившись. «Я вам только повторяю то, что сию минуту сама услышала. Не имею ни малейшего понятия, кто такой сказал сзади меня, что они соседи госпожи де Сент-Эверт по имению. Но я не думаю, чтобы кто-нибудь их знал. Это должно быть родственники из деревни. Впрочем, не знаю, как вы себя чувствуете в блестящем обществе, собравшемся здесь, ибо мне самой совершенно неизвестны имена всех этих диковинных персонажей. Как, по-вашему, проводят они время, когда они присутствуют на вечерах у госпожи де Сент-Эверт? По-видимому, она заказала их вместе с музыкантами, стульями и прохладительными у каких-нибудь универсальных поставщиков. Согласитесь, что они великолепны. Неужели у нее хватает мужества нанимать всех этих статистов каждую неделю? Быть не может. Но ведь камбремеры почтенный старинный рот, возразил генерал. Что из того, что он старинный, сухо ответила принцесса? Во всяком случае, это нечто неблагозвучное, прибавила она, произнеся особенным тоном слово неблагозвучный, как если бы оно стояло в кавычках. Маленькая слабость, свойственная кружку германтов. Вы находите, но она прихорошенькая, сказал генерал, не спускавший глаз госпожи де камбремер. Вы не разделяете моего мнения, принцесса? Она слишком суется вперед. Я нахожу, что для такой молодой женщины это некрасиво, ибо мне кажется, особо это мне не сверстница, ответила госпожа де Лом, выражение это было употребительно и у галардон, и у германтов. Затем, видя, что господин де Фробер Виль продолжает смотреть на госпожу де камбремер, принцесса прибавила, отчасти со злости на молодую женщину, отчасти из любезности к генералу, некрасиво по отношению к ее мужу. Жалею, что я не знакома с ней, она произвела на вас такое сильное впечатление, я бы вас ей представила, сказала принцесса, которая, вероятно, не сделала бы ничего подобного, если бы была знакома с молодой женщиной. Теперь же я должна проститься с вами, потому что сегодня день рождения одной моей приятельницы, и я иду поздравить ее, сказала она просто и искренно, не сводя блестящее светское собрание, на которое она направлялась к скромным размерам скучного церемониала, где, однако, присутствие ее было обязательно, и в нем содержалось нечто трогательное. К тому же я должна встретиться там с Базеном, который в то время, как я нахожусь здесь, пошел к своим друзьям. Мне кажется, вы тоже знакомы с ними, называются они так же, как мост, князья иенские. Сначала так называлась славная победа принцесса, сказал генерал. Ничего не поделаешь для такого старого вояки, как я, продолжал он, снимая монокль, чтобы протереть его, с таким видом точно он менял перевязку на ране. Причем принцесса инстинктивно отвела глаза в сторону. Знать императорской эпохи есть, разумеется, нечто совсем иное. Но в конце концов, какова бы она ни была, она прекрасна в своем роде. Все это люди, сражавшиеся действительно как герои. Уверяю вас, что я питаю глубочайшее уважение к героям, ответила принцесса слегка ироническим тоном. Я не хожу с Базеном к этой княгине Йенской совсем по другой причине, просто потому, что я с ней не знакома. Базен знает их, он их очень любит. Ах, нет, тут совсем не то, что вы предполагаете, тут нет и намека на флирт. Я не имею никаких поводов протестовать. Впрочем, что толку от моих протестов, сказала она с ноткой меланхолии в голосе, ибо всем было известно, что сразу после женитьбы на своей очаровательной кузине, принц де Лом начал систематически ей изменять. Во всяком случае, здесь не то. Это люди, с которыми он давно знаком, ему приятно бывать у них в доме, и я решительно ничего не имею против этих посещений. Довольно с меня его описание обстановки этого дома. Можете себе представить, вся мебель у них в стиле ампир. Это так естественно, принцесса, ведь она перешла к ним по наследству от дедушки, «Я вам не возражаю, однако это не делает ее менее безобразной. Я вполне допускаю, что не все могут быть обладателями красивых вещей. Но зачем же держать в своем доме вещи уродливые? Что поделаешь, по-моему, нет ничего более пошлого, более мещанского, чем этот ужасный стиль, эти комоды, украшенные лебедиными головами, точно ванны? Но насколько мне известно, у них есть также отличные вещи, например, знаменитый мозаичный стол, на котором был подписан договор. Боже мой, да я ведь нисколько не возражаю, что у них есть вещи интересные с исторической точки зрения. Но эти вещи не могут быть красивы, потому что они ужасны. У меня самой достаточно таких вещей, полученных Базеном по наследству от Монтескью. Только они свалены на чердаках в Германте, где их никто не видит. Но в конце концов все это не важно. Я помчалась бы к ним вместе с Базеном, я согласилась бы видеть их посреди всех их сфинксов и все их меди, если бы я была знакома с ними, но я с ними незнакома. Когда я была маленькая, мне всегда говорили, что неприлично ходить в гости к незнакомым, сказала она послушно серьезным тоном маленькой девочки. Я веду себя так, как меня научили. Разве вы не представляете, какую гримасу состроили бы эти почтенные люди, если бы к ним в дом вдруг ворвалась совершенно незнакомая особа. Они бы приняли меня очень нелюбезно. И из кокетства она сделала еще более обворожительную улыбку, которую вызвало у нее это предположение, сообщив своим голубым глазам, устремленным на генерала, нежное и мечтательное выражение. Помилуйте, принцесса, вы отлично знаете, что они обезумели бы от радости. Почему? Нет, с крайней живостью перебила она генерала, от того ли, что не желала подать виду, будто ей известно ее положение, положение одной из самых высокопоставленных дам во Франции, или же от удовольствия, доставленного ей словами генерала. Почему? Откуда вы знаете? Может быть, это было бы для них самой неприятной вещью, какую только можно себе представить. Не знаю, но если судить по себе, то мне так скучно видеться даже знакомыми людьми, что, боюсь, если бы пришлось встречаться еще и с незнакомыми, хотя бы героями, я бы совсем сошла с ума. К тому же, за исключением тех случаев, когда речь идет о старых друзьях, вроде вас, генерал, друзьях, с которыми мы знакомы совершенно независимо от их военных заслуг, я, признаться, совсем не нахожу, чтобы героизм был очень подходящим качеством для светского человека. Часто мне совсем не весело даже давать обеды, а тут еще предлагать руку какому-нибудь Спартаку, идя к столу. Нет-нет, никогда не пошлю я приглашения Верцингетариксу, даже если за столом у меня случится тринадцать человек. Я лучше приберегу его для больших вечеров, а так как я их не даю... Ах, принцесса, недаром вы принадлежите к роду германтов, вы так и блещете остроумием германтов. Боже мой, все говорят об остроумии германтов, но я никогда не могла понять, почему. Вы, значит, знаете и других, у кого оно есть? Звонко и весело расхохоталась принцесса, разлив по всем чертам своего лица оживление, засветив, воспламенив глаза своей лучистым солнцем радости, которую способны были вызвать у нее только речи, хотя бы произнесенные ею самой, восхвалявшие ее остроумие или ее красоту. «Взгляните, вон Сван здоровается с вашей Камбремер, он там, подле мамаши Сент-Эверт, неужели вы его не видите? Попросите его познакомить вас, да поскорее, он как будто собирается уходить». «Вы обратили внимание, какой у него ужасный вид?» спросил генерал. «Милый Шарль, ах, наконец-то он подходит, а я думала было уже, что он не хочет меня видеть». Сван очень любил принцессу Делом. Кроме того, вид ее напоминал ему германт, поместье в окрестностях Камбре и всю эту столь милую его сердцу сторону, которую он перестал посещать, чтобы не удаляться от адетты. С непринужденной манерой артиста и человека галантного, при помощи которой он умел нравиться принцессе и которую инстинктивно усваивал, когда на мгновение вновь погружался в столь привычную для него когда-то среду и желая с другой стороны для собственного удовлетворения выразить одолевавшую его тоску по деревне. «Ах!» воскликнул он, так размеряя силу своего голоса, чтобы быть услышанным и госпожой де Сент-Эверт, которую он обращался, и госпожой де Лом, для которой он говорил. «Вот наша прелестная принцесса!» Смотрите, она нарочно приехала из Германта послушать святого Франциска, проповедующего птицам листа. И она успела только, подобно хорошенькой синичке, клюнуть несколько ягодок шиповника и боярышника и украсить ими свою головку. На ней блестят еще капельки росы да белые кристаллы иния, от которого должно быть мерзнет там в Германте герцогиня. Это очень идет вам, дорогая принцесса! Как? Принцесса нарочно приехала из Германта, но это слишком, я не знала, я смущена, наивно воскликнула госпожа де Сент-Эверт, мало привыкшая к манере свана говорить. И продолжала, рассматривая прическу принцессы. Да-да, вы правы, это похоже, как бы это сказать, не на каштаны, нет, о, это очаровательная идея, но как принцесса могла знать мою программу? Музыканты не сообщили ее даже мне самой. Сван, привыкший говорить женщине, с которой бывал галантным, тонкие комплименты, непонятные для большинства светских людей, не принадлежавших к его кружку, не счел нужным разъяснять госпоже де Сент-Эверт, что речь его имеет метафорический характер. Что касается принцессы, то она звонко расхохоталась, потому что ум свана высоко ценился в ее кружке, а также потому, что всякий обращенный к ней комплимент находила утонченно изысканным и страшно смешным. В самом деле, я восхищена, Шарль, если мои ягодки шиповника и боярышника вам нравятся, но скажите мне, почему вы кланяетесь этой камбремер, разве вы тоже ее сосед поимению? Госпожа де Сент-Иверт, увидя, что принцесса очень довольна разговором со сваном, покинула их. Но вы сами ее соседка принцесса? Я? В таком случае у этих людей имение повсюду, как бы я хотела быть на их месте. Нет, соседка не камбремеров, но родственников этой молодой женщины. Ее девичья фамилия Легранден, и она часто приезжала в Камбре. Не знаю, известно ли вам, что вы графиня камбрейская, и что капитул должен платить вам оброк. Не знаю, что должен платить мне капитул, но знаю, что мне самой приходится платиться сотней франков ежегодно в пользу кюре, повинность, без которой я бы отлично обошлась. Однако нужно признаться, что у этих камбремеров довольно странная фамилия. «Она окончается где нужно, но кончается некрасиво», со смехом сказала принцесса. «Начинается она тоже не слишком благозвучно», сказал Сван. «В самом деле, это двойное сокращение. Кто-то очень сердитый и очень щепетильный не посмел закончить первое слово». Но он не мог все же удержаться от того, чтобы начать второе, поэтому лучше было бы, если бы он закончил первое и разделался с ним. «Мы очень мило каламбурим, дорогой мой Шарль, но как прискорбно, что я совсем не встречаюсь теперь с вами», продолжала принцесса ластящимся тоном. «Я так люблю разговаривать с вами». «Вы вообразите, мне бы не удалось даже растолковать этому идиоту Фробервилю, насколько смешна фамилия камбремер. Согласитесь, что жизнь ужасная вещь. Только встречаясь и разговаривая с вами, я перестаю скучать». Конечно, это была неправда, но у Свана и у принцессы была одинаковая манера смотреть на житейские мелочи, следствием которой, если только не причиной, было большое сходство оборотов речи и даже произношения. Это сходство не поражало потому только, что звуки голоса обоих были как нельзя более различны. Но если слушателю удавалось мысленно отвлечь от слов Свана их звуковой тембр и усы, сквозь которые они проходили, то он убеждался, что они составляли те же фразы, те же обороты речи, что были вообще свойственны кружку германтов. Что касается вопросов существенных, то идеи Свана и принцессы не имели ни одной точки соприкосновения. Но с тех пор, как Сван погрузился в меланхолию и постоянно ощущал ту нервную дрожь, которая свойственна человеку, готовому расплакаться, он испытывал ту же болезненную потребность говорить о своей печали, какую испытывает убийца говорить о совершенном им преступлении. Услышав заявление принцессы, что жизнь вещь ужасная, он наполнился таким умилением, точно она сказала ему об Адетте. О да, жизнь вещь ужасная. Нам нужно чаще встречаться, дорогая принцесса. Самым милым вашим качеством является то, что вы серьезны. Мы провели бы с вами прелестный вечер. Я в этом уверена. Почему бы вам не приехать в Германд? Моя свекровь безумно бы вам обрадовалась. Говорят, местность там очень скучная, но, признаюсь, в ней есть для меня какая-то прелесть, я терпеть не могу живописных уголков. Я вполне согласен с вами, это восхитительные места, отвечал Сван. Они даже слишком прекрасны, прелесть их слишком живо ощущается мной в настоящее время. Эти места созданы, чтобы быть в них счастливым. Потому, может быть, я и жил в них, но все в них так много говорит мне. Как только повеет ветерок и начинает волноваться хлеба, мне кажется, что сейчас кто-то должен появиться, что сейчас я получу какую-то весть, и эти домики на берегу реки, я был бы известным. Милый Шарль, будьте начеку. Меня заметила эта ужасная рампельон. Спрячьте меня куда-нибудь и напомните мне скорее, что там произошло у нее. Я путаю. Она выдала замуж свою дочь или женила своего любовника. Положительно, я забыла. Может быть, произошло и то, и другое сразу. Ах, нет, вспомнила. Она развелась со своим князем. Сделайте вид, будто вы разговариваете со мной, чтобы эта Вероника не подошла приглашать меня на обед. Впрочем, я удираю. Послушайте, дорогой Шарль, раз уж я встретилась с вами, то не разрешите ли вы похитить вас и увезти к принцессе Пармской, которая будет так рада увидеть вас, и Базен тоже? Он должен там встретиться со мной. «Если бы не известие о вас, который иногда приносит мэ-мэ, ведь я совсем не вижу вас теперь». Сван отказался. Предупредив господина де Шарлюз, что от госпожи де Сент-Эверт он возвратится прямо домой, он боялся, благодаря визиту к принцессе Пармской, упустить письмо, и все время надеялся, что еще в течение вечера письмо это будет подано ему лакеем, или что он, может быть, найдет его у своего консьержа. «Бедный Сван», говорила в тот же госпожа де Лом своему мужу. Он по-прежнему мил, но у него совсем несчастный вид. Вы сами увидите, так как он обещал прийти к нам обедать в один из ближайших дней. Я считаю положительно нелепым, чтобы мужчина его ума страдал из-за подобной особы, которая вдобавок неинтересна, так как все говорят, что она идиотка, заключила она с мудростью людей невлюбленных, полагающих, что человек умный вправе быть несчастным только из-за особы достойной его. Это все равно, как если бы мы удивлялись, как это люди опускаются до заболевания холерой, отдавая себя во власть столь миниатюрного существа, как Коховская запятая. Сван хотел уже идти домой, но в то время, как он направлялся к выходу, генерал де Фробервиль поймал его и попросил познакомить с госпожой де Камбремер, так что ему пришлось возвратиться и искать молодую женщину. А вы знаете, Сван, я предпочел бы быть мужем этой женщины, чем быть зарубленным дикарями. Что вы на это скажете? Эти слова быть зарубленным дикарями больно вонзились в сердце Свана. Тотчас же он почувствовал потребность продолжать разговор с генералом. Да, сказал он ему, сколько прекрасных жизней было загублено таким образом. Ну, хотя бы, например, этот мореплаватель, останки которого были привезены Дюмон Дурвилем, Лаперус. Сван сразу наполнился счастьем, как если бы он заговорил об Адетте. «Прекрасный он был человек, и очень меня интересует этот Лаперус», прибавил он с меланхолическим видом. «О да, конечно, Лаперус», сказал генерал, «это очень известное имя, в честь его названа улица». «Вы знаете кого-нибудь на улице Лаперус?» спросил Сван в крайнем возбуждении. «Только госпожу де Шан-Лево, сестру этого славного парня Шос-Пьера. Несколько дней тому назад она дала очень милый вечер со спектаклем. Этот салон станет очень элегантным, вы увидите. Ах, она живет на улице Лаперус? Это симпатично. Я очень люблю эту улицу. Она такая мрачная. Что вы говорите? Вы, вероятно, давно там не бывали. Сейчас она совсем не мрачная. Весь этот квартал теперь перестраивается. Когда Сван представил наконец господина де Фробер Вилля госпоже де Комбремер младший, то эта последняя, так как она слышала впервые фамилию генерала, изобразила на лице своем радостную и удивленную улыбку. Какой приветствовала бы его в том случае, если бы в ее носили другой фамилии. Ибо не будучи знакомой со всеми друзьями своей новой семьи, она принимала каждое лицо, которое ей представляли, за одного из таких друзей. И думая, что она выказывает большой такт тем, что делает вид, будто столько слышала о нем после своего замужества, она нерешительно протягивала руку, желая показать таким образом привитую ей воспитанием сдержанность, которую ей приходилось преодолевать, и в то же время невольную симпатию, с торжеством бравшую верх над сдержанностью. Вследствие этого родители ее мужа, которых она и до сих пор считала самыми блестящими представителями французской знати, объявили ее ангелом. Тем более, что давая согласие на женитьбу своего сына на ней, они предпочитали делать вид, будто ценят главным образом привлекательность ее душевных качеств, а вовсе не ее большое преданное. «Сразу видно, что вы музыкантша в душе, сударыня», сказал ей генерал, намекая на инцидент с колпачком для свечки. Тем временем концерт возобновился, и Сван увидел, что ему не уйти теперь до конца нового номера программы. Ему было очень тяжело оставаться в заперти среди этих людей, глупость и уродство которых поражали его тем более болезненно, что, не зная о его любви, не способны, если бы даже они о ней знали, проявить к ней интерес и отнестись к ней иначе, чем с улыбкой, как к ребячеству или с сожалением, как к безрассудству. Люди эти побуждали Свана представлять ее себе в виде некоего субъективного состояния, существовавшего только для него, и чья реальность не подтверждалась ему ничем извне. Он страдал особенно сильно до такой степени, что самый звук инструментов вызывал в нем желание кричать, от необходимости продолжать свое заточение в этом месте, куда Адетта никогда не придет, где никто, где ничто ее не знает, где не было ни малейших знаков ее присутствия. Но вдруг она как бы вошла, и это появление причинило Свану такую мучительную боль, что он должен был поднести руку к сердцу. Дело в том, что скрипка взяла ряд высоких нот и остановилась на них как бы в ожидании, ожидании, во время которого она не переставала тянуть эти ноты с таким иступлением, словно она уже заметила приближение предмета своего ожидания, с таким отчаянным усилием, словно желала во что бы то ни стало дотянуть до его прибытия, встретить его, перед тем как изнемочь, напрячь последний остаток своих сил, и еще мгновение держать дорогу открытой перед гостем, чтобы он мог войти, вроде того, как мы держим открытой дверь, которая в противном случае затворилась бы. И прежде чем Сван успел сообразить и сказать себе «это фраза из соната Вентейля не будем слушать», все его воспоминания о времени, когда Адетта была влюблена в него, воспоминания, которые до этого момента ему удавалось держать невидимыми в глубинах своего существа, обманутые этим нежданным лучом из давней поры любви, чье солнце, казалось им, снова взошло, встрепенулось, во мгновение ока взлетели на поверхность его сознания и стали иступленно петь ему, без малейшей жалости к его теперешним мучениям, позабытые гимны счастья. Вместо отвлеченных выражений «время, когда я был счастлив», «время, когда я был любим», «которые он часто употреблял до сих пор, не слишком от этого страдая, ибо его рассудок вкладывал в них одни только фиктивные выдержки из прошлого, ничего не сохранявшие из него, он вновь обрел теперь все, что навеки утвердило в нем своеобразная и летучая сущность утраченного им счастья». Все оно предстало ему, снежно-белые, курчавые лепестки хризантемы, которую она бросила в его экипаж и которую он вез домой, прижав к губам. Адрес золотого дома, выдавленный на письме, в котором он прочел, «рука моя так дрожит, когда я пишу к вам». Ее морщившиеся брови, когда она говорила ему с умоляющим видом, «когда же вы подадите весть о себе? О, если бы мне пришлось ждать не очень долго». Он ощутил запах щипцов парикмахера, причесывавшего его в то время, как Лоридан отправлялся за маленькой работницей, услышал раскаты грома и шум дождя, который так часто шел в ту весну, увидел свои возвращения домой в Виктории холодными ясными ночами при свете луны, все петли умственных привычек, впечатлений погоды, чувственных ощущений, раскинувших на целом рядом недель однородную сеть, которую тело его оказывалось теперь вновь прочно опутанным. В то время он удовлетворял сладострастное любопытство, познавая наслаждение людей, живущих одной только любовью. Ему казалось тогда, что он может остановиться на этом, что ему не придется познать также ее горести, какой малостью была теперь для него прелесть Адетты по сравнению с мрачным ужасом, простиравшимся вокруг нее, как туманный венец вокруг солнца. По сравнению с безумной тоской, проистекавшей от невозможности знать каждое мгновение дня и ночи, что она делает, невозможности обладать ею везде и всегда. Увы, он вспомнил тон, каким Адетта воскликнула «Но я могу видеть вас в любое время, я всегда свободна». Та самая Адетта, которая теперь никогда не была свободна, вспомнил интерес, любопытство, проявленное ею к его жизни, ее страстное желание, чтобы он сделал ей одолжение, нежелательное в те времена напротив для него, поскольку оно вносило расстройство в привычный порядок его дня, позволил ей проникнуть в его рабочий кабинет, вспомнил, как ей пришлось его упрашивать, чтобы он дал согласие ввести себя в салон вердюренов, вспомнил, сколько раз, когда он разрешил ей приходить к себе один раз в месяц, понадобилось ей твердить, прежде чем он дал уломать себя, каким для нее будет счастьем привычка видеться с ним ежедневно, о которой она так мечтала, между тем, как ему привычка эта казалась докучным беспокойством, как переменились с тех пор их роли, она наполнилась к этой привычке отвращением и окончательно порвала с ней, для него же она стала неутолимой, мучительной потребностью. Он и не подозревал, какая правда заключена была в его словах, когда в их третью встречу на повторный ее вопрос, но почему вы не позволяете мне приходить к вам чаще? Он со смехом галантно отвечал, страшусь несчастной любви. Теперь, увы, ей хотя и случалось иногда писать свану из ресторана или из гостиницы на бумаге с печатным адресом этих заведений, но письма эти были словно огненные, они жгли его сердце. Написано из отеля Вуймон, чего ради она ходила туда, с кем, что там произошло? Сван вспомнил газовые фонари, гасившиеся на итальянском бульваре, когда он встретил ее, потеряв уже всякую надежду, среди блуждающих теней той памятной ночи, которая показалась ему почти сверхъестественной и которая действительно ночь из той поры, когда ему не приходилось даже задаваться вопросом, не причинит ли он ей неудовольствие своими поисками, встречей с ней. Настолько он уверен был, что у нее нет большей радости, чем увидеть его и вместе вернуться домой. Принадлежала к какому-то таинственному миру, куда навеки нет возврата, после того, как ворота ее закрылись. Исван заметил какого-то бедняка, неподвижно застывшего в созерцании этого воскресшего счастья, бедняк, которого он сразу не узнал и который наполнил его поэтому такой жалостью, что он вынужден был опустить голову из страха, как бы кто не увидел навернувшиеся ему на глаза слезы. Этот бедняк был он сам. Когда он это понял, жалость его исчезла. Зато он наполнился такой ревностью к своему другому я, которое она любила, ревностью к тем людям, о которых он часто говорил себе, не слишком от этого страдая, может быть она их любит. Теперь, когда бесформенная идея любви, в которой нет никакой любви, сменилась в нем лепестками хризантемы и штемпелем золотого дома до краев переполненных любовью. Затем страдание его стало нестерпимым. Он провел рукой по лбу, уронил монокль и протер стекло. И, несомненно, если бы он увидел себя в эту минуту, то присоединил бы к коллекции моноклей, замеченных им в зале, также и монокль, убранный им, как докучная мысль, из-за потевшей поверхности которого он пытался стереть носовым платком свои заботы. В звуках скрипки, если не глядеть на инструмент и, следовательно, быть лишенным возможности относить слышимое к зрительному образу, видоизменяющему характер звучания, есть тембры, столь родственные тембрам иных контральта, что у слушателя создается иллюзия, будто в концерте участвует певица. Он поднимает глаза и видит только деревянные резонаторы, драгоценные, как китайские шкатулки, но по временам все еще бывает обманут обольстительным зовом сирены. Иногда ему кажется так же, будто он слышит плененного духа, который бьется в глубине затейливой шкатулки, заколдованный и трепетный, как дьявол, погруженный в чашу со святой водой. Иногда так же в воздухе как бы реет некое чистое неземное существо, распространяя кругом невидимую благостную весть. Казалось, что музыканты не столько играли коротенькую фразу, сколько творили обряд, без соблюдения которого она не могла появиться, и производили заклинания, необходимые, чтобы добиться и продлить на несколько мгновений чудо ее появления. Ибо Сван, не способный в последнее время воспринимать ее, словно она принадлежала к миру ультрафиолетовых лучей, и испытывавший как бы освежающее действие некой метаморфозы, в минуты слепоты поражавшей его, когда он приближался к ней. Сван ощущал теперь ее присутствие, подобно присутствию богини-покровительницы и свидетельницы его любви, нарядившейся в костюм этих звуков, чтобы можно было подойти к нему в толпе, отвести его в сторону и поговорить с ним наедине. И в то время, как она проносилась, легкая, миротворящая и струившаяся благоуханием, говоря ему то, что она должна была сказать, и каждое слово, которое он бережно подбирал, сожалея, что они улетают так быстро, Сван невольно протягивал губы, как бы желая поцеловать на лету это гармоничное ускользающее существо. Он не чувствовал себя больше отверженным и одиноким, ибо обращаясь к нему, она нашептывала ему об Адетте. У него больше не было, как когда-то впечатления, что коротенькая фраза не знает его и Адетте. Ведь так часто она была свидетельницей их радостей. Правда, часто она предупреждала его также о хрупкости этих радостей, но если в те далекие времена он чуял страдания в ее улыбке, в ее кристально ясном и разочарованном напеве, то сейчас находил в ней скорее грациозную и почти радостную покорность судьбе. об этих горестях, о которых она намекала ему когда-то и которые с улыбкой увлекала с собой в своем неровном и стремительном беге, так что они не задевали его, об этих горестях, которые стали теперь его собственными и он лишен был надежды когда-нибудь от них избавиться, она оказалась говорила ему как некогда о его счастье. Что все это? Все это такая малость? И мысль Свана впервые обратилась в порыве жалости и нежности к этому Вентейлю, этому неведомому благородному брату, которому тоже пришлось должно быть много страдать, чем могла быть его жизнь, из глубины какого горя почерпнул он эту божественную силу, эту безграничную творческую мощь. Когда о ничтожестве его страданий говорила ему коротенькая фраза, Сван находил сладость в этой самой мудрости, которая сейчас только показалась ему невыносимой, когда он читал ее на лицах равнодушных людей, смотревших на его любовь как на незначительное приключение. Дело в том, что коротенькая фраза, каково бы ни было ее мнение о скоротечности этих душевных состояний, видела в них в противоположность всем этим людям не нечто менее серьезное, чем событие повседневной жизни, но напротив, нечто безмерно возвышавшееся над повседневной жизнью, нечто единственное только и заслуживавшее художественного выражения. Очарование интимного страдания, вот что пыталась она воспроизвести, воссоздать, вплоть до сокровенной его сущности, которая, однако, по природе своей непередаваема и кажется легковесной всякому, кроме того, кто сам его ощущает. Коротенькая фраза пленила эту сущность, сделала ее видимой. И она исполнила это с таким совершенством, что заставляла всех присутствовавших в зале слушателей, если только они обладали некоторой музыкальностью, признать ценность выраженного ею очарования и ощутить его божественную сладость, хотя бы впоследствии они не узнали его в действительной жизни, в каждой индивидуальной любви, которая будет протекать на их глазах. Конечно, форма, в которой фраза воплотила это очарование, не поддавалась рассудочному анализу, но уже больше года, с тех пор, как внезапно вспыхнувшее в нем и по временам по крайней мере ощущавшаяся любовь к музыке открыло ему множество богатств его собственной души, Сван рассматривал музыкальные мотивы как подлинные идеи, потусторонние, иного порядка, идеи, покрытые мраком, непознаваемые, непроницаемые для рассудка, но тем не менее явственно отличные друг от друга, обладающие неравной ценностью и неравным значением. Когда после вечера у Вердюренов, многократно вслушиваясь в коротенькую фразу, он попытался разобраться, почему она окружала, окутывала его словно благоуханием, словно лаской, то убедился, что это впечатление зябкой и съеженной нежности обусловлено ничтожностью интервалов между пятью составлявшими ее нотами и постоянным повторением двух из них. Но он отлично понимал, что, рассуждая таким образом ни о самой фразе, ни о некоторых простых величинах, которыми рассудок его для удобства подменил таинственную сущность, воспринятую им, еще до его знакомства с Вердюренами, на том вечере, где он впервые услышал сонату. Он знал, что самое воспоминание о звуках рояля еще больше искажало перспективу, в которой размещались его музыкальные представления. Знал, что поле, открытое музыканту, вовсе не жалкая клавиатура из семи нот, но клавиатура необъятная, еще почти вовсе неведомая, где лишь там и сям, отделенные густым непроницаемым мраком, несколько клавиш нежности, страсти, мужества, ясности и мира, составляющие эту клавиатуру наряду с миллионами других, каждая столь же отличная от прочих, как один космос отличен от другого, были открыты немногими великими художниками. Пробуждая в нас эмоции, соответствующие найденным ими темам, художники эти помогают нам обнаружить, какое неподозреваемое нами богатство, какое разнообразие таит в себе черная, непроницаемая и обескураживающая ночь нашей души, которую мы принимаем обыкновенно за пустоту и небытие. Вентель был одним из таких художников, и в его коротенькой фразе, несмотря на то, что для рассудка она представляла темную поверхность, чувствовалось содержимое столь плотное, столь точно выраженное, которому она сообщала силу столь новую, столь оригинальную, что всякий услышавший ее хранил ее в себе наравне с рассудочными понятиями. Сван обращался к ней как к концепции любви и счастья, особенности и своеобразия которой он знал так же хорошо и так же непосредственно, как знал их относительно принцессы Клевской и Рене, когда эти слова всплывали в его памяти. Даже когда он не думал о коротенькой фразе, она существовала в уме его в скрытом состоянии таким же способом, как некоторые другие наши понятия, лишенные материального эквивалента, вроде понятий света, звука, перспективы, чувственного наслаждения, этих богатых сокровищ, которыми сверкает и украшается наш внутренний мир. Может быть мы их утратим, может быть они изгладятся, если мы возвратимся в небытие, но пока мы живы, мы так же не можем привести себя в состояние, при котором мы их не знали бы, как не можем сделать это по отношению к реальным предметам, как не можем например сомневаться в свете лампы, которую зажигают перед преображенными предметами нашей комнаты, откуда исчезло самое воспоминание темноты. Таким путем фраза Винтейля, подобно какой-нибудь теме Тристана, тоже представляющей некоторое наше приобретение в области чувства, сочеталась с нашим смертным жребием, приобрела какие-то человеческие черты, в достаточной степени трогательные. Участь ее сплелась отныне с судьбами нашей души, чьим украшением из числа наиболее своеобразных, наиболее ярко выраженных она являлась. Быть может, истина небытие и наши грезы не обладают реальным существованием, но в таком случае мы чувствуем, что и эти музыкальные фразы, эти понятия, существующие по отношению к нашим грезам, тоже суть ничто. Мы погибнем, но эти божественные пленницы являются нашими заложницами, которые разделят нашу участь. И смерть с ними будет менее горькой, менее бесславной, может быть даже менее вероятной. Таким образом, Сван не совершал ошибки, веря в реальное существование фразы Винтейля. А человеченная с этой точки зрения, она все же принадлежала к разряду существ сверхъестественных, которых мы никогда не видели, но которые, несмотря на это, мы с восхищением узнаем, когда какому-нибудь исследователю незримого случается приманить одно из них, низвести из божественных сфер, куда он имеет доступ, и заставить в течение нескольких мгновений проблистать перед нами. Как раз так и поступил Винтель с коротенькой фразой. Сван чувствовал, что роль композитора была здесь самая скромная. Он лишь снял с нее с помощью музыкальных инструментов покрывало, сделал ее видимой, почтительно воспроизвел ее очертания рукой столь любящей, столь осторожной, столь бережной и столь уверенной, что звучность менялась каждое мгновение, затухая для изображения полутени, вновь оживляясь, когда нужно было точно передать какой-нибудь более смелый изгиб. И доказательством правоты Свана, верившего в реальное существование этой фразы, было то, что всякий любитель музыки, обладавший сколько-нибудь тонким чутьем, сразу же заметил бы плутовство, если бы Винтель, не обладая столь острым зрением и столь уверенной рукой вздумал маскировать, прибавляя там и сям штрихи своего собственного изобретения, недостатки своего зрения и промахи своей руки. Фраза исчезла. Сван знал, что она вновь появится в конце последнего такта, после длинного пассажа, который пианист госпожи Вердюрен всегда опускал. Этот пассаж содержал удивительные мысли, которых Сван не уловил при первом слушании сонаты и которые он теперь воспринимал, как если бы они скинули в раздевальной его памяти однообразные маскарадные костюмы новизны. Сван слушал разбросанные в разных местах темы, которые войдут в композицию фразы, как посылки в необходимый вывод силогизма. Он присутствовал при тайне ее рождения. «О дерзновение, столь же гениальное может быть», восклицал он про себя, «как дерзновение Лавуазье или Ампера, это дерзновение Вентейля, экспериментирующего, открывающего тайные законы неведомой силы, правящего по неисследованной области к единственной возможной цели, невидимой запряжкой, которой он доверился и которую никогда не будет в состоянии разглядеть». Как прекрасен был диалог между скрипкой и роялем в начале последнего пассажа, который слушал теперь Сван. Отсутствие человеческих слов не только не давало простора воображению, как можно было бы предположить, но вовсе исключало его. Никогда членораздельная речь не обладала такой непреложной необходимостью, никогда не знала она так точно поставленных вопросов, таких прозрачно ясных ответов. Сначала раздалась одинокая жалоба рояля, словно жалоба птицы, покинутой своей подругой. Скрипка услышала ее, ответила ей, словно с соседнего дерева. Происходило это как бы на заре мира, когда не было еще ничего, кроме этой пары на земле, или вернее в этом огражденном отовсюду мире, так построенным логикой его творца, что двое существ навсегда останутся там в одиночестве, в мире сонаты Вентейля. Была ли то птица, была ли то не сложившаяся еще душа коротенькой фразы, была ли то невидимая, изливавшаяся в жалобе фея, чьи стоны слышал рояль и бережно их передавал. Крики ее так участились, что скрипачу пришлось ускорить движение смычка, чтобы успеть их подхватывать. Чудесная птица! Скрипач казалось хотел зачаровать ее, приручить, пленить. Уже она проникла в его душу, уже коротенькая фраза, призванная к жизни, потрясала словно тело медиума, подлинно одержимое тело скрипача. Сван знал, что фраза прозвучит еще раз, и личность его настолько раздвоилась, что ожидание неминуемого мгновения, когда он окажется лицом к лицу с фразой, вырвало из груди его одно из рыданий, исторгаемых у нас обыкновенно красивым стихом или печальной новостью. Но не в тех случаях, когда мы бываем одни, но когда сообщаем их другу, в котором мы воспринимаем себя в отражении, как третье лицо, чья эмоция вероятно его растрогает. Она вновь появилась, но на этот раз лишь для того, чтобы повиснуть в воздухе и покрасоваться одно только мгновение, словно застыв в неподвижности и вслед затем и стаять. Поэтому Сван не терял ни секунды из драгоценного времени, в течение которого она длилась. Она реяла в пространстве, как мыльный пузырь, не успевший еще лопнуть. Так радуга, блеск которой слабеет, никнет, затем оправляется и перед тем, как погаснуть, вспыхивает на миг небывалыми огнями, к двум цветам, которые фраза позволяла до сих пор различить, она прибавила еще другие переливчатые тона, все оттенки спектра и все они звучно пели. Сван не решался пошевелиться и ему хотелось заставить сидеть спокойно всех присутствовавших в зале, как если бы малейшее движение могло разрушить магическое очарование, сверхъестественное, упоительное и хрупкое, которое каждое мгновение готово было рассеяться. Но никто и не помышлял нарушить спокойствие. Несказуемое признание одинокого отсутствующего художника, может быть, мертвеца, Сван не знал, был ли Вентель еще жив, излучавшаяся из ритуальных действий этих двух иарафантов, обладала достаточной силой, чтобы держать в напряженном состоянии внимание трехсот человек и обращала эту эстраду, где была таким образом призвана к бытию чья-то душа в один из благороднейших алтарей, на которых когда-либо было совершено таинственное священно-действие. Это впечатление было настолько сильно, что хотя в первое мгновение после того, как фраза наконец отзвучала и слышались только ее отрывки в следующих темах, уже занявших ее место, Сван был раздражен поведением графини де Монтерьянде, славившейся своей недалекостью, которая еще до окончания сонаты наклонилась к нему, чтобы поделиться своими впечатлениями. Он не мог, однако, удержаться от улыбки при ее обращении к нему и даже, может быть, нашел в ее словах некоторый глубокий смысл, неподозреваемый ею самой. Восхищенная виртуозностью исполнителей, графиня воскликнула, обращаясь к Свану. Это изумительно, я никогда не видела ничего более потрясающего. Но желание быть безукоризненно точной заставило ее исправить свое первое утверждение, и она сделала оговорку «Ничего более потрясающего, кроме вращающихся столиков». После этого вечера Сван понял, что чувство, которое Адетта питала к нему, никогда не возродится, что его надежды на счастье не сбудутся. И если в иные дни она бывала еще случайно мила и нежна с ним, если она оказывала ему иногда внимание, то он отмечал эти видимые и обманчивые знаки возврата нежности с той умиленной и скептической заботливостью, с той безнадежностью, какая свойственно бывает людям, которые, ухаживая за неизлечимо больным другом в последние дни его жизни, сообщают точно факты драгоценной важности, вчера он самостоятельно проверил свои счета и даже исправил сделанную нами ошибку. Он с аппетитом скушал яйцо, и если он хорошо переварит его, мы попробуем дать ему завтра котлету. Хотя они знают, что эти факты лишены всякого значения накануне неизбежной смерти. Конечно, Сван был уверен, что живи он теперь вдали от Адетты, он в конце концов проникся бы равнодушием к ней, так что был бы доволен, если бы она навсегда покинула Париж. У него хватило бы мужества остаться, но у него не хватало мужества уехать. Он часто подумывал об этом. Теперь, когда он снова засел за работу о вермере, ему хотелось съездить хотя бы на несколько дней в Гаагу, в Дрезден, в Брауншвейк. Он убежден был, что туалет Дианы, купленный Морюции на распродаже у Гольдшмита в качестве картины Николая Маэсса, был на самом деле картиной Вермера. И ему хотелось изучить картину на месте, чтобы подкрепить свое убеждение. Но покинуть Париж в то время, как Адетта была там, и даже когда она уезжала куда-нибудь, ибо в новых местах, где ощущения наши не притуплены привычкой, мы со свежей силой испытываем старую боль. Было для него проектом столь жестоким, что он находил в себе силу непрестанно думать о нем только потому, что знал о своей решимости никогда не приводить его в исполнение. Но во время сна намерение путешествовать иногда вновь оживало в нем. Он забывал тогда, что это путешествие было для него невозможно, и во сне оно осуществлялось. Однажды ему приснилось, что он уезжает на целый год. Наклонившись из окна вагона какому-то юноше, стоявшему на платформе и со слезами на глазах прощавшемуся с ним, Сван пытался убедить этого юношу уехать вместе с ним. Когда поезд тронулся, подступившая к сердцу тоска разбудила его. Он вспомнил, что никуда не едет, что будет видеть Адетту сегодня, завтра и почти каждый день. Тогда еще весь взволнованный своим сновидением он благословлял судьбу за стечение обстоятельств, делавшее его независимым, позволявшее ему оставаться недалеко от Адетты и даже получать разрешение изредка встречаться с нею. И мысленно обозревая все эти преимущества, свое общественное положение, свое богатство, в котором часто она слишком нуждалась, чтобы решиться пойти на разрыв, по слухам, у нее была даже задняя мысль женить его на себе. Дружбу с господином де Шарлюз, хотя последнему, по правде говоря, никогда не удавалось добиться для него особенно больших милостей от Адетты. Но дружба эта давала Свану сладкое чувство уверенности, что Адетта постоянно слышит лестные речи о нем от их общего друга, которому она относилась с таким уважением. И даже свой ум, способности которого он употреблял каждый день исключительно на изобретение новых способов сделать свое присутствие если неприятным, то по крайней мере необходимым для Адетты мысленно перебирая все эти преимущества он подумал что сталось бы с ним если бы их у него не было подумал что если бы подобно множеству людей он был беден скромен лишен источников существования вынужден принять любую работу или если бы он был связан с родными с женой то ему пришлось бы может быть покинуть Адетту подумал что сон этот ужас которого был еще так близок мог оказаться правдой и сказал себе мы не сознаем своего счастья мы никогда не бываем столь несчастны как нам кажется но вспомнив что такое существование длится уже несколько лет что самое больше он может надеяться на его продление до самой смерти что он жертвует своими занятиями своими удовольствиями своими друзьями словом всей своей жизнью ради каждодневного ожидания встречи с женщиной которая не могла принести ему никакого счастья он задался вопросом не обманывается ли он не повредили ли ему обстоятельства благоприятствовавшие его связи и мешавшие разрыву с Адеттой не являлось ли желанным событие относительно которого он так обрадовался что оно случилось только во сне его отъезд и он сказал себе мы не сознаем своего несчастья мы никогда не бываем столь счастливы как нам кажется иногда он надеялся что она безболезненно погибнет от какого нибудь несчастного случая так как по целым дням с утра до вечера она бегала по городу пребывала в сутылоке переходила оживленные улицы и так как она возвращалась здоровая и невредимая то он восхищался крепостью и ловкостью человеческого тела которое будучи непрестанно окружено опасностями опасностями бесчисленными как казалось Свану ибо его собственное тайное желание воздвигло их на ее пути способно избегать их и позволяет таким образом людям ежедневно и почти безнаказанно подвизаться на поприще лжи гоняться за наслаждениями Исван чувствовал сердечную симпатию к Магомету второму чей портрет кисти Беллини он так любил тому Магомету второму который заметив что он безумно влюбляется в одну из своих жен заколол ее кинжалом с целью как простодушно сообщает его венецианский биограф вновь обрести свободу духа затем он негодовал на себя за эти эгоистические мысли и ему казалось что испытанные им терзания не заслуживают никакой жалости если сам он так мало дорожит жизнью адетты но раз уж он был не способен разлучиться с нею навсегда то ему нужно было по крайней мере устроить так чтобы видеть ее непрестанно тогда боль его мало-помало унилась бы и его любовь может быть угасла бы и с момента как она выразила желание никогда не покидать Париж он тоже исполнился желанием чтобы она никогда не покидала его так как во всяком случае он знал что она надолго отлучалась из Парижа только один раз в году в августе и сентябре то мог заранее изгнать из представления об этой отлучке горькую мысль об ее отъезде навеки мысль которую он носил в себе как мысль абстрактную и которая будучи составлена из ряда дней в точности похожих на теперешнее проплывала в его уме холодное и прозрачное омрачая его правда некоторой печалью но не причиняя ему особенно острого страдания но достаточно было Адетти промолвить одно только слово и это абстрактное будущее это бесцветная свободно текущая река вдруг застывала превращалась в глыбу льда отвердевала замерзала до дна и Сван чувствовал себя наполненным какой-то огромной тяжелой массой давившей на внутренние стенки его существа с такой силой что оно готово было рассыпаться на куски вести весь этот эффект обусловливался тем что Адетта сказала Свану вскользь с лукавой улыбкой наблюдая его Форшвиль да мой милый мы уезжаем девятнадцатого мы пришлем тебе открытку с видом пирамид тогда он принимал твердое решение выяснить наконец не любовница ли она Форшвиля поставить ей вопрос ребром он знал что будучи суеверной она не способна на некоторые клятва преступления и кроме того удерживавший его до сих пор страх рассердить Адетту своими расспросами вызвать в ней неприязнь к себе перестал существовать теперь когда он потерял всякую надежду быть когда-нибудь любимым однажды он получил анонимное письмо сообщавшее ему что Адетта была любовницей множества мужчин в их числе были названы Форшвиль господин Дебриоте и художник и женщин и что она часто посещала дома свиданий он терзался от мысли что среди его друзей находится человек способный прислать ему такое письмо ибо по некоторым подробностям можно было заключить что автор его был хорошо знаком с интимной жизнью свана он старался доискаться кто бы это мог быть но он никогда не мог представить себе неизвестных ему поступков других людей если эти поступки не имели видимой связи с их речами и когда он хотел выяснить не следует ли ему поместить неведомую область где мог родиться этот низкий поступок под видимыми чертами характера господина дэшарлюз господина дэл лом господина дарсан то так как никто из них никогда не одобрял в разговорах со сваном анонимных писем и так как все их суждения по этому поводу предполагали что они относились к таким письмам с порицанием он не нашел никаких разумных оснований связать гнусный поступок с характером одного из этих лиц скорее чем с характером двух остальных господин дэшарлюз был человек несколько эксцентричный но по существу добрый и отзывчивый господин дэлом отличался некоторой сухостью но это была натура здоровая и прямая что касается господина дарсан то сван никогда не встречал человека который даже в самых печальных обстоятельствах не приходил бы к нему с более сердечным словом действовал бы более деликатно и более умело эта черта была у него выражена настолько ярко что сван не способен был понять не совсем красивую роль обыкновенно приписывавшуюся ему по отношению к одной богатой женщине каждый раз когда сван думал о господине дарсан он бывал вынужден оставлять в стороне эту дурную его репутацию как несовместимую со столь несомненными свидетельствами душевного благородства одно мгновение сван почувствовал что ум его мутится и он стал думать о других вещах чтобы таким образом хоть немного прояснить мысль затем он собрался с мужеством и вновь стал размышлять об анонимном письме но не будучи в состоянии заподозрить кого-либо в частности он вынужден был направить свои подозрения на всех да конечно господин де шарлюз любил его сердце у него было доброе но это был неврастенник завтра он возможно расплачется узнав что сван болен сегодня же в припадке ревности гнева под влиянием внезапно осенившей его мысли он вполне сознательно мог сделать ему зло в сущности эта порода людей самая негодная конечно принц де лом любит свана гораздо меньше чем господин де шарлюз но как раз поэтому он далеко не так на него обидчив кроме того это несомненно натура холодная одинаково неспособная и на низкие и на благородные поступки сван сокрушался что за всю свою жизнь он умел привязаться только к подобным людям затем он приходил к выводу что качеством препятствующим людям делать зло своему ближнему является доброта и что в сущности он может отвечать взаимностью только натурам подобным его собственной каковой была в отношении сердечности натура господина де шарлюз одна мысль причинить свану такое огорчение возмутило бы его но когда имеешь дело с человеком недостаточно тонким принадлежащим к другой породе каковым был принц дэлом то как предвидеть поступки на которые его могут толкнуть мотивы совсем иного рода обладать обладать добрым сердцем это все а сердце у господина де шарлюз было доброе господин дарсан тоже не лишен был доброты и его сердечные но недостаточно близкие отношения со сваном созданные удовольствием которые они думая обо всем одинаково получали от беседы друг с другом носили более спокойный характер чем экзальтированная любовь господина де шарлюз способного на любую горячую выходку как дружелюбную так и враждебную если существовал на земле человек со стороны которого сван всегда мог рассчитывать на понимание и деликатно выраженную любовь то таким человеком был господин дарсан да но его сомнительный образ жизни сван жалел что никогда не придавал значения таким слухам и часто в шутку говорил будто нигде не испытывает он с такой живостью чувств симпатии и уважения как в обществе какого-нибудь мерзавца недаром же думал он теперь люди из кони судят ближнего по его поступкам важны одни только поступки а вовсе не то что мы говорим и что думаем пусть шарлюз и делом обладают известными недостатками но все же они порядочные люди у арсана может быть нет этих недостатков но его нельзя назвать порядочным человеком и ему ничего не стоило лишний раз поступить непорядочно затем подозрения свана направились на реми который правда мог самое большее внушить идею этого письма но одно время свану казалось что он напал на верный след прежде всего у лоридана были причины сердиться на одетту затем как не предположить что наши слуги занимающие низшее положение по сравнению с нами да еще прибавляющие к нашему состоянию и нашим недостаткам воображаемые богатства и пороки за которые они нам завидуют и презирают нас будут фатально приведены к поступкам вызывающим отвращение в людях нашего круга подозрения его пали также на моего дедушку разве не получал от него сван неизменный отказ каждый раз когда просил его оказать какую-нибудь услугу к тому же с точки зрения своих буржуазных предрассудков старик мог считать что действует для блага свана сван заподозрил еще бергота художника вердюренов лишний раз воздав при этом хвалу мудрости светских людей не желающих знаться с художественными кругами где такие вещи всегда возможны и рассматриваются даже пожалуй как тонкие штуки но он вспомнил также прямодушие этой богемы и сопоставил его с сомнительными маневрами почти что мошенничеством на которое нередко толкают аристократию недостаток денег жажда роскоши вкус к извращенным удовольствиям так или иначе это анонимное письмо доказывало что в числе его знакомых есть человек способный на самый грязный поступок но сван не видел оснований почему этот грязный поступок должен скрываться скорее в недоступных для посторонних глаз душевных глубинах человека нежно любящего а не натуры холодной художника а не дельца барина а не слуги какой критерий положить в основу суждения о людях в конце концов он не мог поручиться ни за одного из своих знакомых каждый из них был способен на бесчестный поступок что же ему следует порвать со всеми мысли его затуманились два или три раза провел он рукой по лбу протер носовым платком стекла своих очков и придя к выводу что лица посещавшие господина де Шарлюз принца де Лом и других были в конце концов ничем не хуже его самого он усмотрел в этом доказательство если не их неспособности к бесчестным поступкам то по крайней мере того что посещение людей являвшихся может быть способными на такие поступки принадлежит к числу жизненных необходимостей с которыми каждый должен мириться и он продолжал пожимать руку всем своим друзьям на которых пало его подозрение но с некоторой сдержанностью памятуя что они может быть пытались причинить ему неприятность что же касается самого содержания письма то он не придал ему ни малейшего значения ибо ни одно из формулированных в нем обвинений против адетты не имело и тени правдоподобия подобно большинству людей сван был ленив умом и не отличался изобретательностью он отлично знал в качестве отвлеченной истины что человеческая жизнь изобилует контрастами но когда дело касалось какого-нибудь конкретного человека то всю неизвестную ему часть его жизни он воображал совершенно торжественной части ему известной он представлял себе то о чем ему умалчивали на основании того что ему сообщали если адетта находилась подле него и разговор их касался чьего-либо неделикатного поступка или неделикатно выраженного чувства то она резко осуждала их во имя тех же самых моральных принципов которые всегда провозглашались родными свана и которым сам он оставался верен затем она поправляла цветы выпивала чашку чаю проявляла интерес к работам свана вот почему сван распространял эти привычки на всю остальную жизнь адетты он повторял эти жесты когда хотел представить себе часы в течение которых она находилась вдали от него если бы ему описали ее такой как она есть вернее какой была с ним так долго но в обществе другого мужчины он испытал бы боль ибо образ этот показался бы ему правдоподобным но предположить что она ходит к сводням предается оргием с другими женщинами ведет беспутную жизнь самых презренных отребьев общества какой бессмысленный вздор осуществление которого благодарение богу делают совершенно невозможным воображаемые хризантемы ежедневное чаепитие благородное негодование на порог и лишь изредка он давал понять Одетте что по злобе своей посторонние люди рассказывают ему все что она делает и упомянув в разговоре какую-нибудь незначительную но истинную подробность случайно дошедшую до его сведения как если бы она была лишь небольшим кусочком невольно сорвавшимся с его языка кусочком из числа многих других в совокупности своей дававших связанную картину жизни Одетты которую он хранил в своем уме Сван внушал ей предположение будто он осведомлен о вещах которых на самом деле не знал и о которых даже не подозревал ибо если он часто заклинал Одетту не извращать фактов то это объяснялось лишь его желанием хотя бы даже бессознательным добиться от Одетты всей правды о ее жизни несомненно как Сван уверял Одетту он ценил искренность но ценил ее как сводню могущую держать его в курсе повседневной жизни его любовницы таким образом любовь его к искренности не будучи бескорыстной не содействовала его нравственному улучшению так высоко ценимая им истина была истиной которую сообщила бы ему Одетта но сам он чтобы добиться от нее этой истины не боялся прибегать к лжи той самой лжи которую неустанно изображал Одетти как порог неизбежно ведущий к нравственному разложению человеческой души в общем он лгал не меньше Одетты потому что будучи несчастнее ее он был ничуть не меньшим эгоистом и Одетта слушая как Сван рассказывает ей таким образом что она делала смотрела на него недоверчиво и на всякий случай негодующе чтобы не казаться униженной и не краснеть за свои поступки Однажды находясь в периоде относительно продолжительного спокойствия на какое он вообще был теперь способен не испытывая приступов ревности он согласился провести вечер в театре с принцессой Делом когда он раскрыл газету чтобы посмотреть что будут играть то название мраморной девушки Теодора Барьера так болезненно поразило его что он отшатнулся и выронил из рук газету как бы освещенные огнями рампы и помещенное в другую обстановку слово мрамор которое он утратил способность отчетливо различать настолько часто оно мелькало у него перед глазами в печатных текстах вдруг снова стало видимым и тотчас напомнило ему старый рассказ Адетты о посещении ею салона во дворце промышленности вместе с госпожой Вердюрен которая ей сказала берегись я найду способ растопить тебя ты не мраморная Адетта уверила его что это была простая шутка и он не придал ее рассказу никакого значения но он питал тогда больше доверия Кадетти чем в настоящее время между тем анонимное письмо говорило как раз о любви такого рода не решаясь снова взглянуть в газету он раскрыл ее перевернул страницу чтобы не видеть больше слов мраморной девушки и начал машинально читать известия из провинции разразился шторм в Ла-Манше и произвел разрушение в Дьепе в Кабуре в Безвале вдруг он снова в ужасе отшатнулся имя Безваль напомнило ему имя другой местности в той же области Безвиль соединенная при помощи тире еще с одним именем Бреоте который он часто видел на географических картах только впервые он обратил внимание что это было также имя его друга господина Де Бреоте которого анонимное письмо упоминало в числе любовников Адетты в конце концов что касается господина Де Бреоте в этом не было ничего невероятного но положительно невозможно было заподозрить Адетту в физическом общении с госпожой Вердюрен из того что Адетта иногда лгала нельзя было заключить что она никогда не говорила правду и в словах которыми она обменялась с госпожой Вердюрен и которые сама она передала Свану он узнал те пустые но опасные шуточки которые часто вследствие своей житейской неопытности и неискушенности в пороке произносят женщины выдавая тем самым свою невинность менее всего способные как например Адетта воспламениться чувственным желанием к другой женщине между тем как напротив негодование с каким она отвергла подозрения которые сама же на мгновение невольно заронила в нем своим рассказом как нельзя лучше гармонировала со всем что ему было известно о вкусах и темпераменте его любовницы но в эту минуту в силу одного из озарений ревности аналогичного озарением открывающим поэту или ученому обладавшим до тех пор лишь несколькими рифмами и отрывочными наблюдениями образ или закон которые сообщат их произведениям силу и мастерство Сван впервые вспомнил одну фразу сказанную ему Адеттой года два тому назад о госпожа Вердюрен в настоящее время ни о чем и слышать не хочет кроме меня у меня любовь с ней она целует меня хочет чтобы я всюду разъезжала с ней хочет чтобы я говорил ей ты будучи далек тогда от предположения будто фраза эта содержит в себе какую-либо связь с переданными Адеттой пошлыми замечаниями предназначенными для создания атмосферы порока он увидел в ней лишь доказательства теплых дружеских чувств теперь же воспоминания об этих нежностях госпожи Вердюрен вдруг ассоциировалось у него с воспоминанием об Адеттинах разговорах дурного тона он не мог больше мысленно разграничить то и другое и видел их перемешанными также в действительности причем нежности сообщали некоторую серьезность и значительность шуткам которые в свою очередь лишали нежности невинного характера он пошел к Адетте сел поодаль от нее не решался ее поцеловать не зная любовь или гнев пробудет в ней пробудет в нем самым поцелуй он молчал видя как умирает их любовь вдруг он принял решение Адетта душа моя начал он я знаю что я гнусен но мне необходимо задать тебе несколько вопросов помнишь какая мысль возникла у меня однажды по поводу твоих отношений с госпожой Вердюрен скажи мне правда это с ней или с какой-нибудь другой женщиной она покачала головой поджав губы движение которое мы обыкновенно делаем когда в ответ на чье-нибудь приглашение вы пойдете посмотреть на кавалькаду вы будете на обозрении мы хотим сказать что не пойдем что нам будет скучно но это покачивание головой выражающие таким образом отказ от нашего участия в каком-нибудь еще не наступившем событии носит по этой самой причине некоторую неуверенность в отрицании нашего участия событий прошедшем больше того оно вызывает представление лишь о соображениях приличия а вовсе не о принципиальном порицании не о нравственной недопустимости когда сван увидел этот знак адетты отрицавший его предположение он понял что в нем нет ничего невероятного я ведь говорила тебе ты отлично знаешь прибавила она с видом раздраженным и обиженным да я знаю но вполне ли ты в этом уверена не говори мне ты отлично знаешь а скажи я никогда не делала подобных вещей ни с одной женщиной она повторила как заученный урок тоном ироническим и как бы желая чтобы ее оставили в покое я никогда не делала подобных вещей ни с одной женщиной можешь ты поклясться мне на твоем образке лагетской богоматери сван знал что адетта никогда не принесет ложной клятвы на этом образке боже как ты мучаешь меня воскликнула она делая движение всем телом точно желая освободиться от петли этого вопроса ты с неба свалился что с тобой сегодня ты как будто поставил себе целью чтобы я возненавидела тебя прокляла тебя я хотела было восстановить дружеские отношения между нами быть милой с тобой как в прежние хорошие времена и вот твоя благодарность однако не выпуская ее как хирург который ожидает конца спазмы заставивший его прервать на время операцию но ни в коем случае не отказаться от нее ты глубоко заблуждаешься адетта предполагая будто я хоть капельку сержусь на тебя сказал он мягко убедительным и фальшивым тоном я никогда не говорю тебе о том чего я не знаю и я знаю всегда гораздо больше чем говорю но ты одна способна смягчить если сознаешься вещи наполняющие меня ненавистью к тебе если я о них узнаю только от других причиной моего гнева на тебя является вовсе не твое поведение я все прощаю тебе потому что люблю тебя но твоя лживость твоя бессмысленная лживость принуждающая тебя упорствовать в отрицании вещей мне известных но каким образом хочешь ты чтобы я продолжал тебя любить когда я слышу как ты утверждаешь клянешься мне в вещи которая является заведомой ложью адетта не продолжая этого мгновения являющегося пыткой для нас обоих если ты хочешь покончить со всем этим сразу ты навсегда будешь избавлена от неприятного тебе допроса поклянись мне на твоем образке скажи да или нет делала ты когда нибудь эти вещи но откуда же может быть очень давно не отдавая себя отчета в том что я делаю может быть два или три раза сван предусмотрел все возможности действительность есть следовательно нечто не имеющее никакого отношения к возможностям как нанесенный нам удар кинжалом не имеет никакого отношения к медленному движению облаков над нашей головой ибо эти слова два или три раза как бы вонзились живой раной в его сердце в самом деле какая странная вещь эти слова два или три раза простые слова слова прозвучавшие в пространстве на некотором расстоянии от свана оказались способными до такой степени поразить его сердце как если бы они действительно коснулись его могли сделать свана больным словно принятый яд невольно вспомнились свану слова услышанные ему госпожи Сент-Эверт я никогда не видела ничего более потрясающего кроме вращающихся столиков испытываемое им страдание не имело никакого сходства с тем что рисовало ему воображение не только потому что и в часы самого крайнего недоверия к ней он все же редко воображал такое глубокое проникновение в нее зла но еще и потому что даже когда он воображал себе это проникновение оно оставалось неопределенным расплывчатым не соединялось с тем беспредельным ужасом который излучался из слов может быть два или три раза лишено было своеобразной жестокости настолько же отличавшись от всего что было ему известно как болезнь которой мы бываем поражены в первый раз и все же эта адетта являвшаяся источником всего этого зла была ему не менее дорога напротив стала более драгоценной как если бы по мере роста его страдания росло также благотворное действие успокоительного противоядия которым обладала одна только эта женщина он хотел окружить ее большими заботами как мы делаем это по отношению к болезни когда вдруг обнаруживаем ее серьезность он хотел чтобы ужасная вещь которую по ее словам она сделала два или три раза не могла больше повториться для этого ему необходимо было неусыпно наблюдать за адеттой часто можно слышать что указывая своему другу недостатки его любовницы мы лишь укрепляем его привязанность к ней потому что он не придает никакой веры нашим словам но если он поверит нам привязанность его возрастет в несравненно большей степени но спрашивал себя сван как уберечь ее от зла он мог пожалуй оградить ее от общения с определенной женщиной но ведь женщин много и сван понял какое безумие нашло на него когда не застав адетты в памятный вечер у вердюренов он воспламенился никогда неосуществимым желанием обладать другим существом к счастью для свана под массы новых страданий нахлынувших в его душу кокорды варваров в существе его залегла некоторая естественная основа более древняя более мягкая совершавшая молчаливую работу вроде той что совершают клеточки раненого органа немедленно приступающие к восстановлению поврежденных тканей или мышцы парализованного члена стремящиеся по-прежнему производить присущие им движения эти более древние более автохтонные обитатели его души на мгновение поглотили все силы свана на ту подсознательную восстановительную работу которая сообщает иллюзию покоя выздоравливающему или подвергшемуся операции больному на этот раз ослабление напряжения обусловленное истощением имело место вопреки обыкновению не столько в мозгу свана сколько в его сердце но все однажды испытанное нами в жизни стремится повториться вновь и подобно издыхающему животному вздрагивающему в конвульсии когда агония казалось уже окончено сердце свана пощаженное на одно только мгновение вновь было поражено свежей раной нанесенной ему стихийно возвратившимся прежним страданием он вспомнил те залитые лунным светом вечера когда растянувшись в виктории отвозивший его на улицу лапи рус он сладострастно взращивал в себе эмоции влюбленного не ведая какой отравленный плод они неизбежно должны будут принести но все эти мысли длились у него в течение одной только секунды времени какое ему нужно было для того чтобы поднести руку к сердцу перевести дух и изобразить на лице улыбку долженствовшую замаскировать его муку уже он вновь начал задавать вопросы ибо его ревность принявшая на себя тягостную обязанность от которой отказался бы злейший его враг поразить его сокрушительным ударом насильственно познакомить его с самым жестоким страданием какой он когда-либо испытывал его ревность не считала что чаша страданий выпита им до дна и пыталась нанести ему еще более глубокую рану подобно злому демону ревность вдохновляла свана и толкала его к гибели если пытка его не стала с самого начала безысходной то это случилось не по его воле а лишь благодаря Адетте дорогуша снова обратился он к ней теперь с этим покончено навсегда скажи это было с лицом которое я знаю не отклянусь тебе к тому же мне кажется я преувеличила у меня никогда дело так далеко не заходило он улыбнулся и продолжал как тебе угодно все это пустяки но жаль что ты не можешь назвать мне имени если бы я мог наглядно представить себе лицо это избавило бы меня от вечных мыслей о нем я говорю тебе в твоих интересах чтобы не приставать к тебе больше с расспросами наглядное представление вещей действует так успокоительно ужаснее всего когда мы теряемся в неопределенных догадках но ты была уже так мила со мной я не хочу утомлять тебя от всего сердца благодарю тебя за сделанное тобой для меня добро с этим покончено одно только слово как давно это было о шарль ты совсем замучил меня все это было давным давно я никогда потом об этом не думала ты положительно хочешь снова отдать меня во власть этих мыслей ты преуспеешь подпустила она ему шпильку не сознавая неуместности этих слов я хотел знать только было ли это до нашего знакомства или после ведь это такой естественный вопрос это происходило здесь в этой комнате не можешь ли ты точно указать мне какой-нибудь вечер так чтобы я вспомнил что я делал в то время ведь ты же отлично понимаешь всю невероятность предположения будто ты позабыла с кем это у тебя случилось адетта любовь моя право же я не знаю кажется что в булонском лесу однажды вечером когда ты приехал за нами на остров да ты обедал в тот день у принцессы дылом сказала она обрадовавшись что может сообщить точную подробность свидетельствовавшую о ее правдивости за соседним столиком сидела женщина с которой я уже давно не виделась она обратилась ко мне пойдемте за скалу полюбуемся озером освещенным луной но я громко зевнула и ответила нет я устала мне и здесь хорошо она стала уверять что никогда озеро не было так красиво освещено луной я сказала ей знаем мы эти сказки я отлично видела чего ей хотелось адетта рассказала этот эпизод почти со смехом от того ли что он казался ей как нельзя более естественным от того ли что она думала уменьшить таким образом его значение или же наконец желая придать себе таким образом больше смелости но взглянув на лицо свана она изменила тон жестокий тебе доставляет удовольствие мучить меня принуждать меня лгать только для того чтобы ты оставил меня в покое этот второй удар нанесенный свану был еще более тяжким чем первый никогда не предполагал он что это случилось так недавно почти на его глазах лишь по наивности его ничего не заметивших случилось не в неведомом ему прошлом но в один из вечеров который он отлично помнил который он провел с адеттой который казалось ему он знал во всех подробностях и который приобретал теперь ретроспективно какой-то издевательский жестокий характер посреди него вдруг разверзала зияющая пропасть это мгновение на острове в булонском лесу не отличаясь большим умом адетта пленяла естественностью она рассказывала и промимировала сцену с такой непосредственностью что сван у которого захватила дух ясно видел все зевоту адетты место за скалой он слышал ее веселый увы ответ знаем мы эти сказки он чувствовал что она больше ничего не скажет ему сегодня что в настоящий момент ему нечего рассчитывать на дальнейшее разоблачение помолчав он сказал ей бедняжка извини меня я осознаю что делаю тебе больно но теперь кончено больше я никогда не буду думать об этом но она видела что глаза его по-прежнему сосредоточены на вещах которых он не знал и на прошлом их любви однообразном и сладостном в его памяти поскольку оно было расплывчатым том прошлом которое разрывало теперь как наживая рана минута на острове в лесу при лунном свете в то время как он обедал у принцессы делом но в нем так прочно укоренилась привычка находить жизнь интересной восхищаться любопытными открытиями которые можно было производить в ней что даже испытывая страдания которое казалось ему он не способен будет вынести долгое время сван говорил себе жизнь поистине изумительна и таит в себе столько неожиданностей по-видимому порог вещь гораздо более распространенная чем мы думаем вот женщина которой я питал столько доверия которая кажется такой простой такой порядочной если она и не отличалась строгими нравами то все же производила впечатление нормальной и здоровой в своих вкусах и наклонностях получив чудовищный извет я подвергаю ее допросу и то немногое в чем она сознается разоблачает гораздо больше чем я мог когда-либо подозревать но он не в силах был ограничиться этими бесстрастными замечаниями он пытался точно определить ценность ее рассказа чтобы выяснить часто ли она делала подобные вещи и способна ли делать их вновь он повторял сказанные от этой слова я отлично видела чего ей хотелось два или три раза знаем мы эти сказки но они всплывали в памяти свана небезоружные каждая из них держала нож и наносила им новый удар подобно больному который не в силах удержаться от совершения каждую минуту движения причиняющего ему боль он то и дело повторял себе слова мне и здесь хорошо знаем мы эти сказки но боль была так мучительно что ему пришлось остановиться он поражался что действия которым до сих пор он относился всегда легко с улыбкой теперь стали для него серьезными и тяжелыми как болезнь могущая иметь роковой исход он знал многих женщин которых мог бы попросить следить за адеттой но можно ли было рассчитывать что они станут на его новую точку зрения и откажутся от точки зрения которая так долго была ему свойственна которая всегда руководила им в его галантных похождениях разве не скажут они ему со смехом гадкий ревнивец во что бы то ни стало желающий лишить других наслаждения какая пропасть внезапно разверзшаяся стремительно увлекла его того самого свана который в прежнее время получал от своей любви к адетте лишь самые утонченные наслаждения в этот новый круг ада откуда он не видел никакого выхода бедная адетта он не проклинал ее вина ее была невелика разве не рассказывали ему что еще почти ребенком она была продана в Ницце собственной матерью одному богатому англичанину но какая мучительная истина открывалась теперь для него в этих строках дневника поэта Альфреда де Виньи который раньше он читал совершенно равнодушно мужчина воспламеняющийся страстью к женщине должен спросить себя кем она окружена какова была ее прошлая жизнь все его будущее счастье зависит от ответа на эти вопросы сван поражался что простые фразы мысленно произнесенные им вроде знаем мы эти сказки или я отлично видела чего ей хотелось могли причинить ему такую боль но он понимал что то что казалось ему простыми фразами было на самом деле кусками остова на котором держалась и каждую минуту могло стать для него ощутимым мучение испытанное им во время рассказа адетты ибо он вновь испытывал теперь это же самое мучение что толку было в том что теперь он знал и даже с течением времени понемногу забывал простил каждый раз когда он повторял себе ее слова прежнее мучение воссоздавало его таким как он был до признания адетты ничего не знающим доверчивым безжалостная ревность вновь ставила его чтобы больнее поразить признание адетты в положение человека еще не знающего правды прошло несколько месяцев а этот старый рассказ по-прежнему потрясал его как неожиданное открытие он поражался страшной воссозидающей силе своей памяти лишь ослабление этой производительницы плодородие которое уменьшается с возрастом способно было вселить в него надежду на облегчение его страданий но когда способность причинить ему страдания присущие словам адетты как бы несколько истощалась вдруг одно из ее слов на которых внимание свана до сих пор меньше останавливалось слово почти новое приходило на смену тех что он часто повторял и поражало его со свежей силой воспоминания о вечере когда он обедал у принцессы де лом было мучительно но оно являлось не более чем центром его мучений мучения эти смутно излучались кругом на все смежные дни и какого бы пункта он не касался в своих воспоминаниях о лете когда вердюрены так часто обедали на острове в булонском лесу все они причиняли ему боль боль столь нестерпимую что мало по малу любопытство возбуждавшееся в нем ревностью было нейтрализовано страхом новых мучений которым он подверг бы себя удовлетворяя это любопытство он отдавал себе отчет что весь период жизни адетты до ее знакомства с ним период который он никогда не пытался наглядно представить себе являлся не абстрактным протяжением неопределенно рисовавшимся ему но состоял из ряда определенных лет наполненных конкретными событиями однако он не собирал о них более обстоятельных сведений боясь как бы это бесцветное текучее и выносимое прошлое не приобрело осязательного поганого тела индивидуального дьявольского лица как и раньше он не делал попыток узнать его но теперь уже не вследствие умственной лени а из страха причинить себе страдания он надеялся что наступит наконец день когда он в силах будет слышать слова остров в булонском лесу принцесса дэлом не ощущая больше терзаний и находил неблагоразумным требовать от адетты произнесения новых слов названий мест и упоминания различных событий которые вновь пробудили бы в нем в другой форме едва только утихнувшую боль но часто сама адетта помимо своей воли не отдавая себя отчета в том что она делает разоблачала ему вещи которых он не знал которые страшился теперь узнать в самом деле адетта не имела никакого представления о размерах пропасти вырытой пороком между ее реальной жизнью и жизнью относительно невинной созданную воображением свана которую как и теперь еще ему часто казалось ведет его любовница порочное существо неизменно надевающее на себя личину добродетели в присутствии людей от которых ему хочется скрыть свои пороки не располагает мерилом с помощью которого оно могло бы отдать себе отчет насколько эти пороки чей непрерывный рост ускользает от его сознания мало по малу отвлекают его от нормального образа жизни сожительствуя в уме адетты с представлениями поступков которые она утаивала от свана другие ее поступки мало по малу окрашивались в цвет поступков утаиваемых заражались ими так что она не способна была подметить в них ничего странного и они не звучали фальшиво в той специфической обстановке куда она их поместила но когда она рассказывала о них свану тот ужасался так явственно выдавали они атмосферу которые были окружены однажды он попробовал в неоскорбительной для нее форме спросить адетту не имела ли она когда-нибудь дело со своднями по правде говоря он был убежден что адетта была в этом не повинна анонимное письмо поселило некоторое подозрение в его уме но поселило чисто механически подозрение это не встретило никакого доверия но все же запало в него и сван желая освободиться от чисто физического беспокойства вызванного присутствием этого постороннего тела попросил одетту вырвать его с корнем нет дорогой нет нельзя сказать чтобы они не старались всячески завлечь меня продолжала она с улыбкой удовлетворенного тщеславия не замечая совершенной неуместности этой улыбки в присутствии свана не далее как вчера одна из них целых два часа поджидала меня предлагая мне какие угодно деньги по-видимому какой-то посол сказал ей я застрелюсь если вы не приведете ее ко мне ей сказали что я уехала но она все сидела и сидела так что в заключении мне самой пришлось выйти и сказать ей чтобы она убиралась хотелось бы мне чтобы ты видел какой прием оказала я ей моя горничная слышавшая все из соседней комнаты передавала мне что я заорала на весь дом говорю вам что я не желаю удивительная мысль пришла вам в голову нечего сказать мне кажется что я вольна делать что мне нравится добро бы еще я нуждалась в деньгах тогда это было бы пожалуй понятно консьерж получил приказание не пускать ее больше он скажет что я уехала за город ах как хотелось бы мне чтобы ты был спрятан где-нибудь поблизости я уверена что ты остался бы доволен голубь мой ты видишь что она все же хорошая твоя маленькая адетта несмотря на все гадости которые болтают о ней таким образом даже когда она осознавалась как в данном случае в поступках которые по ее мнению стали ему известными эти признания скорее служили для свана отправным пунктом для новых подозрений чем клали конец прежним сомнениям ибо признание адетты никогда точно не соответствовали его подозрениям напрасно адетта тщательно удаляла из своих рассказов все существенное в какой-нибудь побочной детали всегда оставалось нечто такое о чем сван и не помышлял что подавляло его неожиданностью и побуждало изменить представление о характере своей ревности и он больше не в силах был забыть эти признания душа его носила их с собой отбрасывала прочь затем снова баюкала как река трупы утопленников и была насквозь отравлена ими однажды адетта рассказала ему о визите сделанном ей форшвилем в день праздника Париж-Мурсия как ты уже тогда была знакома с ним ах да конечно поправился он чтобы не производить впечатление человека ничего не знающего и вдруг он вздрогнул при мысли что в день этого праздника Париж-Мурсия когда он получил от нее письмо так бережно им хранимое адетта может быть завтракала с форшвилем в золотом доме она поклялась ему что нет все же золотой дом напоминает мне об одном твоем уверении которое я знаю было неправдой сказал он с целью напугать ее да я не была там в тот вечер когда ты искал меня у Прево а сказала тебе что только что вышла оттуда ответила она предположив по выражению его лица будто ему это известно с решимостью объяснявшейся не столько цинизмом сколько робостью боязнью рассердить свана которую самолюбие она хотела скрыть и наконец с желанием показать что она способна быть откровенной вот почему слова адетты хлестнули его с меткостью и силой присущими ударом палача хотя они не были жестокими ибо адетта произнесла их не сознавая какую боль причиняет свану она даже рассмеялась правда главным образом с тою целью чтобы не показаться униженной или смущенной да это верно я не была в золотом доме я шла тогда от Форшвиля я действительно была у Прево я правду сказала тебе он встретил меня там и пригласил зайти взглянуть на его гравюры но в это время к нему кто-то пришел я сказала тебе что иду из золотого дома так как боялась что ты на меня рассердишься ведь правда это было мило с моей стороны предположим что я была не права но я по крайней мере откровенно признаюсь тебе в этом сейчас зачем бы мне понадобилось скрывать от тебя что я завтракала с ним в день праздника Париж Мурсия если бы это была правда тем более что в то время мы еще не были хорошо знакомы друг с другом не правда ли дорогой мой в ответ он только улыбнулся малодушной улыбкой человека вдруг обессилившего под действием этих уничтожающих слов значит даже в месяц о которых он никогда не решался вспоминать ибо они были преисполнены счастья в те месяцы когда она любила его она уже лгала ему и кроме этого момента первого вечера когда ими свершена была котлея когда она сказала ему что идет из золотого дома сколько должно быть было других моментов также точно таивших в себе ложь который сван совсем не подозревал он вспомнил как она сказала однажды мне стоит только сказать госпоже вердюрен что было не готово мое платье или что мой кэп запоздал всегда есть способ вывернуться для него тоже вероятно сколько раз когда она вскользь произносила эти слова объяснявшие опоздание оправдывавшие изменение часа свидания они должны были маскировать хотя он тогда вовсе не подозревал об этом какую-нибудь ее интрижку с другим другим которому она говорила мне стоит только сказать свану что было не готово мое платье что что кэп запоздал всегда есть способ вывернуться и обращаясь к самым сладким своим воспоминаниям к самым безыскусственным словам сказанным ему адетой в то золотое время которым он верил как словам евангелия к самым прозаическим ее действиям о которых она рассказывала ему к самым привычным для него местам квартире ее портнихи авеню булонского леса ипподрому сван чувствовал возможность скрытого замаскированного тем избытком времени который даже в наитщательнейше распределенных днях оставляет некоторые свободные промежутки некоторое незаполненное пространство и может служить прибежищем для ряда утаимых нами поступков проникновение туда лжи пятнавший все что оставалось у него самого дорогого его лучшие вечера самая улицу лапи рус которую одетта постоянно покидала не в те часы что она называла ему повсюду распространявший в известной степени тот мрачный ужас что он ощутил услышав ее признание относительно золотого дома и подобно нечистым тварям в разрушении Ниневии разрушавшие камень за камнем все его прошлое если теперь он отворачивался каждый раз когда в памяти его всплывало жестокое слово золотой дом то это объяснялось уже не тем что оно напоминало ему как это случилось совсем еще недавно на вечере у госпожи де Сентеверт давно утраченное счастье но тем что с ним связывалось представление горя которое он сейчас только осознал потом слова золотой дом постигла та же участь какая постигла слова остров в булонском лесу они мало помалу перестали причинять страдания свану ибо мы ошибочно считаем нашу любовь и нашу ревность едиными непрерывными неделимыми чувствами они состоят из бесчисленных сменяющих друг друга и разнородных чувств каждый из которых мимолетно но общая совокупность которых благодаря непрерывному их чередованию создает впечатление сплошности иллюзии единства жизнь любви свана постоянство его ревности складывались из смерти из непостоянства из бесчисленных желаний бесчисленных сомнений предметом которых неизменно оставалась адетта если бы он был надолго разлучен с ней то умиравшие чувства не замещались бы в нем новыми но присутствие адетты продолжало попеременно засевать сердце свана то нежностью то подозрениями в иные вечера она вдруг становилась благосклонна к нему бесцеремонно заявляя при этом что он должен сейчас же воспользоваться ее благосклонностью так как возможно что она не повторится целые годы в таких случаях свану приходилось немедленно отправляться к ней совершать котлею и это желание которым она будто бы воспламенялась к нему было так внезапно так необъяснимо так настоятельно ласки которые она расточала ему вслед за тем были так демонстративны так необычны что эта грубая и неправдоподобная нежность причиняла свану такую же боль как какая-нибудь ее ложь или злобная выходка однажды вечером он пришел таким образом к ней повинуясь ее приказанию когда она беспорядочно перемешивала поцелуи и страстные восклицания составлявшие такой резкий контраст с ее обычной холодностью свану показалось вдруг как будто раздался шум он встал осмотрел все кругом никого не нашел но не имел мужества снова занять место подле нее тогда в припадке бешенства адетта разбила вазу и сказала свану никогда с тобой каши не сваришь он так и остался в неуверенности не спрятала ли она в комнате человека в котором хотела вызвать муки ревности или распалить чувственность иногда он заходил в дом свиданий в надежде узнать что-нибудь о ней не решаясь однако назвать ее по имени у меня есть крошка которая наверное вам понравится говорила хозяйка и он проводил целый час в нудной беседе с какой-нибудь бедной девушкой изумленной тем что он не предпринимает ничего больше одна совсем молоденькая и хорошенькая сказала ему однажды больше всего на свете мне бы хотелось найти друга тогда он мог бы быть спокоен я никому бы больше не пошла так по-твоему возможно чтобы женщина была тронута любовью к ней и никогда бы не изменяла своему любовнику с напряженным любопытством спросил сван разумеется все зависит от характера сван не мог удержаться от того чтобы не говорить с этими девицами тем же тоном какой понравился бы принцессе дэлом той что искала друга он сказал улыбаясь ты очень мила у тебя голубые глаза совсем такого же цвета как твой пояс у вас тоже голубые манжеты какой милый разговор мы ведем как он подходит к этому заведению тебе не скучно со мной может быть ты занята нет благодарю вас я совсем свободна если бы мне было скучно с вами я бы вам сказала напротив мне очень нравится то что вы говорите я очень польщен не правда ли мы очень мило беседуем обратился он к хозяйке вошедший к ним в комнату ну да это как раз то что я говорила тебе как они скромно ведут себя очень очень мило ко мне приходят теперь поболтать на медний принц сказал что здесь гораздо уютнее чем с женой по-видимому теперь все светские женщины в этом роде прямо скандал но я покидаю вас простите мне мою бесцеремонность и она оставила свана с девушкой у которой были голубые глаза но вскоре он сам поднялся и простился с ней она его не интересовала потому что не была знакома с адеттой так как художник был болен то доктор катар порекомендовал ему морское путешествие несколько верных выразили желание отправиться вместе с ним вердюреном показалось невыносимой перспектива остаться в одиночестве они наняли яхту затем приобрели ее таким образом адетта то и дело совершала прогулки по морю каждый раз как она уезжала на сравнительно продолжительное время сван чувствовал что начинает отрываться от нее но это духовное расстояние находилось в строгом соответствии с расстоянием материальным как только сван узнавал что адетта возвратилась он не мог удержаться от посещения ее однажды когда они отправились как думал каждый из участников поездки всего только на месяц от того ли что на пути им встретилось много соблазнов от того ли что господин вердюрен заранее ловко устроил все чтобы доставить удовольствие жене и стал раскрывать свои планы верным лишь понемногу во всяком случае из Алжира они поехали в Тунис затем в Италию в Грецию в Константинополь в Малую Азию путешествие затянулось на целый год сван чувствовал себя совершенно спокойно и был почти счастлив хотя господин вердюрен всячески старался убедить пианиста и доктора Катара в том что тетка первого и пациенты второго вовсе в них не нуждаются и что во всяком случае неблагоразумно заставлять госпожу Катар возвращаться в Париж который по словам госпожи вердюрен охвачен революцией ему все же пришлось отпустить их в Константинополе на свободу к ним присоединился также художник однажды вскоре по возвращении этих четырех путешественников сван увидя амнибус с надписью Люксембург куда ему нужно было съездить вскочил в него и оказался лицом к лицу с госпожой Катар которая делала визиты к лицам принимавшим в тот день в полном параде с пером на шляпе в шелковом платье с муфтой зонтиком от солнца и от дождя с сумочкой наполненной визитными карточками и в белых вычищенных перчатках украшенной этими знаками отличия она в сухую погоду ходила пешком из одного дома в другой если дома эти были расположены по соседству но отправляясь затем в другой квартал пользовалась амнибусом с пересадочными билетами в первое мгновение перед тем как врожденная любезность женщины пробилась наружу сквозь чопорность жены почтенного врача не будучи к тому же уверена удобно ли ей заговорить со сваном о вердюренах она совершенно непринужденно произнесла своим тягучим нескладным но не лишенным приятности голосом по временам совершенно заглушавшимся громыханием амнибуса отрывки речей из тех что слышала и повторяла в двадцати пяти домах которые успела сегодня обойти мне излишне обращаться с этим вопросом к вам человеку везде бывающему видели ли вы у мерлитонов портрет машара смотреть который стекается весь париж что вы скажете о нем какому лагерю принадлежите вы к тем что одобряют или к тем что бронят во всех салонах только и разговоров что о портрете машара не высказывать своего мнения об этом портрете значит прослыть человеком неэлегантным невеждой отсталым когда сван ответил что не видел портрета госпожа катар испугалась что наступило ему на больное место принудив его к этому признанию прекрасно прекрасно вы по крайней мере имеете мужество быть откровенным вы не считаете себя опозоренным тем что не видели портрета машара я нахожу что это очень мило с вашей стороны сама я однако видела мнения разделились некоторые находят что через чур прилизано похоже на взбитые сливки но по-моему идеально понятное дело она не похожа на синих и желтых женщин нашего друга Биша но я должна откровенно признаться вам вы сочтете меня несколько старомодной но я говорю то что думаю я его не понимаю боже мой я признаю все достоинства портрета моего мужа к тому же в нем меньше вывертов чем в других работах Биша но зачем ему понадобилось украшать доктора синими усами то ли дело Машар знаете как раз муж моей приятельницы к которой я сейчас еду этому обстоятельству я обязана большим удовольствием находиться в вашем обществе обещал ей если он будет избран в академике это один из коллег доктора заказать ее портрет Машару ей будет чем любоваться другая моя приятельница уверяет что она предпочитает Лелуара но в этих делах я полный профан и допускаю что у Лелуара еще больше знаний чем у Машара но я нахожу что прежде всего мы вправе требовать от художника особенно когда портрет стоит 10 тысяч франков чтобы было сходство и при том приятное сходство исчерпав эту тему внушенную ей с высоты пера на шляпе монограммой на сумке с визитными карточками маленьким номером написанным чернилами наизнанке ее перчаток чистильщиком и неуверенностью удобно ли заговорить со Сваном о вердюренах госпожа Катар видя что до угла улицы Бонапарт где кондуктор должен был остановить амнибус еще далеко внила голосу сердца советовавшему ей держать другие речи у вас должно быть звенело в ушах мсье сказала она ему во время путешествия которое мы совершили с госпожой вердюрен только о вас и была речь Сван был очень изумлен так как думал что его имя никогда не произносится теперь в присутствии вердюренов ведь вы знаете продолжала госпожа Катар с нами была госпожа до креси так что это вполне понятно где бы ни была Адетта она не может не заговорить о вас и вы отлично знаете что она рассказывает о вас совсем неплохие вещи как вы в этом сомневаетесь сказала она увидя скептический жест Свана и увлеченная искренностью своего убеждения она продолжала не вкладывая никакого дурного значения в слово которое употребило только в том смысле в каком мы употребляем его когда говорим о любви соединяющей двух друзей но ведь она обожает вас ах я бы никому не рекомендовала говорить дурно о вас в ее присутствии смельчак тотчас же был бы осажен по любому поводу например когда мы рассматривали какую-нибудь картину она говорила ах если бы он был здесь он мог бы с уверенностью сказать вам подлинная она или нет никто не сравнится с ним в этом отношении и каждую минуту она спрашивала что бы он мог сейчас делать как бы мне хотелось чтобы он сидел за своей работой ужасно жаль такой одаренный парень и так ленив вы меня извините не правда ли я ясно вижу его сейчас он думает о нас он спрашивает где мы она сказала даже одно словечко которое мне очень понравилось господин вердюрен спросил ее каким однако образом можете вы видеть то что он сейчас делает ведь тысячи километров отделяют нас от него тогда адетта ответила нет ничего невозможного для глаза искреннего друга нет уверяю вас я говорю все это вовсе не с тем чтобы польстить вам в лице адетты вы имеете верного друга какого нелегко сыскать могу сказать вам кроме того если это вам неизвестно что вы ее единственный друг сама госпожа вердюрен в последний день что мы проводили вместе говорила мне вы знаете в такие минуты разговор льется как-то непринуждение я не говорю что адетта не любит нас но все что мы говорим ей пустяки для нее по сравнению с тем что сказал бы ей господин сван ах боже мой кондуктор уже останавливает амнибус для меня я так заболталась с вами что чуть было не проехала улица бонапарт будьте так добры скажите мне ровно стоит мое перо и госпожа катар вынула из муфты и протянула свану руку в белой перчатке уронив пересадочный билет и наполнив амнибус атмосферой элегантной жизни смешанной запахом свежевычищенной кожи и сван почувствовал прилив нежности к ней а также к госпоже Вердюрен и даже к адетте ибо чувство которое он испытывал к своей любовнице будучи лишеном мучительных оттенков едва ли могло быть названо теперь любовью в то время как умиленными глазами он наблюдал с площадки амнибуса как госпожа катар энергично зашагала по улице бонапарт с торчащим на шляпе пером одной рукой подобрав юбку а в другой держа зонтик и сумку с визитными карточками так чтобы видна была ее монограмма и предоставив муфте свободно болтаться у пояса оживив болезненные чувства которые сван питал кадетти госпожа катар оказалась лучшим врачом в этом случае чем ее муж ибо привила ему наряду с ними другие нормальные чувства такие как благодарность дружба чувства которые должны были сообщить адетти в сознании свана большую человечность сделать ее более похожей на других женщин потому что и другие женщины тоже могли внушить ему эти чувства должны были ускорить окончательно ее превращение в ту любимую спокойной любовью адетту которая увела его однажды к себе с вечеринки у художника и угощала его и фаршвиля оранжадом ту адетту подле которой как сван почувствовал тогда он мог бы жить счастливо во время она с ужасом думая о наступлении дня когда угаснет его любовь к адетте сван твердо решил проявить бдительность и при первых признаках угасания своего чувства уцепиться за него удержать его во что бы то ни стало но теперь ослабление его любви сопровождалось ослаблением его желания оставаться влюбленным ибо мы не можем измениться то есть стать другой личностью по-прежнему продолжая повиноваться чувствам личности которой больше нет иногда случайно замеченное им в газете имя человека принадлежавшего по его предположению к числу любовников адетты вновь пробуждала его ревность но ревность эта бывала теперь очень слабой и доказывая ему что он не расстался еще окончательно со временем когда ему приходилось столько страдать хотя довелось также познать острые чувственные наслаждения и что случайности жизненного пути еще позволят ему может быть увидеть украдкой и издали красоту того времени скорее приятно щекотало его вроде того как угрюмому парижанину покинувшему Венецию и возвращающемуся во Францию последний москит доказывает что Италия и лето остались еще не очень далеко позади но чаще всего когда ему случалось делать усилия если не для того чтобы удержать этот столь своеобразный период его жизни все дальше и дальше уходивший от него то по крайней мере для того чтобы мысленно нарисовать себе покуда еще можно было ясную его картину он обнаруживал что уже слишком поздно ему хотелось бы взглянуть на эту любовь все больше отделявшуюся от него как мы смотрим на скрывающийся за горизонтом пейзаж но так трудно бывает раздваиваться и правдиво представлять себе зрелище чувства которым мы перестали обладать что очень скоро мозг его затуманивался он больше ничего не различал отказывался от своей попытки снимал очки и протирал стекла и он говорил себе что лучше пожалуй немного отдохнуть что впоследствии у него будет еще достаточно времени забивался в свой уголок проникался ко всему равнодушием и погружался в оцепенение словно сонный путешественник нахлобучивающий шляпу на брови чтобы вздремнуть в вагоне который он чувствует все быстрее и быстрее уносит его далеко от мест где он так долго жил и откуда обещал не уезжать не послав им прощального взгляда совсем подобно этому путешественнику просыпающемуся только во Франции Сван находя случайно какое-нибудь доказательство того что Форшвиль был любовником Мадетты замечал что оно не причиняет ему никакой боли что любовь далека теперь от него и сожалел что от внимания его ускользнул момент когда он расстался с нею навсегда и подобно тому как перед заключением Мадетты впервые в свои объятия он попытался запечатлеть у себя в памяти лицо которым так долго он любовался и которое впредь должно было измениться под влиянием воспоминаний об этом первом поцелуе так и теперь ему хотелось бы мысленно по крайней мере иметь возможность сказать последнее прости пока она еще существовала этой Адетте внушившей ему любовь и ревность этой Адетте причинившей ему столько страданий этой Адетте которую он теперь никогда больше не увидит он ошибался ему довелось еще раз увидеть ее несколько недель спустя это произошло ночью когда он спал в сумеречном свете сновидения он совершал прогулку с госпожой Вердюрен доктором катаром каким-то молодым человеком в феске которого он никак не мог узнать художником Адеттой Наполеоном третьим и моим дедушкой по дороге тянувшийся вдоль моря по отвесному берегу и то взбиравшийся на высокую скалу то сбегавший почти к самой воде так что им беспрестанно приходилось то подниматься то спускаться гуляющие уже спустившиеся вниз скрывались из вида тех что еще поднимались в гору догоравший день мерк и казалось что сейчас надвинется непроглядная тьма порой порой волны дробились у самого берега и сван ощущал на своей щеке ледяные брызги Адетта просила его вытереть их но он не мог и чувствовал смущение в ее присутствии как если бы он был в одной рубашке он надеялся что в темноте это останется незамеченным однако госпожа Вердюрен вперила в него удивленный взгляд и долго не спускала его причем лицо ее стало менять форму нос вытянулся и на верхней губе выросли большие усы он отвернулся чтобы взглянуть на Адетту щеки ее были бледны и усеяны красными пятнышками черты лица вытянутые изможденные но она смотрела на него глазами полными нежности готовыми оторваться и упасть на него словно две крупные слезы и Сван чувствовал такую любовь к ней что ему захотелось немедленно увести ее с собой вдруг Адетта поднесла к глазам руку взглянула на часики и сказала мне нужно уходить она попрощалась со всеми совершенно одинаково не отведя Асвана в сторону не сказав ему где она увидится с ним вечером или на другой день он не посмел спросить ее об этом ему хотелось последовать за ней но пришлось не оборачиваясь в ее сторону с улыбкой отвечать на какой-то вопрос госпожи Вердюрен сердце его отчаянно колотилось он ненавидел теперь Адетту и с наслаждением выколол бы эти глаза которые так иступленно любил минуту тому назад и скровенил бы эти безжизненные щеки он продолжал подниматься в гору с госпожой Вердюрен то есть удаляться с каждым шагом от Адетты спускавшейся вниз в противоположном направлении через секунду прошло много часов с тех пор как она покинула его художник обратил внимание Свана на то что Наполеон Третий скрылся сейчас же после ухода Адетты наверное у них было условлено прибавил он должно быть они решили встретиться на берегу у подошвы холма но не хотели прощаться вместе чтобы не вызвать толков она его любовница незнакомый молодой человек расплакался Сван принялся утешать его в конце концов она права сказал он молодому человеку вытирая ему глаза и сняв с него феску чтобы незнакомцу было удобнее я сам десять раз советовал ей поступить таким образом стоит ли так печалиться этот человек наверное поймет ее так рассуждал Сван с самим собой потому что молодой человек которого он не мог сначала узнать был тоже Сван Сван подобно некоторым романистам он распределил свою личность между двумя персонажами тем кому все это снилось и молодым человеком в феске которого он видел во сне что касается Наполеона третьего то причинами побудившими его назвать этим именем Форшвиля были смутная ассоциация представлений затем частичное изменение привычной физиономии графа и наконец широкая лента ордена почетного легиона в действительности однако в отношении всего что он изображал и напоминал ему персонаж фигурировавший во сне был конечно Форшвилем ибо из незаконченных и меняющихся образов уснувший Сван делал ложное обобщение но исполнялся при этом такой творческой силы что был способен воспроизвести самого себя при помощи простого акта разделения как некоторые низшие организмы теплота ощущаемая им в собственной ладони служила ему материалом для заполнения невещественности чужой руки которую казалось ему он пожимает а из чувств и впечатлений еще не дошедших до его сознания он мгновенно создавал сложные перипетии которые логическим своим развитием способны были в определенный момент сна свана поставить соответствующий персонаж в такое положение что тот либо привлекал его любовь либо пробуждал его в одно мгновение надвинулась непроглядная тьма раздался набат заметались испуганные люди спасавшиеся из объятых пламенем домов сван слышал шум дробившихся о берег волн и удары своего сердца с такой же яростной силой тоскливо колотившегося в его груди вдруг скорость биений его сердца удвоилась он почувствовал необъяснимую боль и тошноту какой-то крестьянин весь покрытый ожогами прокричал ему пробегая мимо ступайте скорее спросите шарлюса где адетта проводит вечер со своим компаньоном он когда-то был близок с ней и она ничего не скрывает от него это они устроили пожар это был его коммердинер пришедший разбудить его и говоривший ему барин уже восемь часов и парикмахер ждет я велел ему прийти через час но слова эти проникнув волны сна омывавшие свана достигли его сознание лишь подвергнувшись тому преломлению который обращает световой луч на дне сосуда с водой в маленькое солнце равным образом звон колокольчика раздавшийся за несколько мгновений до этого принял в глубинах его сна размеры набатного звона и послужил причиной создания им сцены пожара между тем декорация предстоявшая его взором разлетелась в прах он открыл глаза и до него в последний раз донесся шум морских волн становившийся все глуше и отдаленнее он пощупал щеки они были сухие и все же он явственно вспоминал ощущение холодной воды и вкус соли он встал оделся он велел парикмахеру прийти пораньше потому что написал накануне моему дедушке о своем намерении приехать на другой день в Камбре намерение это возникло у Свана после того как он узнал что госпожа де Камбре-мер урожденная мадмуазель Ле Гранден должна провести в городке несколько дней воспоминания прелести этого молоденького лица ассоциировавшись с воспоминанием деревенской усадьбы где он уже столько времени не был показалось ему таким заманчивым что он решился наконец покинуть Париж на несколько дней так как различные случайности сталкивающие нас с определенными людьми не совпадают с периодом когда мы этих людей любим но выходя за его пределы могут иметь место до начала нашей любви и повторяться после того как она кончилась то первое появление в нашей жизни существа которому суждено впоследствии понравится нам приобретают ретроспективно в наших глазах значение предуведомления предзнаменования таким именно способом сван часто мысленно связывал с образом одетты встречи на им в театре этот первый вечер когда он не думал что ему придется когда-нибудь снова увидеть ее таким же способом вспоминал он теперь вечер у госпожи де Сент-Эверт когда познакомил генерала де Фробер-Виль с госпожой де Камбремер интересы нашей жизни настолько многообразны что одно и то же обстоятельство нередко закладывает основу еще не существующего счастья и в то же время отягчает терзающие нас страдания и конечно это могло бы случиться со сваном не только у госпожи де Сент-Эверт но также и в другом месте в самом деле кто знает может быть находись он в тот вечер в другом месте на его долю выпали бы другие радости и другие горести которые впоследствии показались бы ему неизбежными но сван был у госпожи де Сент-Эверт и ему показалось неизбежным то что произошло у нее он очень склонен был видеть нечто провиденциальное в том факте что он решился пойти на вечер госпожи де Сент-Эверт ибо ум его жаждавший восхищаться богатством проявляемой жизнью изобретательности и не способны долго сосредоточиваться на трудном вопросе например на определении того что было бы для него наиболее желательно рассматривал страдания испытанные им на вечере у маркизы и неподозреваемые еще наслаждения которые невидимо зарождались тогда и точное соответствие между которыми было слишком трудно установить как явления связанные друг с другом неразрывной цепью но через час после пробуждения давая указания парикмахеру причесать его так чтобы волосы не растрепались в вагоне Сван снова стал размышлять над своим сном он увидел так явственно как если бы одетта находилась подле него ее бледное лицо через чур худосочные щеки вытянутые черты синяки под глазами все то что в течение непрерывно сменявших друг друга вспышек нежности превративших его долгую любовь к Адетте в полное забвение первоначального впечатления полученного им от нее он перестал замечать с первых дней их связи которым без сомнения во время сна возвратилась его память с целью возобновить точное представление ее облика и со свойственной ему в былые дни грубостью которая вновь стала появляться у него с тех пор как он перестал быть несчастным и на некоторое время понижало его нравственный уровень он мысленно воскликнул подумать только я попусту расточил лучшие годы моей жизни желал даже смерти сходил с ума от любви к женщине которая мне не нравилась которая была не в моем вкусе вроде бы не нравилась плачьи стоя на не будет быть надпись не не у